Моррис Корнфорд. Диалектический материализм. Введение. Перевод с английского. Под общей редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Петра Николаевича Федосеева. Москва, 1956 год. В 2018 году книга «Без изменений» была переиздана марксистско-ленинским рабочим движением «Рабочий путь». Предисловие ко второму изданию. Диалектический материализм Морриса Корнфорта – учебник, имеющий особую ценность в условиях современного империализма. Его автор – английский философ-марксист Моррис Корнфорд, один из руководителей Коммунистической партии Великобритании в 30-70-х годах. Корнфорд был активным пропагандистом марксизма-ленинизма и непримиримым борцом с субъективным идеализмом в его новомодной и очень опасной форме – в форме неопозитивизма. Работы Корнфорта с критикой логического позитивизма и философии лингвистического анализа – Карнап, Поппер, Витгенштейн и других – в свое время были достаточно известны и получили высокую оценку советских марксистов. Некоторые из них были переведены на русский язык и изданы в СССР. В том числе «Наука против идеализма», «Критический анализ чистого эмпиризма и современной логики» 1948 года. «В защиту философии, против позитивизма и прагматизма» 1951 года. «Марксизм и лингвистическая философия» 1968 года. «Открытая философия и открытое общество» – ответ доктору Карлу Попперу на его опровержение марксизма 1972 года. В начале 50-х годов XX века Корнфорд написал три замечательные работы с популярным изложением основ философии ленинизма, большевизма. Первый том «Материализм и диалектический метод» был издан в Великобритании в 1952 году. Второй том «Исторический материализм» в 1953 году. И третий том «Теория познания» в 1954 году. В 1956 году все три тома, объединенные под одной обложкой, вышли на русском языке в СССР, в издательстве «Иностранная литература». Перевод с английского был сделан Михаленко, первый том, Панфиловым, второй том и Старостиным, третий том. После 1956 года, когда состоялся печально известный контрреволюционный 20-й съезд КПСС, эта ценнейшая книга в СССР более не переиздавалась. Победившая хрущевская контрреволюция фактически установила в Советском Союзе полный запрет на большевизм, ленинизм. Борьба хрущевцев, агентов мирового империализма со Сталином и большевистской политикой вполне закономерно вылилась в непримиримую борьбу с большевистской идеологией, с подлинным марксизмом-ленинизмом. Формы этой борьбы не для всех были очевидны. Контрреволюционная мелкобуржуазная меньшевистская идеология, впитавшая в себя всевозможные ревизионистские уклоны и отступление от марксизма, поддавалась хрущевским правотроцкистами под видом настоящего марксизма-ленинизма. Естественно, что при таких условиях о переиздании важнейшей и полезнейшей для советских трудящихся книги Морриса Корнфорта, в которой популярна для широких рабочих масс, излагались основы большевизма, говорить не приходилось. Фактически до 90-х годов XX века о существовании учебника «Диалектический материализм Морриса Корнфорта» в СССР никто особо не знал. Хотя критические работы этого автора, направленные против буржуазной идеологии, в позднем СССР издавались. Диалектический материализм не спрятали в спецхран, как многие другие книги сталинского времени. Опасные для хрущевцев, но прочно о ней забыли. Хрущевскими ревизионистами срочным порядком были изданы новые, удобные для них меньшевистские учебники по марксизму-ленинизму, а советские библиотеки, в которых хранился диалектический материализм Корнфорта, не спешили предлагать его своим читателям. Второе рождение диалектический материализм Корнфорта получил уже в капиталистической России в середине 90-х годов XX века, когда новые хозяева жизни стали избавляться от литературы советского времени, массово очищая бывшие советские библиотеки от советского пропагандистского мусора и сжигая его в заводских печах. Тогда некоторая часть редчайших и недоступных в свое время широкому советскому читателю большевистских книг оказалась у букинистов, людей, совершенно не думавших о политике и классовой борьбе, а просто желавших немного подзаработать, но в силу объективных законов общественного развития, оказавших немалую услугу рождающемуся заново в России коммунистическому движению. Тогда неожиданно выяснилось, что почти неизвестный в позднем СССР учебник по марксизму английского марксиста Корнфорта, включающий в себя наиважнейшие разделы ленинизма, диалектический материализм, исторический материализм и ленинскую теорию познания, как нельзя лучше ложиться на новую реальность бытия бывших советских людей, наших с вами современников. В этой новой, теперь уже капиталистической реальности, советские учебники по марксизму, даже не содержащие ревизионистских отступлений, не особенно хорошо воспринимаются трудящимися буржуазной России, поскольку писались они для членов социалистического общества, большинство из которых, лишь из книг и газет, могли представить себе, что такое капиталистическая эксплуатация и классовое угнетение. Учебник же Морриса Корнфорта разрабатывался специально для рабочих, живущих в условиях капитализма, которые не понаслышке знали, что такое антагонистическое классовое общество. Поэтому методологически он гораздо лучше адаптирован к специфическому сознанию эксплуатируемых капиталом трудящихся. Самые важные и основные положения марксистско-ленинского мировоззрения объясняются в нем простым языком, понятным каждому рабочему со средним образованием. Это позволяет очень быстро сформировать у изучающих марксизм-ленинизм целостную научно-материалистическую картину мира, а значит, научить их понимать классовую сущность явлений, окружающей общественной жизни. «Диалектический материализм Корнфорта» — это единственный известный нам популярный учебник марксистско-ленинской философии, в котором доступно и на хорошем теоретическом уровне излагают основы ленинизма, большевизма. Именно поэтому МЛРД «Рабочий путь» рекомендует эту книгу начинающим в качестве основного учебника для изучения основ марксистско-ленинской философии. Марксистско-ленинское рабочее движение «Рабочий путь» Предисловие к русскому изданию 1956 года В основу этой книги положен ряд публичных лекций, организованных Коммунистической партией Великобритании в Лондоне, а также ряд лекций, прочитанных в двух партийных школах по изучению философии. Эта книга написана не как учебник. Она предназначается для трудящихся, которые не занимаются специально философией или наукой, и ставит своей целью просто познакомить их с некоторыми основными идеями марксистской философии и показать в некоторой степени ее назначение и практическое применение. Я стремился придерживаться популярной формы объяснения этих идей, не осложняя своего изложения отступлениями в более специальной области философии, разбором каких-либо более трудных для понимания философских теорий прошлого и настоящего или многозначительными доводами по отдельным вопросам, которые могли бы оказаться необходимыми для защиты данных положений против философских противников. Я свел употребление специальных терминов до минимума. Я также не пытался охватить все те вопросы, которые следовало бы осветить в любой книге, представляющей собой полный курс марксистской философии. В учебнике принято начинать с научного определения каждого вводимого понятия. Однако, учитывая цели этой книги, я не стеснялся вводить и употреблять ряд довольно хорошо знакомых понятий задолго до того, как перейти к их точному и научному определению. Так, я с самого начала ввел понятие «класс», хотя определение этого понятия дается значительно позже. Точно так же я допускаю, как само собой разумеющийся, что читатель имеет известное представление о том, что понимается под истиной, а также что читатель согласен, что внешний материальный мир действительно существует. И откладываю на самый конец книги рассмотрение вопроса о характере истины и основаниях для нашей уверенности в существовании мира. Строй книги обусловлен ее общей целью. Книга делится на три тома, причем первые два тома содержат довольно элементарное изложение диалектического и исторического материализма. В начале первого тома я подчеркиваю классовый и партийный характер нашей философии. В начале второго – что нашей целью является социализм, который требует материалистического подхода к пониманию общества и его законов развития. Для третьего тома я оставил рассмотрение круга проблем, связанных с характером и законами развития сознания и познания. Строго говоря, некоторые проблемы, рассматриваемые в третьем томе, относятся к разделу о заглавленном диалектическим материализм, то есть к разделу о всеобщих принципах марксистского мировоззрения, в то время как другие проблемы относятся к разделу о заглавленном историческим материализм, то есть к проблемам распространения этих принципов на общество. Я сгруппировал эти проблемы и перенес их рассмотрение на конец книги по двум причинам. Во-первых, эти проблемы, по-видимому, имеют более сложный и развитый характер, а я хотел бы идти от менее сложного к более сложному, или от более элементарного к менее элементарному. Во-вторых, так как истинное или ложное сознание развивается благодаря обществу, а знание коренится в производственной и других формах общественной деятельности, я считаю, что рассмотрение этих проблем может выиграть, если изложить их после, а не до рассмотрения элементарных идей общественной науки. Таким образом, в третьем томе я стремился воспользоваться идеями диалектического и исторического материализма, элементарно изложенными в первых двух томах, для того, чтобы показать, каким образом фактически возникает и развивается человеческое сознание. Я стремился шаг за шагом проследить этот процесс от условного рефлекса до человеческой свободы, от его первоистоков в чисто животной жизни до развития человеческого знания и человеческой свободы. Поскольку цель этой книги состояла в том, чтобы рассмотреть и обсудить основные идеи марксистской философии, то я постоянно обращался к великим произведениям классиков марксизма-ленинизма. Я сознательно включил в книгу довольно большое количество цитат, так как она была опубликована в Англии, где большинство народа для систематического изучения марксистской философии не имеет той возможности, какая существует в Советском Союзе. В русском издании некоторые из цитат опущены, так как они хорошо известны советским читателям. Марксизм является развивающейся и творческой философией, и поэтому я не считал возможным ограничиться изложением тех основных принципов и положений, которые среди марксистов могут рассматриваться как решенные. Я также осмелился на протяжении книги предложить такие столкования и выводы, которые ни в коем случае нельзя считать общепринятыми. Однако я надеюсь, что неправильности, которые могут быть обнаружены в книге, а также все то, что я изложил правильно, будут стимулировать мысль и дискуссии, и таким образом помогут пусть в очень небольшой степени общему делу социализма. Наиболее важное для марксистской философии в настоящее время состоит не в том, чтобы мы ограничивали содержание книг простым повторением и изложением основных идей марксизма. Прежде всего, мы должны исследовать новые области, должны идти новыми путями, проверяя наши основные идеи путем смелого применения и развития их, и при этом не очень бояться возможных ошибок. И в этой связи мы должны иметь в виду, что в настоящее время мы боремся за мирное соревнование с капитализмом, которое докажет раз и навсегда, что социализм представляет собой тот путь, по которому пойдут народы всего мира. Следовательно, нашей задачей является не только выдвигать наши собственные взгляды в противоположность буржуазным идеям и в полемике с ними, но также изучать более тщательно все то, о чем думают в капиталистическом мире, и таким образом помочь отделить зерна от плевел. Мы должны установить контакт со всем, что в какой-то степени является научным и прогрессивным, с тем, чтобы развивать нашу философию так, чтобы она могла иметь наиболее широкое влияние и помогала мобилизовать всех людей доброй воли. Марксизм-ленинизм является универсальной философией, задача которой состоит в том, чтобы включать в себя и развивать дальше все то положительное в прошлом и настоящем, что имеется в идеях и опыте человечества. Эта книга является всецело плодом дискуссий, происходивших в Англии, где мы работаем при больших неудобствах. Я надеюсь, что главная польза, которую мы можем получить благодаря переводу этой книги на русский язык, состоит в том, что критика советского читателя поможет нам действовать лучше в будущем. Моррис Корнфорд. Лондон. Март. 1956 год. Памяти Дэвида Геста. Том 1. Материализм. Идеалектический метод. Часть 1. Материализм. Глава 1. Партийность философии. Каждая философия выражает точку зрения определенного класса. Но в отличие от эксплуататорских классов, которые всегда стремились поддерживать и оправдывать свое классовое положение, при помощи разнообразной маскировки и фальсификации действительности, рабочий класс в силу самого своего классового положения и целей заинтересован в познании и понимании вещей, такими они есть, без всякой маскировки или фальсификации. Партии рабочего класса нужна философия, которая выражает его революционную классовую точку зрения. Она составляет прямую противоположность идеям, враждебным рабочему классу и социализму. Это определяет материалистический характер нашей философии. Среди марксистов общепризнанным является положение, что диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-лининской партии. Как многим политикам, так и многим философам это определение неизбежно покажется странным, но мы совершенно не поймем диалектический материализм, если не сможем уловить мысль, скрывающуюся за этим определением. Прежде всего, разберемся в том, какая философская концепция скрывается за идеей, которая выражена в этом определении партийности, или поскольку партия всегда является политическим представителем класса. Классовости философии. Под философией обычно понимается наше наиболее общее представление о природе мира и о месте и назначении человечества в нем – наше мировоззрение. Раз мы поняли это, то отсюда становится очевидным, что у всех людей есть некоторая философия. Даже если они никогда не учились рассуждать о ней, каждый человек испытывает влияние определенных философских взглядов, даже если он не продумал их для себя и не может их сформулировать. Некоторые люди, например, думают, что этот мир есть не что иное, как юдоль печали, и что наша жизнь в нем является приготовлением к лучшей жизни в другом и лучшем мире. Исходя из таких взглядов на мир, они считают, что мы должны стойко выносить все, что не случится с нами, не борясь против этого, хотя стараясь делать всяческое добро нашим братьям, какое мы только можем. Это одного сорта философия, одного сорта мировоззрения. Другие люди думают, что мир является местом для обогащения и что каждый в нем должен сам о себе заботиться. Это уже другого сорта философия. Но если мы признали, что философия является мировоззрением, то отсюда возникает задача систематической и детальной разработки этого мировоззрения. Задача превращения его в хорошо формулированную и последовательную теорию и превращения безотчетно разделяемых народных верований и взглядов в более или менее систематические учения. Эту задачу и выполняют философы. Разрабатывая свои теории, философы часто создавали нечто очень запутанное, крайне абстрактное и чрезвычайно трудное для понимания большинства людей. Но даже хотя сравнительно немногие люди могут читать и понимать сугубо философские произведения, тем не менее, эти произведения могут иметь и имеют на самом деле очень широкое влияние. Тот факт, что философы систематизировали определенные верования, усиливает эти верования и способствует навязыванию их широким массам простых людей. Отсюда все так или иначе испытывают влияние этих философов, даже если они никогда не считали их работ. Но если это так, тогда мы не можем рассматривать системы философов как совершенно обособленные, ни от чего независимые, как лишь продукты умственного труда отдельных философов. Конечно, формулировка взглядов, особые приемы, которыми они разработаны и изложены, — это творение отдельных философов. Но сами взгляды в их наиболее общем виде имеют социальную основу в идеях, которые отражают общественную деятельность и общественные отношения данного времени, и которые, следовательно, не выходят готовыми из головы философов. Теперь мы можем сделать шаг дальше. Когда общество разделено на классы, а общество всегда было разделенным на классы, начиная с разложения первобытной общины, то есть на протяжении всего исторического периода, к которому относится история философии, то различные взгляды, имеющие хождение в обществе, всегда выражают точку зрения различных классов. Следовательно, можно заключить, что различные системы философов также всегда являются выражением классовой точки зрения. Фактически, они суть не что иное, как систематически разработанная и теоретически сформулированная классовая точка зрения, или, если хотите, идеология определенных классов. Философия есть и всегда была классовой философией. Философы иногда могут делать вид, что это не так, но это не меняет сути дела. Люди не мыслят и не могут мыслить изолировано от общества, и, следовательно, от классовых интересов и классовых битв, происходящих в обществе, как они не могут жить и действовать в такой изоляции. Философия есть мировоззрение, есть попытка понять мир, человечество и место человека в этом мире. Подобное воззрение не может быть ничем иным, как воззрением класса, а философ выступает как мыслящий представитель класса. Да и как может быть иначе? Философские системы не импортируются с какой-либо другой планеты, но создаются здесь, на Земле, людьми, вовлеченными, нравится им это или нет, в существующие классовые отношения и классовую борьбу. Следовательно, что бы ни говорили философы о себе, нет такой философии, которая не отражает точки зрения определенного класса, или которая безразлична и беспристрастна в отношении классовой борьбы. Сколько бы мы ни искали, мы не найдем никакой беспристрастной, беспартийной, надклассовой философии. Помня об этом, мы увидим, что все философии прошлого так или иначе выражали точку зрения так называемых образованных классов, то есть эксплуататорских классов. Вообще, именно руководящие силы общества выражают и пропагандируют свои идеи в форме философских систем. А вплоть до появления современного рабочего класса, который является специфическим продуктом капитализма, этими командующими силами в обществе всегда были эксплуататорские классы. Именно их воззрения господствовали в философии так же, как они господствовали в обществе. Из этого мы можем сделать лишь тот вывод, что рабочий класс, если он намерен возглавить руководство обществом, должен выразить свою собственную классовую точку зрения в форме философии и противопоставить эту философию философским системам, выражающим воззрение и защищающим интересы эксплуататоров. «В немногих словах о заслуге Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так. Они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний поставили науку», писал Владимир Ильич Ленин в статье «Некрология» Фридрих Энгельс. «Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором не будет больше эксплуатации человека человеком, что они указали пролетариям всех стран их роль, их задачу, их призвание. Подняться первыми на революционную борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых». Ленин. Речь при открытии памятника Марксу и Энгельсу 7 ноября 1918 года. Обучая рабочий класс самопознанию и самосознанию и объединению вокруг себя всех трудящихся и эксплуатируемых, Маркс и Энгельс создали революционную теорию борьбы рабочего класса, освещающую путь, следуя по которому рабочий класс может покончить с капиталистической эксплуатацией, может стать у руководства всеми народными массами и таким образом освободить раз и навсегда все общество от всякого угнетения и эксплуатации человека человеком. Маркс и Энгельс писали в тот период, когда капитализм был еще на подъеме и когда силы рабочего класса впервые сплачивались и организовывались. Их теория была развита Лениным в тот период, когда капитализм достиг своей последней стадии – стадии монополистического капитализма или империализма и когда началась пролетарская социалистическая революция. Эту теорию в ряде вопросов развил далее Сталин. Маркс и Энгельс учили, что без своей собственной партии рабочий класс никогда не сможет одержать победу над капитализмом и не сможет повести все общество вперед к уничтожению капитализма и установлению социализма. Поэтому рабочий класс должен иметь свою собственную партию, независимую от всех буржуазных партий. Ленин развил дальше учение марксизма от партии. Он показал, что партия должна действовать как авангард своего класса, как наиболее сознательная часть своего класса и что она является орудием завоевания и удержания политической власти. Для выполнения такой роли партия, очевидно, должна обладать знанием, пониманием и предвидением событий действительности. Другими словами, она должна быть вооружена революционной теорией, на которой основывается ее политика и которой она руководствуется в своей деятельности. Такой теорией является марксизм-ленинизм. И это не только лишь экономическая теория, и это не исключительно политическая теория, но это и мировоззрение, философия. Сами экономические и политические взгляды не являются и никогда не могут быть независимы от общего мировоззрения. Более того, специальные экономические и политические взгляды всегда выражают мировоззрение тех, кто этих взглядов придерживается. И наоборот, философские взгляды всегда находят выражение во взглядах на экономику и политику. Признавая все это, революционная партия рабочего класса не может не сформулировать свои философские взгляды, а сформулировав, последовательно их не придерживаться. Она не может также не развивать и не оберегать свою партийную философию. В этой философии, в философии диалектического материализма воплощены общие идеи, служащие для партии средством осознания мира, который она стремится изменить. С их помощью она определяет свои цели и намечает, как бороться за них. В этой философии воплощены главные идеи, посредством которых партия стремится просветить и организовать весь класс, и оказывать влияние, руководить и завоевывать на свою сторону всю массу трудящегося народа, показывая ему выводы, необходимо вытекающие из каждой стадии борьбы, помогая народу учиться на своем собственном опыте, как идти вперед к социализму. Итак, мы видим, почему в наше время возникла философия, выражающая революционное мировоззрение рабочего класса, и почему эта философия, диалектический материализм, определяется как мировоззрение марксистско-ленинской партии. Сам опыт научил партию, что необходимо иметь свою собственную философию. Опыт показывает, что если у нас нет своей собственной революционной социалистической философии, тогда неизбежно наши философские идеи становятся результатом заимствования из враждебных антисоциалистических источников. Если мы в наши дни не приемлем точки зрения рабочего класса и борьбы за социализм, тогда мы приемлем или скатываемся к ней без намерения сделать это, точку зрения капиталистов и борьбы против социализма. Вот почему партия рабочего класса, чтобы быть действительным революционным руководителем своего класса и не вводить в заблуждение свой класс с заимствованием враждебных капиталистических идей и соответствующей таким идеям политики, должна заботиться о формулировании, защите и пропаганде своей собственной революционной философии. Классовая философия и истина Против только что сказанного о классовости и партийности философии может быть выдвинуто возражение, что такая концепция является полным искажением всей сущности философии. Некоторые скажут, что они, мол, согласны с тем, что классовые интересы могут склонить нас верить скорее в одно, чем в другое. Но разве философия не должна быть выше этого? Разве философия не должна быть объективной и беспристрастной и учить нас оставлять в стороне классовые и партийные интересы и стремиться только к истине? Ибо разве не безусловно то, что истина является истинным, независимо от того, удовлетворяет ли это тем или иным классовым интересам или нет? Если философия пристрастна, партийна, то как она может быть объективной? Как она может отражать истину? В ответ на подобные возражения мы можем сказать, что в действительности точка зрения рабочего класса на философию весьма далека от того, чтобы не заботиться об истине. Существует ли истина? Конечно, да. И люди приближаются к ней. Ибо различные взгляды, в зависимости от их партийности, не могут быть одинаково близки к истине. Каждая философия отражает классовую точку зрения. Так же, как один класс отличается от другого по своей социальной роли и по вкладу, вносимому в развитие общества, так и одна философия отличается от другой по воплощению положительных достижений в выработке истины о мире и обществе. Люди склонны считать, что если мы становимся на партийную, классовую точку зрения, то мы отворачиваемся от истины. И что, с другой стороны, если мы действительно стремимся к истине, то мы должны быть строго беспристрастны и беспартийны. Но в действительности все это не так. Лишь тогда, когда мы становимся на партийную точку зрения исторически самого прогрессивного класса, мы способны приблизиться к истине. Следовательно, определение диалектического материализма как философии революционной партии рабочего класса никоим образом не противоречит притязанию диалектического материализма выражать истину и быть средством достижения истины. Напротив, мы имеем полное право претендовать на это ввиду действительного исторического положения и роли рабочего класса. За исключением рабочего класса, все другие классы, которые стремились к руководству обществом, были эксплуататорскими классами. Но всякий эксплуататорский класс, каковы бы ни были его достижения, всегда вынужден искать известные средства маскировки своего действительного положения и своих целей как от самого себя, так и от эксплуатируемых и доказательства вечности и справедливости своего господства, так как такой класс никогда не может признать свое действительное положение и цели как эксплуататорского класса или временный характер своей собственной системы. Например, в античном рабовладельческом обществе Аристотель, величайший философ древности, доказывал, что институт рабства является законом природы, так как некоторые люди – рабы от природы. В период расцвета феодального общества крупнейший философ средних веков Фома Аквинский представил свою вселенную в виде своего рода феодальной системы. Все было расположено согласно феодальной иерархии, на вершине которой находился Бог в окружении главных архангелов. Любая вещь зависела от того, что непосредственно стояло над ней в системе. Ничто не могло существовать без Бога. Что касается капитализма, то он разрушает все феодальные узы. И, как заметили Маркс и Энгельс, буржуазия не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. Это было отражено в ранней буржуазной философии, особенно в ранней английской философии. Карл Маркс. Манифест коммунистической партии. Эта философия рассматривала мир как состоящий из независимых атомов, каждый из которых находит свое полное завершение в самом себе, занят только собой, и все они находятся во взаимодействии. Это было зеркало капиталистического общества, каким оно представлялось поднимающейся буржуазии. И при помощи таких идей им также удавалось маскировать свои собственные цели, цели господства и обогащения. Согласно этим идеям, рабочий и капиталист находились на одном уровне, поскольку каждый являлся свободным человеческим атомом. И они свободно заключали договор, по условиям которого один должен был работать, другой предоставлять капитал и платить заработную плату. Но рабочий класс не нуждается в каком-либо подобном самообмане, ложном сознании, который содержится в такой философии. Он желает не создания новой системы эксплуатации, а уничтожения всякой эксплуатации человека человеком. По этой причине он заинтересован не в том, чтобы маскировать что-либо, но в том, чтобы понимать вещи именно так, как они есть на самом деле. Так как чем лучше познает он истину, тем более сильным он станет в борьбе. Более того, другие господствующие классы всегда желали увековечить себя и просуществовать столько, сколько это будет возможно. Поэтому они благоволили к философским системам, которые рассматривали их положение в обществе как вечное и неизменное. Подобные системы пытаются определить природу Вселенной таким образом, чтобы представить определенные вещи и определенные отношения как необходимые, вечные и неизменные. И затем они утверждают, что поскольку данная социальная система является необходимой частью целого, то она также вечно и неизменна, как и само целое. Но рабочий класс не желает увековечивать свое классовое положение. Напротив, он желает покончить со своим собственным классовым положением столь скоро, сколь это возможно, и построить бесклассовое общество. Поэтому рабочему классу не нужна такая философская система, которая устанавливает некое ложное постоянство. Его классовое положение и цели таковы, что дают ему возможность допускать и даже обязывают признавать и прослеживать изменения, появления и исчезновения всего существующего. Следовательно, наша партийная философия имеет право претендовать на истину. Она является единственной философией, которая основана на точке зрения, требующей, чтобы мы стремились понимать вещи именно такими, как они есть во всех их многообразных изменениях и взаимосвязях, без искажений и прикрас. Революция в философии «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», писал Владимир Ильич Ленин. «Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета». Ленин. Три источника и три составных части марксизма. И в этой работе Ленин пишет, «В марксизме нет ничего похожего на сектанство, в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. В философском отношении марксизм представляет собой завершение целого крупного периода развития философской мысли, в котором философские проблемы были поставлены и оформились в ходе целого ряда революций и который достиг своего высшего пункта в классической немецкой философии начала XIX века. Но если таким образом марксизм является продолжением и завершением прошлых достижений философии, то это такое продолжение, которое кладет конец определенной эпохе развития философии и образует ее новый отправной пункт, так как по сравнению с философскими системами прошлого он отправляется по новым путям. Он составляет революцию в философии, конец систем прошлого, философию совершенно нового типа. Марксизм-ленинизм является не философией, выражающей мировоззрение эксплуатирующего класса, меньшинства, стремящегося навязать свою власть и свои идеи народным массам с целью держать их в подчинении, а это философия, которая служит простым людям в их борьбе за неспровержение всякой эксплуатации и построение бесклассового общества. Марксизм-ленинизм является философией, которая стремится понять мир, чтобы изменить его. «Философы лишь различным образом объясняли мир», – писал Маркс, «но дело заключается в том, чтобы изменить его». Следовательно, если о философии прошлого можно было сказать, что она была попыткой понять мир и место, и назначение человека в нем, попыткой, неизбежно обусловленной классовыми воззрениями, предрассудками и иллюзиями философов, принадлежащих к различным эксплуататорским классам, то о марксистско-ленинской философии следует сказать, что она является попыткой понять мир с целью изменить его и определить и осуществить назначение человека в нем. Диалектический материализм является теоретическим оружием в руках народа, которое служит цели изменения мира. Марксизм-ленинизм, следовательно, стремится основывать свои представления о вещах ни на чем ином, как на фактическом их исследовании, исходящем из опыта и практики, и проверяемом ими. Он не изобретает системы и не пытается затем все подогнать под нее, как это делали предшествовавшие философии. Таким образом, диалектический материализм является в полном смысле народной философией, научной философией и философией практики. «Открытие Маркса и Энгельса, говорил Жданов, представляет конец старой философии, то есть конец той философии, которая претендовала на универсальное объяснение мира. С появлением марксизма как научного миросозерцания пролетариата кончается старый период истории философии, когда философия была занятием одиночек, достоянием философских школ, состоявших из небольшого количества философов и их учеников, замкнутых, оторванных от жизни, от народа, чуждых народу». Марксизм не является такой философской школой. Наоборот, он является преодолением старой философии, когда философия была достоянием немногих избранных, аристократии духа и началом совершенно нового периода истории философии, когда она стала научным оружием в руках пролетарских масс, борющихся за свое освобождение от капитализма. Марксистская философия, в отличие от прежних философских систем, не является наукой над другими науками, а представляет собой инструмент научного исследования, метод, пронизывающий все науки о природе и обществе и обогащающийся данными этих наук в ходе их развития. В этом смысле марксистская философия является самым полным и решительным отрицанием всей предшествующей философии. Но отрицать, как подчеркивал Энгельс, не означает просто сказать «нет». Отрицание включает в себя преемственность, означает поглощение, критическую переработку и объединение в новом высшем синтезе, всего того передового и прогрессивного, что уже достигнуто в истории человеческой мысли. Революционный характер диалектического материализма воплощен в двух сторонах марксистско-ленинской философии, которые дали ей название – в диалектике и материализме. Для того, чтобы понять вещи, чтобы изменять их, мы должны изучать их не согласно требованиям какой-либо абстрактной системы, но в их действительном изменении и взаимосвязи, а это и есть то, что понимается под диалектикой. Мы должны отбросить предвзятые идеи и представления о вещах и стараться привести наши теории в соответствие с действительными условиями материального существования. А это значит, что наши взгляды, наша теория являются материалистическими. В диалектическом материализме, писал Энгельс, впервые действительно серьезно отнеслись к материалистическому мировоззрению. И оно было последовательно проведено, так как решились понимать действительный мир, природу и историю таким, каким он сам дается всякому, кто подходит к нему без предвзятых идеалистических выдумок. Решились без сожаления пожертвовать всякой идеалистической выдумкой, которая не соответствует фактам, взятым в их собственной, а не в какой-то фантастической связи. И ничего более материализм вообще не означает. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Глава 2. Материализм и идеализм. Материализм противоположен идеализму, ибо в то время, как идеализм утверждает, что духовное или идеальное предшествует материальному, материализм утверждает, наоборот, что материальное предшествует идеальному. Это различие проявляется в противоположных способах истолкования и понимания всякого вопроса в теории, а также в противоположном подходе на практике. Несмотря на то, что идеализм принимает множество утонченных форм в писаниях философов, он в своей основе является продолжением веры в сверхъестественное. Он подразумевает веру в два мира, в мир идеальный или сверхъестественный, который он противопоставляет миру материальному. В сущности, идеализм является консервативной, реакционной силой. И его реакционное влияние проявляется на практике. Марксизм отстаивает последовательный взгляд воинствующего материализма. Материализм и идеализм – противоположные способы истолкования всякого вопроса. «Наша философия называется диалектическим материализмом», говорит Сталин, потому что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим, а его истолкование – явлений природы, его понимание – явлений природы, его теория – материалистической. Сталин. Вопросы ленинизма. Материализм не является догматической системой. Это способ истолкования, понимания, объяснения всякого вопроса. Материалистический способ истолкования событий, понимания вещей и их взаимосвязей противоположен идеалистическому способу истолкования и понимания их. «Материализм противоположен идеализму». Отсюда ясно, что материализм и идеализм не являются двумя абстрактными противоположными теориями о природе мира, мало касающимися простых людей, занятых практической деятельностью. Они являются противоположными способами истолкования и понимания всякого вопроса, и, следовательно, они выражают различный подход к этим вопросам на практике и ведут к самым различным выводам из практической деятельности. Нельзя также употреблять термины «материализм» и «идеализм», как некоторые это делают для выражения противоположных взглядов в области морали. «Идеализм» — как выражение возвышенного, «материализм» — как выражение низменного и эгоистического. Если же мы будем употреблять эти термины таким образом, мы никогда не поймем противоположности между идеалистическим и материалистическим воззрениями. Потому что этот способ выражения, как говорит Энгельс, означает не что иное, как непростительную уступку филистерскому предрассудку против названия «материализм», предрассудку, укоренившемуся у филистера под влиянием долголетней поповской клеветы на материализм. Под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность к деньгам, скупость, алчность, погоню за барышом и биржевой плутни. Короче, все те грязные пороки, которым он сам предается в тайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще веру в лучший мир, о котором он кричит перед другими. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Прежде чем пытаться дать общее определение материализма и идеализма, рассмотрим, каким образом эти два способа понимания вещей выражаются в отношении к некоторым простым и знакомым вопросам. Это поможет нам понять значение различия между материалистическим и идеалистическим истолкованием. Прежде всего, рассмотрим очень знакомое нам естественное явление. Грозу. Что вызывает грозы? Идеалистический способ понимания этого вопроса состоит в том, чтобы считать грозы следствием гнева Бога. Разгневавшись, он не спосылает громы и молнии на человечество. Материалистический способ понимания гроз противоположен идеалистическому. Материалист попытается объяснить и понять грозы исключительно как следствие того, что мы называем естественными силами. Например, древние материалисты высказали предположение, что грозы вовсе не следствие гнева Богов. С их точки зрения, они вызываются ударом друг о друга материальных частиц, находящихся в облаках. В данном случае дело не в том, что это частное объяснение было ложным, а в том, что это было попыткой материалистического, в отличие от идеалистического объяснения. В настоящее время, благодаря научному исследованию естественных сил природы, которые вызывают грозы, знание о последних значительно расширилось. Конечно, и в настоящее время знание о грозах остается очень неполным, но, во всяком случае, известно достаточно, чтобы стало совершенно ясно, что объяснены они могут быть только материалистически, и что идеалистическое объяснение лишилось всякого доверия. Мы видим, что в то время, как идеалистическое объяснение пытается связать объясняемое явление с некоторой духовной причиной, в данном случае с гневом Господним, материалистическое объяснение связывает его с материальными причинами. В настоящее время большинство образованных людей согласится принять материалистическое объяснение причин грозы. Это потому, что они вообще признают научное объяснение естественных явлений, а всякий шаг вперед в естественных науках является шагом вперед в материалистическом понимании природы. Возьмем второй пример, на этот раз из общественной жизни. Почему существуют богатые и бедные? Это вопрос, который задают многие люди, особенно бедные люди. Наиболее откровенные идеалисты отвечают на этот вопрос просто, что, мол, Бог создал людей такими. Воля Бога такова, что некоторые должны быть богатыми, другие – бедными. Но в большей моде другие – менее откровенные идеалистические объяснения. Примером таких объяснений может служить следующее рассуждение. Некоторые люди потому богаты, что они старательны и предусмотрительны. Экономно используют свои ресурсы, в то время как другие потому бедны, что они расточительны и глупы. Люди, которые придерживаются такого рода объяснения, говорят, что все это – следствие вечной человеческой природы. Природа человека и общества такова, что необходимо возникает различие между бедными и богатыми. Как в случае объяснения причины грозы, так и в случае объяснения причины существования бедных и богатых идеалист ищет некую духовную причину. Если не в воле Бога, божественном разуме, то в определенных врожденных чертах человеческого ума. Материалист, напротив, ищет причину существования богатых и бедных в материальных, экономических условиях общественной жизни. Он видит причину разделения общества на богатых и бедных в способе производства материальных благ для жизни. Когда одна часть людей владеет землей и другими средствами производства, в то время как другая часть людей должна работать на них, и как бы упорно они не работали, и как бы не копили и экономили, неимущие останутся бедными, в то время как имущие будут богатеть благодаря продуктам труда бедных. Таким образом, мы видим, что при решении таких вопросов различие между материалистическим и идеалистическим взглядами может быть очень важным. И это различие важно не только в теоретическом, но и в практическом смысле. Так, например, материалистическое представление о грозах помогает нам принять меры предосторожности против них. Такие как, например, устройство на зданиях громоотводов. Но если мы объясняем грозы идеалистически, то все, что мы можем сделать в целях предосторожности против них, это ожидать и молиться. Далее, если мы соглашаемся с идеалистическим объяснением существования бедных и богатых, то все, что нам остается сделать, это принять существующее положение вещей, радоваться своему господствующему положению и предаваться умеренной благотворительности, если мы богаты, и проклинать свою судьбу, если мы бедны. Напротив, вооруженные материалистическим пониманием общества, мы можем найти способ изменения общества. Поэтому, хотя некоторые люди, возможно, и заинтересованы идеалистически объяснять вещи, в интересах огромного большинства научиться объяснять их материалистически. Учитывая все сказанное о материализме и идеализме, какое общее определение можем мы дать каждому из них и различию между ними, чтобы раскрыть главное в их содержании? Такое определение было дано Энгельсам. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию. Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы и которые, следовательно, в конечном счете так или иначе признавали сотворение мира, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Идеализм – это такой способ объяснения, который считает духовное предшествующим материальному, в то время как материализм считает материальное предшествующим духовному. Идеализм считает, что все материальное якобы зависит от чего-то духовного и определяется им, в то время как материализм утверждает, что все духовное зависит от чего-то материального и определяется им. И это различие проявляется как в общих философских представлениях о мире в целом, так и в представлениях об отдельных вещах и событиях. Идеализм и вера в сверхъестественное. В своей основе идеализм – это религия, теология. «Идеализм есть поповщина», – писал Ленин. «Всякий идеализм является продолжением религиозного подхода к решению любого вопроса, даже если отдельные идеалистические теории и сбросили свою религиозную оболочку. Идеализм неотделим от суеверий, веры в сверхъестественное, таинственное и непознаваемое. Напротив, материализм стремится объяснить эти вопросы, исходя из материального мира, при помощи факторов, которые можно проверять, понимать и контролировать. Корни идеалистического представления о вещах, следовательно, те же, что и религии. Верующим неизбежно кажется, что религиозные представления, так сказать, представления о сверхъестественных духовных существах, находят свое оправдание не в показаниях органов чувств, но в чем-то, что залегает глубоко в духовной природе человека. И, безусловно, верно, что эти представления глубоко коренятся в историческом развитии человеческого сознания. Но каково их происхождение? Как первоначально возникли эти представления? Мы никак не можем считать подобные представления, как учит нас религия, продуктами божественного откровения или следствием любой другой сверхъестественной причины, если мы находим, что сами они естественного происхождения. И это происхождение может быть прослежено на фактах. Представления о сверхъестественном и религиозные идеи вообще обязаны своим происхождением прежде всего беспомощности людей перед лицом сил природы и их невежеству. Силы, которые люди не могут понять, олицетворяются. Их представляют как проявление деятельности духов. Например, мы уже видели, что незнание людьми действительных причин такого устрашающего их явления, как грозы, привело к тому, что ее причины были объяснены фантастически, как следствие гнева богов. По той же причине такое важное явление, как выращивание урожаев зерна, было сведено к деятельности духов. Люди стали верить, что зерно произрастает под действием особой духовной силы, заключенной в нем. С самых первобытных времен люди олицетворяли подобным образом силы природы. С возникновением классового общества, когда действия, поступки людей стали вызываться господствующими над ними и непонятными для них социальными отношениями, люди придумали новые сверхъестественные силы. Эти новые сверхъестественные силы явились дублированием существовавшего тогда общественного порядка. Люди придумали богов, возвышающихся над всем человечеством, подобно тому, как короли и знать возвышались над простым народом. Всякая религия и всякий идеализм содержат в своей основе подобное удвоение мира. Они дуалистичны и выдумывают идеальный или сверхъестественный мир, господствующий над реальным, материальным миром. Очень характерны для идеализма такие противопоставления, как душа и тело, бог и человек, небесное царство и царство земное, усваиваемые разумом формы и идеи вещей и мир материальной действительности, воспринимаемый органами чувств. Для идеализма всегда существует высший, якобы более реальный нематериальный мир, который предшествует материальному миру, является его конечным источником и причиной, и которому материальный мир подчинен. Для материализма, напротив, существует один мир – материальный мир. Под идеализмом философии мы понимаем всякое учение, которое считает, что в нематериальной действительности существует высшая духовная действительность, исходя из которой в конечном счете должна быть объяснена материальная действительность. Некоторые разновидности современной идеалистической философии. На данном этапе нашего изучения философии могут оказаться полезными несколько замечаний о некоторых характерных учениях современной буржуазной философии. На протяжении почти 300 лет выдвигался род философии, известный как субъективный идеализм. Эта философия учит, что материальный мир вообще не существует. Ничто не существует, кроме ощущений и идеи в нашем сознании, и им не соответствует никакая внешняя материальная действительность. Не признавая существование внешней материальной действительности, субъективный идеализм, выдвигаемый в качестве учения о познании, отрицает, что мы можем знать что-либо об объективной реальности вне нас, и утверждает, что мы можем познавать лишь явления, а не вещи в себе. Этот род идеализма стал сейчас очень модным. Он даже пытается выдать себя за крайне научное мировоззрение. Когда капитализм был еще прогрессивной силой, буржуазные мыслители считали, что возможно все в большей и большей степени познавать реальный мир и таким образом контролировать силы природы и безгранично улучшать положение человечества. Теперь они говорят, что реальный мир является непознаваемым, областью таинственных сил, выходящих за границы нашего понимания. Нетрудно видеть, что мода на подобное учение – это лишь симптом разложения капитализма. Мы видели, что в своей основе идеализм – это всегда вера в два мира – идеальный и материальный. И идеальный мир он помещает перед и над материальным. Материализм, напротив, знает лишь один мир – материальный мир и отказывается придумывать второй – воображаемый высший идеальный мир. Материализм и идеализм непримиримо противоположны, но это не препятствует многим философам пытаться примирить и сочетать их. В философии существует также много различных попыток найти компромисс между идеализмом и материализмом. Одна из таких попыток компромисса хорошо известна под именем дуализма. Эта компромиссная философия, подобно любой идеалистической философии, считает, что существует духовная, которая независима и отлична от материального, но в отличие от идеализма она пытается утверждать их. Так она толкует мир неживой материи чисто материалистически. В нем, с ее точки зрения, действуют только естественные силы, а духовные факторы находятся и действуют за его пределом и не имеют к нему никакого отношения. Но когда доходит дело до объяснения сознания и общества, здесь заявляет эта философия область деятельности духа. Здесь, утверждает она, надо искать идеалистического, а не материалистического объяснения. Этот компромисс между материализмом и идеализмом, следовательно, равносилен тому в сущности, что мы остаемся идеалистами, поскольку во всех наиболее важных вопросах о человеке, обществе и истории мы продолжаем придерживаться идеалистических взглядов в противоположность материалистическим. Другая компромиссная философия известна под именем реализма. В своей современной форме эта философия возникла в противоположность субъективному идеализму. Реалистические философы говорят, что внешний, материальный мир действительно существует независимо от наших восприятий и некоторым образом отражается в наших ощущениях. В этом реалисты соглашаются с материалистами в противоположность субъективному идеализму. В самом деле нельзя быть материалистом, не являясь последовательным реалистом в вопросе о реальном существовании материального мира. Но утверждать только, что внешний мир существует независимо от нашего восприятия его, это еще не значит быть материалистом. Например, известный католический философ средних веков Фома Аквинский в этом смысле был реалистом. И по сей день большинство католических теологов считает ересью, что бы то ни было, кроме реализма в философии. Но в то же время они утверждают, что материальный мир, который действительно существует, был создан Богом и поддерживается и управляется все время силой Бога, духовной силой. Поэтому они фактически идеалисты, а вовсе не материалисты. Более того, слово «реализм» философы сильно злоупотребляют. Считается, поскольку вы признаете, что то или иное является реальным, вы можете называть себя реалистом. Так, некоторые философы считают, что реальным является не только мир материальных вещей, но что существует также вне пространства и времени реальный мир универсалей, абстрактных сущностей вещей, называют себя реалистами. Другие утверждают, что хотя и не существует ничего, кроме восприятий в нашем сознании, но поскольку эти восприятия являются реальными, они также называют себя реалистами. Все это лишь показывает, что иные философы весьма изобретательны в употреблении слов. Основные положения материализма и их противоположность идеализму. В противоположность всяким формам идеализма и изощренным попыткам примирить материализм с идеализмом, основные положения материализма могут быть сформулированы просто и ясно. Чтобы понять сущность этих положений, мы должны также понять, каковы главные положения, выдвигаемые всякой формой идеализма. Существует три таких главных положения идеализма. Первое. Идеализм утверждает, что материальный мир зависит от духовного. Второе. Идеализм утверждает, что дух или разум или идея может и действительно существует отдельно от материи. Самой крайней формой этого утверждения является субъективный идеализм, который считает, что материя вообще не существует и является чистой иллюзией. Третье. Идеализм утверждает, что существует область таинственного и непознаваемого над или за пределами или позади того, что может быть установлено и познано посредством восприятий, опыта и науки. Основные положения материализма противоположны этим трем утверждениям идеализма. Первое. Материализм учит, что мир материален по самой своей природе, что все существующее появляется на основе материальных причин, возникает и развивается в соответствии с законами движения материи. Второе. Материализм учит, что материя есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания, и что духовное существует вовсе не отдельно от материального, а все умственное или духовное является продуктом материальных процессов. Третье. Материализм учит, что мир и его законы являются полностью познаваемыми, и что хотя многое может быть непознанным, нет ничего, что по природе является непознаваемым. Марксистско-ленинская философия характеризуется своим исключительно последовательным материализмом в решении всех вопросов тем, что она не делает никаких уступок идеализму при их решении. Материализм и идеализм на практике. Как было указано выше, противоположность материализма идеализму, выраженная теперь в наиболее общей форме, является не противоположностью абстрактных теорий о природе мира, а противоположностью между различными способами понимания и истолкования всякого вопроса. Вот почему она имеет такое важное значение. Рассмотрим некоторые наиболее обычные способы проявления противоположности между материализмом и идеализмом. Например, идеалисты убеждают нас не полагаться слишком на науку. Они уверяют, что наиболее значительные истины лежат за пределами достижений науки. Поэтому они убеждают нас не думать о вещах на основании очевидности, опыта, практики, а принимать их на веру от тех, которые претендуют на то, что знают лучше и обладают неким высшим источником информации. Таким образом, идеализм является лучшим другом и надежной опорой любой формы реакционной пропаганды. Это философия капиталистической прессы и BBC. Она покровительствует суеверием всякого рода, мешает нам думать самим за себя и научно подходить к моральным и социальным проблемам. Далее, идеализм утверждает, что самым главным для всех нас является внутренняя жизнь души. Он убеждает нас в том, что мы никогда не разрешим своих человеческих проблем иначе, как неким внутренним возрождением. Это любимая тема речей сытых людей. Однако многие рабочие также сочувствуют ей. Например, на фабриках, где активна группа морального перевооружения. Они убеждают нас не бороться за улучшение условий, а совершенствовать свою душу. Они не говорят нам того, что лучший способ своего материального и нравственного усовершенствования — это примкнуть к борьбе за мир и социализм. Далее, идеалистический подход нередко встречается среди многих социалистов. Многие искренние социалисты, например, считают действительным пороком капитализма то, что товары несправедливо распределяются. И что, если бы мы только могли заставить всех, включая капиталистов, принять новые принципы справедливости и права, то в таком случае мы могли бы покончить с пороками капитализма. Социализм для них ничто иное, как осуществление абстрактной идеи справедливости. Идеалистическая сущность такого мнения заключается в предположении, что только идеи, которых мы придерживаемся, определяют образ нашей жизни и способ организации общества. Те, которые так думают, забывают искать материальные причины. Потому что фактически способ распределения продуктов в капиталистическом обществе, когда богатством пользуется одна часть общества, в то время как другая и большая часть общества живет в нищете, определяют не идеи о распределении богатства, которых придерживаются люди, а тот материальный факт, что способ производства основан на эксплуатации рабочих капиталистами. Пока этот способ производства продолжает существовать, до тех пор сохранятся крайности богатства и нищеты, а социалистические идеи справедливости будут противостоять капиталистическим идеям справедливости. Следовательно, задачи социалистов заключаются в том, чтобы организовать борьбу рабочего класса против класса капиталистов и довести ее до того момента, когда рабочий класс возьмет власть у класса капиталистов. Если мы не поймем этого, тогда мы не сможем найти успешного способа борьбы за социализм. Мы обнаружим, что наши социалистические идеалы постоянно вызывают разочарование и теряют доверие. Таков был на самом деле опыт социализма в Англии. На таких примерах можно видеть, как идеализм служит оружием реакции и как социалисты, когда они попадают в объятие идеализма, попадают под влияние буржуазной идеологии. Перенять и использовать буржуазные идеи для социалистической теории мы можем не в большей степени, чем перенять и использовать буржуазную государственную машину со всеми ее учреждениями и чиновниками в целях строительства социализма. Действительно, на протяжении всей истории идеализм, как правило, был оружием реакции. Какие бы прекрасные системы философии не сочинялись, идеализм использовался как средство оправдания господства эксплуататорского класса и обмана эксплуатируемых. Это не значит, что под идеалистическим покровом не высказывалось истин. Конечно, их высказывали. Так как идеализм имеет очень глубокие корни в нашем способе мышления, то люди часто облекают свои мысли и чаяния в идеалистические одеяния. Но идеалистическая форма всегда является помехой, препятствием выражения истины, источником путаницы и ошибок. Далее, прогрессивные движения в прошлом принимали идеалистическую идеологию и боролись под ее знаменем. Но это показывает лишь, что они либо содержали в себе семена будущей реакции, поскольку они выражали стремление нового эксплуататорского класса к захвату власти, или они сами находились под влиянием реакционных идей, или же это было признаком их слабости и незрелости. Например, великое революционное движение английской буржуазии 17 века проходило под идеалистическими, религиозными лозунгами. Но то же обращение к Богу, которое оправдывало Кромвеля в казни короля, оправдывало его также в подавлении левелеров. У первых демократов и социалистов было много идеалистических понятий, но в данном случае это показывало незрелость и слабость движения. Идеалистические иллюзии должны были быть превзойдены, чтобы революционное движение рабочего класса могло возникнуть и восторжествовать. После того, как движение окрепло, сохранение внутри него идеалистических представлений было выражением враждебного, реакционного влияния. Правильно будет сказать, что идеализм является по существу консервативной силой, идеологией, помогающей защите существующего положения вещей и сохранению в умах людей иллюзий об их действительном положении. С другой стороны, всякий действительный социальный прогресс, всякое увеличение производительных сил, всякий прогресс науки порождает материализм и поддерживается материалистическими идеями. И вся история человеческой мысли была бы историей борьбы материализма против идеализма, историей преодоления идеалистических иллюзий и заблуждений. Борьба за материализм «Как коммунисты, то есть как организованный авангард рабочего класса, последовательно борющийся против всякой эксплуатации человека человеком из-за установления коммунизма, мы не нуждаемся в идеализме ни в какой его форме». Вот, к примеру, некоторые из высказываний Владимира Ильича Ленина по этому вопросу. Гениальность Маркса и Энгельса состоит как раз в том, что в течение очень долгого периода, почти полустолетия, они развивали материализм, двигали вперед одно основное направление в философии. Возьмите отдельные философские замечания Маркса. Вы увидите неизменный основной мотив – настаивание на материализме и презрительные насмешки по адресу всякого затушевывания, всякой путаницы, всяких отступлений к идеализму. Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать отступление от материализма и поблажки идеализму во всех и всяческих новейших направлениях. Реалисты и тому подобное, а в том числе и позитивисты, все это жалкое кашется, презренная партия середины философии, путающая по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих двух коренных направлений в философии не содержат в себе ничего, кроме примиренческого шарлатанства. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Во всяком вопросе мы сторонники материализма против идеализма. Это потому, что мы знаем, что только в свете материалистической теории, изучающие вещи так, как они есть, без идеалистических выдумок о них, мы можем понять силы природы и общества, чтобы быть способными преобразовать общество и овладеть силами природы. Поэтому материализм учит нас также полагаться на самих себя, на рабочий класс, на народ. Он учит нас, что нет ничего таинственного, выходящего за рамки нашего понимания, что нам нет нужды признавать то, что якобы существует как проявление воли Бога, что нам следует с презрением отвергать авторитетные учения тех, кто выдает себя за наших учителей, и что мы можем сами понять природу и общество так, что сможем изменить их. Мы ненавидим идеализм, так как под покровом высокопарных разговоров он проповедует подчинение человека человеку и умаляет силы человечества. Максим Горький выразил материалистическую уверенность в силах человечества, когда он писал «Для меня не существует идеи вне человека. Для меня именно он, и только он, является творцом всех вещей и всех идей. Именно он чудотворец и в будущем владыка всех сил природы». Самое прекрасное в нашем мире то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса. И если уж надобно говорить о священном, так священно только недовольство человека самим собой и его стремление быть лучше, чем он есть. Священно его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим. Священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей. Священен его труд. Максим Горький о литературе Глава третья. Механистический материализм. Одним из видов материализма прошлого является механистический материализм, созданный революционной буржуазией. Он воспринял материалистическое представление древности о том, что мир состоит из неизменных материальных частиц – атомов, в результате взаимодействия которых возникают все явления природы, и пытался далее представить действия природных вещей по типу действий машины. В свое время механистический материализм был прогрессивным и революционным учением, но у него есть три крупных недостатка. Первое. Он в конечном счете приводит к понятию верховного существа, которое дало миру движение. Второе. Он стремится свести все процессы к одному и тому же кругу механических взаимодействий, и поэтому не может объяснить развитие, возникновение новых качеств, возникновение процессов нового типа в природе. Третье. Он не может объяснить развитие общества, дать объяснение общественной деятельности людей и ведет к абстрактному представлению о человеческой природе. Изменение мира. Как понимать это изменение? До Маркса материализм был по преимуществу механистическим. Часто приходится слышать жалобы на то, что материалисты пытаются все в мире, включая жизнь и разум, свести к системе бездушного механизма, к простому механическому взаимодействию тел. Этот упрек относится к механистическому материализму. Марксистский же материализм является не механистическим, а диалектическим. Чтобы понять, что это означает, надо сначала понять некоторые особенности самого механистического материализма. К решению этой проблемы можно подойти, задав вопрос, каким образом материалисты пытались понять различные процессы и изменения, повсеместно наблюдаемые в мире. Мир полон изменений. Ночь сменяет день, а день – ночь. Времена года следуют одно за другим. Люди рождаются, стареют и умирают. Любая философская система признает изменения, как всюду существующий факт. Вопрос в том, как понимать повсюду наблюдаемые изменения. Прежде всего, изменения можно понимать идеалистически или материалистически. Идеализм связывает всякое изменение с какой-нибудь идеей или целью. Если не человеческой, то божественной. Таким образом, для идеализма изменения в материальном мире в конечном счете порождаются и осуществляются чем-то, находящимся вне материи, чем-то нематериальным, неподчиненным законам материального мира. Материализм же связывает всякое изменение с материальными причинами. Иными словами, он стремится объяснить то, что происходит в материальном мире, исходя из самого материального мира. Но хотя все признают наличие изменений, поскольку их невозможно игнорировать, философы все же пытались найти что-то такое, что не изменяется. Нечто постоянное, неизменное, находящееся вне или внутри того, что изменяется. Этот взгляд обычно является существенной составной частью идеологии эксплуататорского класса. Эксплуататоры боятся изменений, так как боятся, что они тоже могут быть сметены в результате таких изменений. Поэтому они всегда ищут чего-нибудь прочного и устойчивого, неподверженного изменению. И с этим неизменным они, так сказать, пытаются связать свою собственную судьбу. К этому же стремились и ранние материалисты. За всеми сменяющимися явлениями они искали чего-то такого, что никогда не изменяется. Но в то время, как идеалисты искали вечное и неизменное в области духа, эти материалисты искали его в самом материальном мире. И они нашли его в конечной материальной частице, вечном и неразрушимом атоме. Следовательно, согласно этим материалистам, все изменения являются результатом «Движение и взаимодействие неизменных атомов». Это очень древняя теория, выдвинутая около двух тысяч лет назад в Греции и еще ранее в Индии и Китае. В свое время это была очень прогрессивная теория. Она являлась грозным оружием в борьбе против идеализма и суеверий. Например, римский поэт Лукреций Кар объяснял в своей философской поэме о природе вещей, что целью атомистической теории греческого философа Эпикура было показать, откуда являются вещи и каким образом все происходит без помощи свыше. Так возник материализм, который считал, что мир состоит из твердых, непроницаемых материальных частиц, и что движение и взаимодействие этих частиц являются единственной причиной всякого изменения. Эта теория была возрождена в новое время. В XVI и XVII веках философы и ученые в борьбе против феодальной, католической философии обратились к ней. Но этот материализм нового времени по содержанию оказался намного богаче древнего, потому что он пытался выяснить, каковы законы взаимодействия материальных частиц и таким образом составить картину того, как все явления от простых физических изменений до человеческой жизни возникают в результате движения и взаимодействия отдельных частей материи. Таким образом, к XVIII веку появились характерные для нового времени теории механистического материализма. Буржуазная философия Механистический материализм явился, по сути дела, идеологией, способом теоретического мышления, поднимающейся буржуазией. Для того, чтобы правильно его понять, мы должны прежде всего понять то, что он возник и развился в противовес феодальной идеологии, что основным предметом его критики были феодальные идеи, что на деле он был самой радикальной формой буржуазной оппозиции феодальному мировоззрению. В период подъема буржуазии были разбиты феодальные общественные отношения и феодальные идеи, воплощенные в католической философии, которая освещала эти феодальные общественные отношения. Феодальная система, экономическая основа которой заключалась в эксплуатации крепостных крестьян феодальными собственниками, включала сложные общественные отношения в вассальной зависимости и субординации. Все это находило отражение не только в социальной и политической философии, но также в философии природы. Для философии природы феодального периода было характерно то, что каждое явление в природе объясняли исходя из его собственного места в системе Вселенной, исходя из его предполагаемого положения зависимости и подчинения в этой системе и конечных целей, служить которым оно было предназначено. Буржуазные философы и ученые разрушили эти феодальные представления о природе. Они рассматривали ее как систему тел, находящихся во взаимодействии и отвергая все феодальные догмы, призывали к исследованию природы с целью раскрыть ее действительный механизм. Исследование природы шло рука об руку с географическими открытиями, развитием торговли и транспорта, совершенствованием машин и мануфактурного производства. Самые крупные успехи были достигнуты в механических науках, которые, так сказать, непосредственно связаны с потребностями технологии. Это привело к тому, что материалистическая теория была обогащена в результате научного исследования природы, в особенности достижениями в различных областях механики. Это определило как силу, так и слабость, как достижение, так и ограниченность материалистической теории. Энгельс пишет, что эту теорию толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и все более бурное развитие естествознания и промышленности. Но она оставалась преимущественно механической, потому что только механические науки достигли высокой степени развития. Ее своеобразную, но неизбежную тогда ограниченность вызывало исключительное приложение масштаба механики к процессам химической и органической природы. Механистический способ понимания природы, однако, возник не просто в силу того факта, что в то время наука была представлена лишь одной механикой, которая достигла значительных успехов. Он глубоко коренился в классовых воззрениях наиболее прогрессивных буржуазных философов, а это вело к тому, что они черпали вдохновение только в механических науках. Точно так же, как буржуазия, свергая феодальное общество, отстаивала индивидуальную свободу, равенство и развитие свободного рынка, наиболее прогрессивные философы буржуазии, материалисты, низвергая феодальные идеи, провозгласили, что мир состоит из отдельных материальных частиц, взаимодействующих друг с другом по законам механики. Это учение о природе, теория природы, отражала буржуазные общественные отношения не в меньшей степени, чем теории, которым оно пришло на смену, отражали феодальные общественные отношения. Но точно так же, как новые буржуазные общественные отношения разорвали феодальные оковы и дали начало новому грандиозному развитию производительных сил, соответствующие им буржуазные взгляды на природу, опрокинули препятствия, воздвигнутые феодальными воззрениями на пути научного исследования и дали начало новому грандиозному развитию научного исследования. Казалось, что философские взгляды находили подтверждение в науке, а наука доставляла материал для развития и детальной разработки философских взглядов. Мир и машина. Мир, так думали механистические материалисты, состоит из одних лишь частиц материи, находящихся во взаимодействии. Каждая частица обладает существованием, отдельным и отличным от любой другой частицы. В их совокупности они образуют мир. Совокупность их взаимодействий образует совокупность всего свершающегося в мире. Эти взаимодействия являются взаимодействиями механического типа, то есть они состоят просто во внешнем воздействии одной частицы на другую. Это все равно, что считать мир в целом ничем иным, как сложным агрегатом механизмов – машиной. С этой точки зрения вопрос, который можно поставить о природе, равносилен вопросу, который можно поставить о машине. Каков ее механизм? Как она действует? Примером этого является изображение Ньютоном солнечной системы. Ньютон разделял тот же самый общий взгляд, что и греческий материалист Эпикур. Поскольку он думал, что материальный мир состоит из частиц, движущихся в пустом пространстве. Но что касается отдельных явлений природы, таких как движение солнца и планет, то Эпикур ни в какой степени не ставил задачей дать точное их описание. Например, о видимом движении солнца в небе с востока на запад, Эпикур говорил, что важно было понять то, что солнце не является богом, а лишь совокупностью атомов. Не было необходимости в объяснении действительного механизма их движения. Он говорил, что, может быть, солнце все время движется вокруг Земли, но, может быть, оно распадается, и его атомы каждую ночь разделяются, так что на следующее утро мы видим новое солнце. Для него подобные вопросы были попросту неважны. Ньютон же, напротив, стремился дать точное описание действия Солнечной системы, объяснить ее механизм с помощью силы тяжести и механических сил. Но точно так же, как Эпикур не интересовался действием Солнечной системы, Ньютон не интересовался тем, как она возникла и как она развивалась. Он принял ее как данную устойчивую совокупность механизмов, созданную, быть может, богом. Он занимался выяснением вопроса не о том, как она возникла и как она развивалась, а о том, как она действовала. Тот же самый механический подход проявился в открытии кровообращения Гарви. Сущность его открытия состоит в том, что он показал механизм кровообращения. Причем он рассматривал сердце как насос, который гонит кровь из сердца по артериям так, что она возвращается обратно по венам, а вся система регулируется серией клапанов. Чтобы лучше понять механистическое мировоззрение, поставим вопрос. Что такое механизм? Чем характеризуется механизм? А. Механизм состоит из неизменных частей, составляющих целое. Б. Требуется движущая сила, чтобы привести его в движение. В. Раз он приведен в движение, то его части взаимодействуют и приводят к определенным результатам в соответствии с законами, которые могут быть с точностью установлены. Рассмотрим, например, такой механизм, как часы. А. Он состоит из некоторого числа различных частей – зубьев, рычагов и т.д., тщательно подогнанных друг к другу. Б. Их нужно заводить. В. Далее, по мере того, как раскручивается пружина, части взаимодействуют по законам в точности известным часовщикам, приводя к регулярному движению стрелок циферблата. Далее, чтобы знать, как действует механизм, подобный часам, его нужно разобрать, установить, каковы его части, как они соединены воедино и как путем взаимодействия, раз механизм приведен в движение, приложением требуемой движущей силы, они создают общее движение, характеризующее механизм в действии. Именно так механистические материалисты рассматривали природу. Они стремились разложить природу, найти ее конечные составные части, выяснить то, как они соединены вместе и каким образом их взаимодействие производит все воспринимаемые нами изменения, все явления мира. Более того, установив, как механизм действует, они стремились найти способ исправить, улучшить, изменить его и заставить его приводить к новым результатам, соответствующим потребностям человека. Сила и достижение механистического материализма Механистический материализм был важной вехой в истории познания природы. Он явился крупным шагом вперед, сделанным буржуазными мыслителями, ударом, нанесенным ими по идеалистической философии. Механисты были последовательны в своем материализме, поскольку они вели прогрессивную борьбу против идеализма и поповщины, пытаясь распространить на область мышления и общества те же самые механистические представления, из которых они исходили при научном исследовании природы. Они стремились включить человека и всю его духовную деятельность в механистическую систему естественного мира. Наиболее радикальные механисты не только физические процессы, и не только растительную и животную жизнь, но и самого человека рассматривали как машину. Уже в XVII веке великий французский философ Декарт утверждал, что все животные являются сложными машинами-автоматами, но человек отличен от них, потому что он обладает душой. А в XVIII веке последователь Декарта, врач Ламетри, написал книгу с интригующим названием «Человек-машина». «Люди тоже являются машинами», — говорил он, «но только очень сложными». На это учение смотрели как на нечто исключительно ужасное, как на страшное оскорбление человеческой природы, не говоря уже о Боге. Все же в свое время это был прогрессивный взгляд на человека. Тот взгляд, что люди являются машинами, был шагом вперед в понимании природы человека по сравнению с тем взглядом, что они — жалкие куски плоти, в которых обитают бессмертные души. Этот взгляд был также сравнительно более человечным. Например, великий английский материалист и утопический социалист Роберт Оуэн говорил, обращаясь к святошим капиталистам своего времени. «Опыт научил вас, как различны результаты, получаемые от механизма, содержащегося в исправности, чистоте, хорошо приноровленного и от механизма, находящегося в грязи, беспорядке, в котором не предупреждают излишнего трения. Если вы можете получить такие благодетельные результаты от должной заботы о ваших неодушевленных машинах, то каких же выгод можно ожидать, если вы обратите одинаковое внимание и на живые машины, организованные несравненно лучше? Однако этот гуманизм был в лучшем случае буржуазным гуманизмом. Как и весь механистический материализм, он коренился в классовых воззрениях буржуазий. Точка зрения, что человек является машиной, коренится в том взгляде, что в производстве человек является простым придатком машины. И если, с одной стороны, это означает, что за человеческой машиной должен быть хороший уход и она должна содержаться в хороших условиях, то, с другой стороны, это равно означает, что для этой цели должно тратиться не больше того, чем строго необходимо требуется для содержания человеческой машины в пригодном для работы состоянии. Слабость и ограниченность механистического материализма Механистический материализм имел серьезные недостатки. Первое. Он не мог провести материалистическую точку зрения последовательно и во всех областях. Если мир подобен машине, то кто создал, кто привел ее в движение? Ни одна система механистического материализма в конечном счете не могла обойтись без верховного существа, находящегося вне материального мира. Даже если это верховное существо уже более не вмешивалось постоянно в дела мира и не поддерживало движение вещей, а только привело вещи в движение и затем наблюдало, что происходит. Существование такого верховного существа постулировалось многими механистическими материалистами, а это открывает дверь идеализму. Второе. Механистический материализм повсюду видит изменения. Однако так как он всегда пытается свести все явления к одной и той же системе механических взаимодействий, он понимает это изменение лишь как вечное повторение механических процессов одних и тех же видов, как вечный цикл одних и тех же изменений. Эта ограниченность неотделима от взгляда на мир, как на машину. Потому что точно так же, как машина должна быть приводима в движение, так мир никогда не может сделать чего-либо, кроме того, что ему предназначено делать. Он не может ни измениться сам, ни создать что-либо совершенно новое. Следовательно, механистическая теория оказывается несостоятельной всякий раз, когда речь идет о том, чтобы объяснить возникновение нового качества. Она повсюду видит изменения, но не замечает ничего нового, никакого развития. Различные процессы природы, например, химические процессы и процессы живой материи, не могут быть в действительности все сведены к одному и тому же виду механического взаимодействия материальных частиц. Химическое взаимодействие отличается от механического тем, что изменения, происходящие в результате химического взаимодействия, приводят к изменению качества. Например, если рассматривать механическое взаимодействие двух сталкивающихся частиц, то их качественное состояние не имеет значения, а результат выражается в изменении количества и направления движения каждой из них. Но если два химических вещества смешиваются и соединяются химически, то возникает новое вещество, качественно отличное от обоих из них. Подобным же образом, с точки зрения механики, тепло есть не что иное, как увеличение количества движения частиц материи. В химии же нагревание ведет к качественным изменениям. Равным образом, процессы природы не заключаются лишь в повторении одного и того же цикла механических взаимодействий. Напротив, в природе существует постоянное развитие и изменения, ведущие к беспрестанному возникновению новых форм существования или, что то же самое, движения материи. Поэтому чем более широко и последовательно категории механики применяются для объяснения природы, тем более выявляется их существенная ограниченность. Третье. Еще в меньшей степени механистический материализм способен объяснить общественное развитие. Механистический материализм является выражением радикального буржуазного взгляда на общество. Этот взгляд заключается в том, что общество рассматривается как состоящее из социальных атомов, воздействующих друг на друга. С этой точки зрения не могут быть раскрыты действительные экономические и социальные причины развития общества. Поэтому великие социальные изменения кажутся результатом совершенно случайных причин. Сама человеческая деятельность представляется или механическим результатом внешних причин, или же еще, и здесь механический материализм скатывается к идеализму, ее рассматривают как чисто стихийную и беспричинную. Одним словом, механистический материализм не может дать объяснение общественной деятельности людей. Механистический материализм и утопический социализм Механистический материализм рассматривал людей совершенно абстрактно, считая каждого человека социальным атомом, наделенным от природы определенными врожденными свойствами, атрибутами и правами. Это нашло выражение в буржуазной концепции прав человека и в буржуазном революционном лозунге «Все люди равны». Но представление о правах человека нельзя вывести из абстрактной природы человека. Оно определяется уровнем общества, в котором живут люди. Точно так же не являются люди тем, что они суть от природы. Они становятся тем, чем они являются, и изменяются в результате своей общественной деятельности. Точно так же люди не равны от природы. В противоположность буржуазной концепции абстрактного равенства, которая сводилась к чисто формальному равенству прав граждан, равенству перед законом, Маркс и Энгельс заявили, что реальное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Энгельс. Анти-Дюринг. Придерживаясь своего абстрактного, механистического взгляда на людей, как на социальные атомы, прогрессивные механисты пытались решить абстрактным образом вопрос о том, какая форма общества была бы наилучшей для человечества, что лучше всего соответствовало бы абстрактной человеческой природе, такой, как они ее представляли. Этот образ мышления был перенят социалистическими мыслителями, непосредственными предшественниками Маркса, утопическими социалистами. Утопические социалисты были механистическими материалистами. Они предлагали социализм в качестве идеального устройства общества. Они не представляли его себе как необходимый результат развития противоречий капитализма. С их точки зрения его можно было бы предложить и осуществить в любое время, если бы только люди догадались сделать это. Они не понимали того, что социализм должен быть завоеван борьбой рабочего класса против капитализма. По их мнению, социализм мог бы быть осуществлен, когда все люди смогли бы убедиться, что он является справедливым и наилучшим образом соответствует потребностям человеческой природы. Вот почему Роберт Оуэн призывал архиепископа Кентерберийского и королеву Викторию поддержать его социальную программу. Далее механистические материалисты, и это относится прежде всего к утопическим социалистам, считали, что то, чем является человек, его характер и деятельность определяется его окружением и образованием. Поэтому они провозглашали, что для того, чтобы сделать людей лучше, счастливее и разумнее, нужно лишь поместить их в лучшие условия и дать им лучшее образование. Но на это Маркс отвечает. Материалистическое учение о том, что люди – суть продукты, обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди – это продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитателя самого надо воспитать. Маркс. Тезисы о Фейербахе. Если люди являются только продуктами обстоятельств, то они находятся во власти обстоятельств. Однако, напротив, люди сами могут изменять обстоятельства. И изменение самих людей наступает не как механическое следствие измененных обстоятельств, но в ходе и в результате их собственной деятельности по изменению обстоятельств. Итак, каковы действительные материальные общественные причины, действующие в человеческом обществе и порождающие новую деятельность, новые идеи и, следовательно, измененные обстоятельства и изменившихся людей? Механистический материализм не мог дать ответа на этот вопрос. Он не мог ни объяснить законов общественного развития, ни показать путь изменения общества. Поэтому, хотя в свое время он и был прогрессивным и революционным учением, он не мог служить руководством в борьбе рабочего класса за изменение общества. Глава 4. От материализма механистического к материализму диалектическому Механистический материализм исходит из определенных догматических предпосылок. Первое. Что мир состоит из постоянных и устойчивых вещей или частиц с определенными неизменными свойствами. Второе. Что частицы материи от природы являются инертными и какое-либо изменение может иметь место лишь при действии некоторой внешней причины. Третье. Что всякое движение, всякое изменение может быть сведено к механическому воздействию отдельных частиц материи. Четвертое. Что каждая частица обладает своей собственной неизменной природой, независимой от чего бы то ни было еще. И что отношения между отдельными вещами являются чисто внешними. Преодолевая механицизм и выходя за пределы его догматической точки зрения, диалектический материализм утверждает, что мир является совокупностью не вещей, а процессов. Что материя неотделима от движения. Что движение материи охватывает бесконечное разнообразие форм, возникающих друг из друга и переходящих друг в друга. И что вещи существуют не как отдельные индивидуальные единицы, а в неразрывной связи и взаимосвязи. Вещи и процессы. Чтобы понять, каким образом можно преодолеть ограниченности механического подхода, следует прежде всего рассмотреть определенные крайне догматические предпосылки, из которых исходят механистические материалисты. Ни для одной из этих механистических предпосылок нельзя найти оправдание. Выясняя и показывая их ошибочность, мы увидим, каким образом механистический материализм может быть превзойден. Первое. Механицизм считает, что основу всякого изменения составляют постоянные и устойчивые вещи, обладающие определенными неизменными свойствами. Таким образом, для механистов мир состоит из неделимых и неразрушимых материальных частиц, которые, взаимодействуя, проявляют такие свойства, как положение, масса, скорость. Согласно механицизму, если бы можно было установить положение, массу и скорость каждой частицы в данный момент времени, то этим было бы сказано все, что можно было сказать о мире в данное время, и было бы возможно, пользуясь законами механики, предсказать все, что должно будет случиться впоследствии. Это первое исходное догматическое положение механицизма. Но мы должны отвергнуть его, потому что мир состоит не из вещей, он состоит из процессов, в которых вещи возникают и исчезают. Мир состоит не из готовых, законченных вещей, пишет Энгельс, а представляет собой совокупность процессов, в которых вещи, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В самом деле, именно этому учат нас новейшие достижения науки. Так, атом, считавшийся когда-то вечным и неделимым, был разложен на электроны, протоны и нейтроны. И сами они не являются элементарными частицами в каком-либо абсолютном смысле слова. То есть они не в большей степени вечны и неразрушимы, чем атом. Напротив, наука все более и более показывает, что они также возникают, уничтожаются и претерпевают многие изменения. Основой всего являются не вещь и не частица, а бесконечные процессы природы, в которых вещи находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются. И более того, естественный процесс бесконечен. Всегда будут существовать новые стороны, подлежащие раскрытию, и его нельзя свести к каким-либо конечным составным частям. Электрон так же неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна, писал Ленин. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Точно так же при изучении общества нельзя понять данного общества, исходя лишь из некоторой совокупности институтов, в которые и посредством которых организованы отдельные индивиды. Для этого нужно изучать происходящие общественные процессы, в ходе которых изменяются как институты, так и люди. Материя и движение. Второе. Второе догматическое положение механицизма состоит в том, что изменение может быть лишь результатом действия некоторой внешней причины. Подобно тому, как ни одна часть машины не приходит в движение, если на нее не действует и не заставляет ее двигаться другая часть машины, подобно этому и механицизм считает материю инертной, лишенной движения, или точнее самодвижения. Согласно механицизму, ничто никогда не движется, если только что-то другое не толкает или не тянет его. Ничто никогда не изменяется без вмешательства чего-либо другого. Неудивительно, что рассматривая материю, подобным образом механисты вынуждены были признавать существование верховного существа, давшего материи первоначальный толчок. Но мы должны отвергнуть это безжизненное, мертвое учение о материи. Это учение отделяет материю от движения. Материя мыслится как пассивная масса, так что движение всегда должно вноситься в материю извне. Дело, однако, обстоит как раз наоборот. Нельзя отделить движение от материи. Движение, по словам Энгельса, есть форма бытия материи. Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебания молекул в качестве теплоты или в качестве электрического и магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь — вот те формы движения, в которых в одной или в нескольких сразу находится каждый отдельный атом вещества в мире, в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны. Они имеют смысл только по отношению к той или другой определенной форме движения. Так, например, известное тело может находиться на Земле в состоянии механического равновесия, то есть в механическом смысле в состоянии покоя. Но это не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей Солнечной системы, как это совершенно не мешает его мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания, или же атомом его вещества совершать известный химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Материя далеко не пассивна, не безжизненна и не инертна. Она по самой своей природе находится в процессе постоянного изменения и движения. Раз мы это поняли, отпадает надобность в первом толчке. Движение, как и материя, никогда не имело начала. Представление о неразрывной связи материи и движении, понимание того, что движение есть форма бытия материи, дает возможность ответить на ряд труднейших вопросов, которые обычно навязчиво возникают в умах людей, когда они рассуждают о материализме, и которые заставляют их покидать материализм и искать у попов разъяснение конечной истины относительно мира. Был ли мир сотворен верховным существом? Каково происхождение материи? Каково происхождение движения? Что является первоначалом всего сущего? Что есть первопричина? Вопросы такого рода приводят людей в затруднения. Можно дать ответы на эти вопросы. Нет, мир не был сотворен верховным существом. Любое особое строение материи, любой особый процесс движущейся материи имеет происхождение и начало. Они порождены каким-либо предшествующим строением материи, каким-либо предшествующим процессом движущейся материи. Но движущаяся материя не имеет ни происхождения, ни начала. Наука учит, что материя и движение неразрывны. Какими бы статичными ни казались нам некоторые вещи, в них имеется постоянное движение. Атом, например, сохраняет тождество с самим собой лишь посредством постоянного движения своих частей. Таким образом, при изучении причин изменения следует искать не только внешние его причины, но прежде всего следует искать источник движения в самом процессе, в его собственном самодвижении, во внутренних импульсах развития, содержащихся в самих вещах. Так, при изучении причин общественного развития и его законов не следует рассматривать общественные изменения как результат действий великих людей, которые навязывают свои высшие идеи и волю инертной массе общества, или как результат стечения случайных обстоятельств или действия внешних факторов, но как результат развития внутренних сил самого общества, а это значит развитие общественных производительных сил. Таким образом, в отличие от утопистов, мы считаем, что социализм будет осуществлен не в результате мечтаний реформаторов, а в результате развития самого капиталистического общества, внутри себя содержащего причины, которые с неизбежностью должны привести его к концу и к социалистической революции. Формы движения материи Третье. Третье догматическое положение механицизма состоит в том, что механическое движение частиц, то есть простое перемещение частиц в результате действия на них внешних сил, рассматривается как конечная основная форма движения материи и считается, что все изменения, все свершающееся в мире, может быть сведено к такому механическому движению частиц и объяснено посредством него. Таким образом, все движение материи сводится к простому механическому движению. Все изменяющиеся качества, которые мы находим в материи, являются ничем иным, как проявлениями основного механического движения материи. Как бы ни были разнообразны эти проявления, какие бы новые и высшие формы развития, казалось, не возникали, все они должны быть сведены к одному и тому же – вечному повторению механического взаимодействия отдельных частей материи. Трудно найти какое-либо оправдание для такого предположения. В материальном мире существуют различные типы процессов, которые представляют собой различные формы движения материи. Но их никоим образом нельзя свести к одной и той же механической форме движения. Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, то есть понимаемое как форма бытия материи, как внутренне присущий материи атрибут обнимает собою все происходящие во Вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением. Само собой разумеется, что изучение природы движения должно было исходить от низших, простейших форм его и должно было научиться понимать их прежде, чем могло дать что-нибудь для объяснения высших и более сложных форм его. Фридрих Энгельс, «Диалектика природы». Простейшей формой движения является простое перемещение тел, законы которого изучает механика. Но это не значит, что все движение может быть сведено к этой простейшей форме движения. Это скорее значит, что нужно изучать, каким образом из этой простейшей формы движения возникают и развиваются все высшие формы движения, от простого перемещения и кончая мышлением. Одна форма движения превращается в другую и возникает из другой. Высшая и более сложная форма движения не может существовать без низшей и более простой формы. Но это не значит, что она может быть сведена к этой более простой форме. Она неотделима от более простой формы, но этим не исчерпывается ее сущность. Например, мышление, происходящее в наших головах, неотделимо от химического, электрического и так далее движения, происходящего в сером веществе мозга. Но его нельзя свести к этому движению, этим не исчерпывается его сущность. Однако материалистическую точку зрения, отвергающую механистическое представление о том, что все формы движения материи можно свести к механическому движению, не следует смешивать с идеалистическим представлением о том, что возникновение высших форм движения нельзя объяснить развитием из низших форм. Например, идеалисты утверждают, что жизнь как форму движения материи невозможно вывести из каких-либо процессов, присущих неживой материи. По их мнению, жизнь может возникнуть лишь путем внесения извне в материальную систему чего-то таинственного — жизненной силы. Но утверждение о том, что высшая форма движения не может быть сведена к низшей форме, не означает, что эта высшая форма не может возникнуть из низшей в ходе развития последней. Так, материалисты всегда будут утверждать, что жизнь, например, появляется на определенной ступени развития более сложных форм неживой материи и возникает в результате этого развития, а не в результате внесения в неживую материю таинственной жизненной силы. В данной области задачей науки еще остается показать экспериментально, каким образом происходит переход от неживой материи к живой. Таким образом, механистическая программа сведения всего движения материи к простому механическому движению должна быть отвергнута. Скорее, мы должны изучать все бесконечно разнообразные формы движения материи в их превращениях друг в друга и как они возникают друг из друга, сложные из простых, высшие из низших. Что касается общественных явлений, то никто еще не пытался показать, каким путем социальные изменения можно объяснить механическим взаимодействием атомов. составляющих тела различных членов общества. Хотя такая попытка была бы логическим завершением механистической программы. Но нечто подобное пытается сделать механистическая теория, известная под названием экономический детерминизм. Согласно этой теории, все общественное движение должно быть объяснено экономическими изменениями, происходящими в обществе. Все определяющие факторы социального изменения исчерпаны, когда описан экономический процесс. Это пример механистической программы сведения сложного движения к одной простой форме. Процесса социального изменения, включающего все политическое, культурное и идеологическое развитие, к простому экономическому процессу. Но задачу объяснения общественного развития нельзя осуществить, пытаясь свести все движения к экономическому процессу. Задача состоит скорее в том, чтобы показать, как на основе экономического процесса возникают и играют свою роль в сложном общественном движении все разнообразные формы общественной деятельности. Вещи и их взаимосвязь. Четвертое. Последнее догматическое положение механицизма, о котором следует упомянуть, сводится к следующему. Считают, что каждая из вещей или частиц, взаимодействие которых, как предполагают, производит всю совокупность событий во Вселенной, обладает своей собственной неизменной природой, совершенно независимой от всего остального. Другими словами, считают, что каждую вещь можно рассматривать как существующую отдельно от других вещей, как независимую единицу. Если исходить из этого предположения, то это значит считать, что все отношения между вещами являются чисто внешними отношениями. Это значит утверждать, что вещи вступают друг с другом в разнообразные отношения, но эти отношения являются случайными и безразличными для природы соотносящихся вещей. И если каждая вещь рассматривается как отдельная единица, вступающая во внешние отношения с другими вещами, то, следовательно, механицизм рассматривает целое лишь как сумму его отдельных частей. Согласно этому взгляду, свойства и законы развития целого определяются исключительно лишь свойствами всех его частей. Ни одно из этих положений не является правильным. Ничто не существует и не может существовать в исключительной изоляции, отдельно от своих условий существования, независимо от своих взаимоотношений с другими вещами. Вещи возникают, существуют и уничтожаются, не каждая независимо от всех других вещей, но каждая в ее отношении к другим вещам. Сама природа вещи видоизменяется и преобразуется через ее отношение к другим вещам. Когда вещи вступают в такие отношения, что они становятся частями целого, то целое нельзя считать лишь общей суммой частей. Верно, что целое не существует отдельно и независимо от своих частей, но взаимные отношения, в которых части вступают, образуя целое, изменяют их собственные свойства. Так что, если можно сказать, что целое определяется частями, то равным образом можно сказать, что части определяются целым. Наконец, само развитие науки еще раз показывает несостоятельность старых механистических положений. Эти положения имеют силу лишь в очень узкой области. При изучении механических взаимодействий дискретных раздельных частиц. В физике они были опровергнуты уже развитием исследований электромагнитного поля. Еще менее приемлемы они в биологии при изучении живой материи. И еще менее они приемлемы при изучении человека и общества. Нельзя понять общественный процесс, что всегда пытаются сделать механисты, рассматривая его просто как результат системы неизменных, характерных черт человеческой природы, ибо человеческая природа всегда обусловлена и всегда изменяется в связи с изменением в человеческих общественных отношениях. Преодоление ограниченности механистического материализма. Когда мы рассматриваем и отвергаем эти положения механистического материализма, мы, следовательно, начинаем сознавать необходимость в материалистическом учении другого, нового типа, в материализме, который преодолевает слабости и узкие догматические положения механицизма. Именно таким является диалектический материализм. Диалектический материализм рассматривает мир не как совокупность законченных вещей, а как совокупность процессов, в которых все вещи подвержены непрерывному изменению, возникновению и уничтожению. Диалектический материализм считает, что материя постоянно находится в движении, что движение есть форма бытия материи. Так что материя не в большей степени может существовать без движения, чем движение без материи. Нет никакой надобности, чтобы движение вносилось в материю какой-то внешней силой. Прежде всего, необходимо искать внутренние источники развития, самодвижения, которые присущи всем процессам. Диалектический материализм понимает под движением материи то, что включает в себя все изменения и процессы во Вселенной, от простого перемещения и кончая мышлением. Следовательно, он признает бесконечное разнообразие форм движения материи, превращение этих форм друг в друга, их развитие от простых к сложным, от низших к высшим. Диалектический материализм считает, что в многообразных процессах, происходящих во Вселенной, вещи возникают, изменяются и уничтожаются не как отдельные индивидуальные единицы, но в существенных взаимоотношениях и во взаимосвязи. Поэтому они не могут быть поняты в их оторванности и обособленности, но лишь в их отношении и взаимосвязи. В диалектическом материализме, следовательно, материалистическое учение становится неизмеримо более богатым по содержанию, более исчерпывающим, чем предшествующий механистический материализм. Глава пятая. Диалектическое учение о развитии. В то время, как ранние философские учения считали, что Вселенная остается всегда в сущности одной и той же, вечным кругом тех же самых процессов наука указала на факт эволюции. Но, признавая факт эволюционного развития, буржуазные мыслители попытались понять и объяснить его на фантастический, идеалистический лад. Они понимали развитие как всегда гладкий, постепенный процесс, не признавая перерывов постепенности, скачков от одного состояния к другому. Следуя идеям Гегеля, восприняв революционную сторону его философии и в то же время освободив ее от идеалистической шелухи, Маркс и Энгельс создали диалектико-материалистическое учение о развитии. Ключ к пониманию развития в природе и обществе и к пониманию скачков и перерывов постепенности, которые характеризуют всякое действительное развитие, лежит в признании внутренних противоречий и противоположных борющихся тенденций, действующих во всех процессах. Это открытие Маркса и Энгельса явилось революцией философии и превратило ее в революционное оружие трудящихся, в метод познания мира с целью его изменения. Идея эволюции. Мы видели, что преодоление механистической точки зрения, осуществленное диалектическим материализмом, основывается на развитии науки и полностью им подтверждается. Действительно, прогресс самой науки разрушил в целом представление о Вселенной, которого придерживались механистические материалисты. Согласно этому представлению, Вселенная всегда остается по существу той же самой. Это огромная машина, которая всегда делает одно и то же, продолжает вырабатывать одни и те же продукты, движется в вечном круге одних и тех же процессов. Так, привыкли думать, что звезды и солнечная система всегда остаются теми же самыми, и что Земля с ее материками и океанами, растениями и животными, населяющими их, также всегда остается той же самой. Но это представление уступило дорогу учению об эволюции, которая вторглась во все области исследования без исключения. Наука не развивается изолировано от общества в целом, и это широкое применение идеи эволюции вызвано не просто ее подтверждением в научной теории, но также обусловлено ее популярностью среди новых поднимающихся сил промышленного капитализма, которые сами покровительствовали науки. Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было неизменное сохранение старого способа производства. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Карл Маркс, манифест коммунистической партии. Промышленные капиталисты считали себя носителями прогресса, и так же, как они считали прогресс законом капитализма, они считали его законом всей Вселенной. Так возникает возможность огромного шага вперед в научной картине Вселенной. Мы обнаруживаем, что развивающаяся картина Вселенной не статична, не остается всегда одной и той же, а находится в непрестанном прогрессивном развитии. Выяснилось, что звезды существовали не всегда, они образовались из скоплений рассеянного газа. Однажды, образовавшись вся звездная система со всеми входящими в нее звездами, шаг за шагом претерпевает эволюционный процесс. Вокруг некоторых звезд, подобно тому, как это было с нашим Солнцем, возникают планеты, и они становятся своеобразными солнечными системами. Так возникла Земля. По мере охлаждения поверхности Земли образовались определенные химические соединения. Такие химические соединения не могли образоваться при высокой температуре звезд. Так материя начала проявлять новые свойства, отсутствовавшие у нее раньше свойства химического соединения. Затем из сложных связей углеродных атомов образовались органические соединения. А из органической материи возникли первые тела, которые стали проявлять свойства жизни живой материи. Снова возникли новые свойства материи, свойства живой материи. Живые организмы претерпели длительную эволюцию, приведшую в конечном счете к появлению человека. Вместе с человеком родилось человеческое общество. И снова возникли новые процессы с новыми законами. Законами общества и законами мышления. Что будет дальше? Буржуазная наука не может показать, что будет дальше. Здесь ее предел, так как буржуазная наука не может предположить конец капитализма. Но социалистическая наука показывает, что самому человеку предстоит начать новую фазу развития. Коммунистическое общество, в котором весь социальный процесс будет подчинен его собственному сознательному планомерному руководству. Все вышеизложенное представляет собой историю развития материальной вселенной. Можно сказать, что за исключением последнего пункта все это общеизвестно. Буржуазным мыслителям известно это не хуже, чем марксистам, хотя они об этом часто забывают. Но марксизм настаивает не только на том факте, что все в мире находится в процессе развития. Открытие марксизма состоит в том, что он выяснил, каким образом материалистически понять и объяснить это развитие. Это означало, что марксизм открыл законы материалистической диалектики. Вот почему только марксизм способен дать полное научное объяснение развития и указать путь будущего развития. Именно в этом заключается смысл великого открытия Маркса, которое показало, как понимать материалистические изменения и развития, и, следовательно, как стать хозяевами будущего. Идеалистические представления об изменении и развитии Каким образом буржуазные мыслители пытались объяснить обнаруженное ими всеобщее изменение и развитие? Рассмотрим, что утверждали некоторые из них на протяжении более века. Гегель говорил, что весь процесс развития, происходящий в истории, был вызван осуществлением абсолютной идеи в истории. Герберт Спенсер говорил, что все развитие представляет собой процесс возрастания интеграции материи и считал его причиной некую, как он выражался, непостижимую и вездесущую силу. Анри Бергсон говорил, что все сущее представляет собой процесс эволюции, вызываемой деятельностью жизненной силы. Совсем недавно школа английских философов пустила в обращение фразу «эмерджентная эволюция». Философы этой школы указывали, что в ходе развития постоянно возникают одно за другим новые качества материи. Но по вопросу о том, почему это развитие должно происходить именно так, один из вождей этой школы, профессор Самуэл Александр, заявил, что это необъяснимо и должно быть принято с естественной верой. Тогда как другой из ее вождей, профессор Ллойд Морган утверждал, что это должно быть следствием действующей в мире некой имманентной силы, которую он отождествлял с Богом. Таким образом, всякий раз, когда было нужно объяснить развитие, обращались к фантазии, к чему-то необъяснимому и непредсказуемому. И точно так же, когда они рассуждали о будущем, все эти буржуазные философы эволюции или утверждали, подобно Гегелю, что развитие в данный момент закончилось. Гегель учил, что абсолютная идея полностью осуществлена в прусском государстве, видным чиновником, которого он был, или же считали будущее непознаваемым. В настоящее время они начинают терять всякую надежду и рассматривают все прошлое, настоящее и будущее как непостижимое, как следствие действия таких сил, которые никто и никогда не может понять и контролировать. Та же история имеет место в других науках. В космогонии, изучающие эволюцию звезд, обращаются к сверхъестественному творцу, считая его положившим начало этому процессу. Биологи, изучающие развитие органической жизни, обращаются к ряду непредсказуемых случаев, произвольной мутации генов, как основе процесса в целом. Однако подобные представления являются ненаучными. Почему? Эти представления являются ненаучными, потому что их сторонники утверждают, что процессы, которые они, как предполагается, изучают, происходят без всякой причины. Верно, что это утверждение часто делается под покровом научной объективности и скромности. Открыто не говорится, что не существует никакой причины, а утверждается лишь то, что в настоящее время у нас нет путей к установлению того, какова эта причина, если она вообще существует. Но такие оговорки не меняют существа рассматриваемых теорий, потому что факт остается фактом. Говорить ли, что материя была создана, что мутации совершаются самопроизвольно или же признавать возможность существования чего-либо без причины, без всякой причины, которую можно установить, это одно и то же. Такие утверждения не заслуживают даже того, чтобы быть названными предварительными научными гипотезами. Они являются просто-напросто идеалистическими выдумками, фантазиями. Наука может не знать еще почему что-либо происходит, но утверждать, что это происходит без всякой причины, значит отречься от науки. Вторым пороком эволюционных идей большинства буржуазных мыслителей является то, что они рассматривают процесс развития как гладкий, постепенный и непрерывный процесс. Они считают, что процесс перехода от одной стадии развития к другой происходит через ряд переходных градаций, без борьбы и какого-либо перерыва постепенности. Но постепенность не является законом развития. Напротив, периоды гладкого, постепенного эволюционного развития прерываются внезапными и резкими изменениями. Новая стадия развития наступает, когда созрели для нее условия путем перерыва постепенности, путем скачка от одного состояния к другому. Гегель первый указал на это. Он замечает, что с каждым периодом перехода дело обстоит подобно тому, как у ребенка после продолжительного спокойного питания первое вдыхание нарушает постепенность только количественного роста, вместе с чем совершается качественный прыжок и дитя рождается. Гегель феноменология духа. Но только Маркс последовал этому глубокому замечанию Гегеля. Что касается буржуазных мыслителей последующего периода, то хотя научные исследования и даже обычный опыт ясно показывали, что развитие не может происходить без перерыва постепенности, без резких переходов и скачков, от одного состояния к другому, они тем не менее пытались в своих общих теориях сделать непрерывную постепенность с законом развития. Это предубеждение в пользу гладкой линии развития шло рука об руку с либеральной верой, что капиталистическое общество будет развиваться гладко через упорядоченный буржуазный прогресс, расширяющийся от прецедента к прецеденту, как однажды выразился Теннисон. Придерживаться иного представления о развитии вообще означало бы придерживаться иного представления об общественном развитии в частности. Учение диалектического материализма о развитии Вопрос о материалистическом понимании и объяснении развития, то есть об объяснении в соответствии с фактами, понятыми в их собственной, а не в какой-то фантастической связи, решен диалектическим материализмом. Диалектический материализм рассматривает Вселенную не как статичную и неизменную, а как находящуюся в постоянном процессе развития. Он рассматривает это развитие не как гладкий, постоянный и непрерывный процесс, но как процесс, в котором периоды постепенного эволюционного изменения сменяются перерывами постепенности, внезапными скачками от одного состояния к другому. И он ищет объяснение этого всеобщего развития, его движущую силу, не в выдумках идеалистической фантазии, а внутри самих материальных процессов, во внутренних противоречиях, борющихся противоположных силах, действующих во всяком процессе природы и общества. Основные идеи материалистической диалектики, применяемые при рассмотрении законов развития реального материального мира, включая общества, будут изложены в следующих главах. Но вот как их подытоживает Ленин. Сутью материалистической диалектики является признание противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы. Только это дает ключ к самодвижению всего сущего. Только это дает ключ к скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового. В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов. Развитие есть борьба противоположностей. Ленин в философской тетради. От Гегеля к Марксу Везде, где действуют противоречия, существует источник развития. Эту глубокую мысль впервые высказал Гегель, но он разработал ее на идеалистический лад. Согласно Гегелю, весь процесс развития в материальном мире, мир в пространстве и времени, является ничем иным, как осуществлением абсолютной идеи, существующей вне времени и пространства. Идея развивается через ряд противоречий, и именно это идеальное развитие проявляется в материальном мире. Если пространственные и временные вещи вынуждены претерпевать ряд превращений и возникать и уничтожаться одна за другой, то это потому, что они являются лишь воплощением самопротиворечивого развития абсолютной идеи. Для Гегеля развитие реальных вещей является следствием самопротиворечивости их понятий. Так как если понятие самопротиворечиво, то вещь, в которой осуществляется это понятие, не может быть устойчивой, а должна в конечном счете подвергнуть себя отрицанию и превратиться во что-то другое. Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать понятие вещей, как отражение этих вещей в нашем сознании, вещи сами рассматривались как осуществление всех понятий. Энгельс в следующих словах подводит итог материалистической критики критикой. Гегель не был просто отброшен в сторону. Наоборот, была подхвачена революционная сторона его философии, диалектический метод, но этот метод в его гегелевской форме был непригоден. У Гегеля диалектика есть саморазвитие понятия. Абсолютное понятие не только существует неизвестно где, от века, но и составляет истинную, животворящую душу всего существующего мира. Обнаруживающаяся в природе и в истории диалектическое развитие, то есть причинная связь того поступательного движения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные попятные шаги пробивается от низшего к высшему. Это развитие является у Гегеля только отпечатком самодвижения понятия, вечно совершающегося неизвестно где, но во всяком случае совершенно независимо от всякого мыслящего человеческого мозга. Надо было устранить это идеологическое извращение. Вернувшись к материалистической точке зрения, мы снова увидели в человеческих понятиях отображение действительных вещей, вместо того, чтобы в действительных вещах видеть отображение тех или иных ступеней абсолютного понятия. Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления. Два ряда законов, которые, по сути дела, тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, что человеческая голова может применять их сознательно, между тем, как в природе, до сих пор большей частью и в человеческой истории они пролагают себе дорогу бессознательно, в форме внешней необходимости, среди бесконечного ряда кажущихся случайностей. Таким образом, диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения действительного мира. Вместе с этим гегелевская диалектика была перевернута, а лучше сказать, поставлена на ноги, так как прежде она стояла на голове. Тем самым революционная сторона гегелевской философии была восстановлена и одновременно освобождена от тех идеалистических обшивок, которые у гегеля затрудняли ее последовательное проведение. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Это материалистическое понимание диалектики является ключом к тому, чтобы находить силы развития в самом материальном мире, не прибегая к внешним причинам. Это открытие явилось результатом всего развития науки и философии. Но прежде всего оно явилось результатом изучения законов общества, изучения, ставшего необходимым благодаря самому развитию общества. Оно явилось результатом открытия противоречий капитализма, выяснения сил общественного развития и показа тем самым пути вперед от капитализма к социализму. Вот почему буржуазные мыслители не могут решить проблемы раскрытия реальных материальных сил развития в природе и обществе. Решить эту проблему значит вынести капиталистической системе смертный приговор. И здесь они молчат. Решить его может лишь революционная философия авангарда революционного класса, рабочего класса. Открытые Марксом законы материалистической диалектики показывают нам как понимать диалектическое развитие природы. Но прежде всего они показывают как понимать общественные изменения и как вести рабочему классу борьбу за социализм. Это открытие означает революцию философии. Оно означает триумф материализма над идеализмом, потому что оно покончило с ограниченностями чисто механистического материализма прошлого. Оно также положило конец всем философским системам. Оно превратило философию в революционное оружие трудящихся, в инструмент, в метод познания мира, так же, как и его изменения. Подводя итог основным идеям материалистической диалектики, Сталин писал, «В жизни всегда существуют новое и старое, растущее и умирающее, революционное и контрреволюционное. И то, что в жизни рождается и изо дня в день растет, неодолимо остановить его движение вперед невозможно». То есть, если, например, в жизни рождается пролетариат как класс, и он изо дня в день растет, то, как бы слаб и малочислен ни был он сегодня, в конце концов он все же победит. Почему? Потому что он растет, усиливается и идет вперед. Наоборот, то, что в жизни стареет и идет к могиле, неизбежно должно потерпеть поражение, хотя бы оно сегодня представляло из себя богатырскую силу. То есть, если, например, буржуазия постепенно теряет почву под ногами и с каждым днем идет вспять, то, как бы сильна и многочисленна не была она сегодня, в конце концов она все же потерпит поражение. Сталин, анархизм или социализм? Таким образом, материалистическая диалектика Маркса указывает нам путь вперед и придает непоколебимую веру в наше дело. Морис Корнфорд «Диалектический материализм» Часть вторая «Диалектика» Глава шестая «Диалектика и метафизика» Диалектика как метод исследования, как метод мышления противоположна метафизике. Метафизический способ мышления имеет дело с абстракциями. Он рассматривает вещи в их обособленности, абстрагируясь от их действительных условий существования и взаимосвязей. Метафизический метод рассматривает вещи как неподвижные и застывшие, абстрагируясь от их действительного изменения и развития. Поэтому он вырабатывает неподвижные формулы и всегда выдвигает любой вопрос в форме абсолютно резких противоположностей или-или. Он не способен понять единство и борьбу противоположных процессов и тенденций, проявляющихся во всех явлениях природы и общества. В отличие от метафизики, цель диалектики состоит в том, чтобы проследить действительные изменения и взаимосвязь в мире и чтобы мыслить вещи всегда в их действительном движении и взаимосвязи. Метафизический способ мышления Диалектический материализм мировоззрения марксистско-ленинской партии является материалистическим по своей теории, по своему истолкованию и пониманию всего существующего, диалектическим по своему методу. Мы видели, что материалистическое понимание противоположно идеалистическому пониманию. Далее мы видели, что раньше материалисты истолковывали вещи на механистический лад и что механистический материализм оказался неспособным объяснить действительные процессы изменения и развития. Для этого необходима материалистическая диалектика, необходимо изучать и понимать вещи диалектически. В самом деле диалектический метод есть не что иное, как метод изучения и понимания вещей в их действительном изменении и развитии. И как таковой диалектический метод противоположен метафизическому? Что такое метафизика? Или точнее, что такое метафизический способ мышления, противоположностью которого является диалектический способ мышления? По сути дела, метафизика есть абстрактный способ мышления. В определенном отношении всякое мышление абстрактно, так как оно оперирует общими понятиями и по необходимости должно отвлекаться от массы отдельных и несущественных деталей. Например, если мы говорим, что люди обладают двумя ногами, то мы рассуждаем о наличии двух ног у людей, абстрагируясь от их других свойств. Таких как обладание головой, двумя руками и так далее. Точно так же наше рассуждение относится ко всем людям вообще, отвлекаясь от индивидуальности единичных людей – Петра, Павла и так далее. Но имеются разные абстракции. Для метафизики характерно то, что она создает ложные, вводящие в заблуждение абстракции. Как говорит Энгельс, искусство оперировать понятиями не есть что-либо врожденное, а требует действительного мышления. Энгельс антидюринг. Искусство правильного мышления требует изучения того, каким образом избегать метафизических абстракций. Например, если мы мыслим о людях, о человеческой природе, то нам следует мыслить таким образом. Мы признаем, что люди живут в обществе, и что их человеческая природа не может быть независима от их жизни в обществе, а напротив, развивается и изменяется с развитием общества. В таком случае мы создадим представления о человеческой природе, которые соответствуют действительным условиям существования людей и их изменению и развитию. Однако очень часто о человеческой природе мыслят совсем по-другому. А именно так, как будто бы существует какая-то человеческая природа, которая проявляется совершенно независимо от действительных условий существования людей, и всегда и повсюду остается в точности той же самой. Мыслить подобным образом – это значит, безусловно, создавать ложную, вводящую в заблуждение абстракцию. И вот именно такой абстрактный способ мышления мы называем метафизическим. Понятие неподвижной, неизменной человеческой природы является образцом метафизической абстракции, метафизического образа мышления. Метафизик мыслит не о действительных людях, а об абстрактном человеке. Метафизика или метафизический способ мышления – это, следовательно, такой способ мышления, который мыслит вещи, первое, абстрагируясь от условий их существования, и второе, абстрагируясь от их изменения и развития. Он мыслит вещи, первое, отдельно друг от друга, игнорируя их взаимосвязи, и второе, как неподвижные и застывшие, игнорируя их изменения и развития. Мы уже привели один пример метафизического способа мышления. Нетрудно привести еще массу их. В самом деле, метафизический образ мышления так широко распространен и в такой степени стал нераздельной частью ходячей буржуазной идеологии, что едва ли найдется журнальная статья, радиопередача или книга ученого-профессора, в которых нельзя найти примеров метафизических ошибок. Например, изрядно наговорено и написано о демократии. Но ораторы и писатели обычно имеют в виду какую-то чистую или абстрактную демократию, которую они пытаются определить, абстрагируясь от действительного развития общества, классов и классовой борьбы. Но не может быть такой чистой демократии. Это метафизическая абстракция. Чтобы понять сущность демократии, обязательно нужно поставить вопрос. Демократия для кого? Для эксплуататоров или эксплуатируемых? Нужно понять, что поскольку демократия является формой правления, не существует демократии, не связанной с господством какого-нибудь определенного класса, и что демократия, устанавливаемая при господстве рабочего класса, является более высокой формой демократии, чем буржуазная демократия. Точно так же, как буржуазная демократия – это более высокая форма демократии, чем, скажем, демократия рабовладельцев Древней Греции. Иными словами, не следует пытаться рассуждать о демократии, абстрагируясь от действительных общественных отношений и от действительного изменения и развития общества. Далее пацифисты пытаются основывать свою оппозицию в войне на том положении, что все войны несправедливы. Они рассуждают о войнах абстрактно, не учитывая того, что характер каждой отдельной войны определяется соответственно исторической эпохе, целям войны и классам, в интересах которых она ведется. В результате этого они не видят различия между войнами империалистическими и освободительными. Между справедливыми и несправедливыми войнами. В настоящее время в большинстве английских школ детей регулярно подвергают тестам умственных способностей. Утверждается, что каждый ребенок обладает определенным неизменным количеством умственных способностей, которые можно определить независимо от действительных условий существования ребенка. И что оно определяет его способности на протяжении всей его жизни, независимо от тех условий изменения и развития, в каких впоследствии он может оказаться. Это еще один пример метафизики. В данном случае метафизическое представление об умственных способностях используется в качестве оправдания для того, чтобы лишить большинство детей возможности получить образование на том основании, что их умственные способности слишком низки, чтобы они могли пользоваться такой возможностью. Вообще говоря, метафизика – это такой способ мышления, который пытается установить раз и навсегда сущность, свойства и возможности всего, что он рассматривает. Следовательно, этот способ исходит из предположения, что каждая вещь обладает неизменной сущностью и неизменными свойствами. И он мыслит скорее с помощью понятий о вещах, чем о процессах. Он пытается свести все к формуле, которая утверждает, что весь мир или любая часть мира, который мы рассматриваем, состоит из таких-то и таких-то вещей с такими-то и такими-то свойствами. Такую формулу мы можем назвать метафизической формулой. Так, Энгельс указывает на старый метод исследования и мышления, который Гегель называет метафизическим, который имел дело преимущественно с вещами, как с чем-то законченным и неизменным. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В философии метафизика часто означает поиски конечных составных частей мира. Поэтому материалисты, которые утверждали, что конечные составные части являются маленькими, твердыми материальными частицами были такими же метафизиками, как и идеалисты, которые утверждали, что конечными составными частями являются духи. Все эти философы полагали, что они могут резюмировать конечную природу мира в некой формуле. У одних из них была одна формула, у других другая, но все они были метафизиками. Однако это было безнадежным исканием. Нельзя резюмировать всю бесконечную, изменяющуюся Вселенную в какой-либо из таких формул. И чем более мы работаем в этом направлении, тем более это становится очевидным. Теперь должно быть ясно, что механистический материализм, который мы рассматривали в предшествующих главах, с полным основанием может быть назван метафизическим материализмом. Отметим мимоходом, что в настоящее время некоторые философы, так называемые позитивисты, утверждают, что они выступают против метафизики. Поскольку, как они сами заявляют, они отрицают всякую философию, которая стремится найти конечные составные части мира. Для них метафизика означает любую теорию, оперирующую абсолютами, которые нельзя проверить в чувственном опыте. Позитивисты говорят, что мы не имеем права утверждать, что существует что-либо, кроме наших собственных чувственных восприятий. Они говорят, что утверждать что-либо, помимо этого, является метафизикой. Употребляя термин в этом смысле, они скрывают тот факт, что сами они вообще говоря, больше метафизики, чем любые другие философы, так как их собственный способ мышления доходит до крайности метафизической абстракции. Что может быть более метафизичным, чем воображать, как это делают философы-позитивисты? Что наш чувственный опыт существует оторвано от реального, материального мира, находящегося вне нас. На деле они сами превращают чувственный опыт в метафизический абсолют. В противоположность абстрактному, метафизическому способу мышления, диалектика учит нас мыслить вещи в их действительных изменениях и взаимосвязях. Мыслить диалектически значит мыслить конкретно, а мыслить конкретно значит мыслить диалектически. Противопоставляя диалектический метод метафизики, мы показываем несостоятельность, односторонность и ложность метафизических абстракций. Это соображение помогает нам понять первоначальный смысл слова диалектика. Это слово происходит от греческого слова «диалего», что значит «вести беседу или спорить». Считалось, что обсудить вопрос со всех сторон, под всеми углами зрения, противопоставляя и сталкивая в споре различные односторонние точки зрения, является лучшим методом достижения истины. Такова была, например, диалектика, применявшаяся Сократом. Когда кто-либо утверждал, что он располагает формулой, которая раз и навсегда решает какой-либо вопрос, Сократ вступал с ним в спор, и заставляя его рассмотреть вопрос под различными углами зрения, вынуждал его противоречить себе и таким образом признать, что его формула была ложна. Сократ считал, что при помощи этого метода можно достичь более правильного понимания вещей. Марксистский диалектический метод развился из диалектики в том смысле, как ее понимали греки, и включает ее в себя. Но он гораздо богаче по содержанию и шире по объему. В результате этого он стал чем-то качественно новым по сравнению с дамарксистской диалектикой. Новым революционным методом. Это потому, что диалектический метод сочетается с последовательным материализмом и перестает быть просто средством спора, становясь методом исследования как природы, так и общества. Методом материалистического познания мира, который вырастает из деятельности по изменению мира и руководит ею. Метафизическая формула или-или Метафизика исходит из предположения, что каждая вещь обладает своей собственной неизменной природой, своими собственными неизменными свойствами, и рассматривает каждую вещь саму по себе изолированно. Она пытается определить природу и свойства всех вещей как данных отдельных объектов исследования, не рассматривая вещи в их взаимосвязи и в их изменении и развитии. В силу этого метафизика мыслит вещи в рамках абсолютных противоположностей. Вещи одного рода она противополагает вещам другого рода. Если вещь одного рода, то она обладает одной совокупностью свойств. Если она другого рода, она обладает другой совокупностью свойств. Одно исключает другое, и каждая мыслится отдельно от другой. Энгельс пишет, «Для метафизика вещи и их мысленные отображения, то есть понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого, и один независимо от другого. Он мыслит сплошными неопосредствованными противоположностями. Речь его состоит из «да-да», «нет-нет», «что сверх того, то от лукавого». Для него вещь или существует, или не существует. И точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Энгельс Антидюринг Философы выразили сущность этого метафизического способа мышления в формуле. Каждая вещь есть то, что она есть, а не другая вещь. Может показаться, что это не более как выражение простого, здравого смысла. Но в таком случае это лишь показывает, что сам так называемый здравый смысл содержит ложные представления, которые должны быть выявлены. Этот способ мышления мешает нам изучать вещи в их действительных изменениях и взаимосвязях, во всех их противоречивых аспектах и отношениях, в процессе их превращения из одной вещи в другую вещь. И не только философы являются метафизиками. Имеются, например, левые трет-юнионисты, которые столь же метафизичны, как и представители любой философской школы. Для них каждый член собрания, их отделение трет-юниона является или классово-сознательным активистом, или же в противном случае правым оппортунистом. Каждый должен быть отнесен к той или другой категории, и раз он отнесен к правым, то для них он конченый человек. Их метафизический взгляд на жизнь не учитывает того, что какой-нибудь рабочий, который был их противником в прошлом по одним вопросам, может еще оказаться союзником в будущем по другим вопросам. В одной из пьес Мольера есть человек, который впервые узнает о прозе. Когда ему объясняют, что такое проза, он восклицает. «Как всю свою жизнь я говорил прозой?» Подобным же образом имеются немало рабочих, которые могут с полным основанием сказать. «Как я был метафизиком всю мою жизнь?» У метафизика на все есть свои готовые формулы. Он говорит, или эта формула годна или нет. Если она годна, то она решает вопрос. Если она негодна, то у него готова некая альтернативная формула. Или-или, но не то и другое вместе. Таков его девиз. Вещь является или тем, или этим. Она обладает или данной совокупностью свойств, или иной совокупностью свойств. Две вещи находятся друг к другу или в данном, или в ином отношении. Применение метафизической формулы или-или ведет к бесконечным затруднениям. Например, некоторые испытывают трудность в понимании современных взаимоотношений между империалистами Англии и США. Утверждают, или они сотрудничают, или в противном случае они не сотрудничают. Если они сотрудничают, то тогда между ними нет противоречий. Если же противоречия между ними существуют, то тогда они не сотрудничают. Но дело, однако, обстоит как раз наоборот. Империалисты этих стран действуют заодно, и тем не менее существуют противоречия между ними. И нельзя не понять того, каким образом они сотрудничают между собой, не успешно против них бороться, не поняв разделяющих их противоречий. Далее. Для некоторых представляет трудность понимание возможности мирного сосуществования капиталистических и социалистических государств. Утверждают, что или эти государства могут мирно сосуществовать, в случае чего антагонизм между капитализмом и социализмом должен исчезнуть, или наоборот, антагонизм сохраняется, и в этом случае они не могут мирно сосуществовать. Но дело обстоит как раз наоборот. Антагонизм сохраняется, и все же борьба социалистических государств и миллионов людей во всех странах за мир может привести к мирным отношениям между капиталистическими и социалистическими государствами. Часто бывает трудно избежать метафизического способа мышления. И это потому, что как бы ни был ошибочен этот способ мышления, он коренится в чем-то очень нужном и полезном. Вещи необходимо классифицировать, располагать некоторой системой их классификации, системой обозначения их свойств и отношений. Это является предпосылкой правильного мышления. Мы должны выяснить, какие различные виды вещей существуют в мире, чтобы сказать, что такие-то вещи обладают такими-то свойствами, в отличие от тех вещей, которые обладают другими свойствами, чтобы сказать, каковы отношения между ними. Но если далее рассматривать эти вещи, их свойства и отношения, каждая в отдельности, как неизменные величины, как взаимно исключающиеся понятия, то это уже будет ошибкой. Потому что любая вещь в мире обладает множеством различных и поистине противоречивых сторон, существует в тесной связи с другими вещами, они изолированы от них и подвержены изменению. Поэтому часто случается так, что когда мы классифицируем нечто как А, а не как Б, то эта формула опровергается превращением этого нечто из состояния А в состояние Б, или тем, что в некоторых отношениях она является А, а в других отношениях — Б, или тем, что она обладает противоречивой природой, являясь частью А и частью Б. Например, всем хорошо известно различие между птицами и млекопитающими, и что в то время, как птицы кладут яйца, млекопитающие, как правило, рождают детенышей живыми и вскармливают их молоком. Естествоиспытатели раньше привыкли считать, что млекопитающие строго отличаются от птиц, так как, помимо всех прочих отличий, млекопитающие не кладут яиц. Но это положение было совершенно опрокинуто, когда было обнаружено животное по названию утконос, потому что утконос, хотя он, несомненно, и является млекопитающим, но это такое млекопитающее, которое кладет яйца. Как объяснить это необычное поведение утконоса? Объяснение этого явления следует искать в эволюционной связи между птицами и млекопитающими, которые совместно произошли от первобытных животных, кладущих яйца. Птицы и теперь продолжают класть яйца, тогда как млекопитающие этого уже не делают, за исключением нескольких консервативных видов животных, вроде утконоса. Если рассматривать животных в эволюции, в развитии, то это представляется весьма естественным. Но если пытаться, как это делали прежние естествоиспытатели, подгонять виды животных под некую строгую, неизменную систему классификации, то продукты эволюции опрокинут эту систему. Далее, идея или теория, которая была прогрессивной в одних условиях, когда она впервые возникла, не может быть названа по этой причине прогрессивной в абсолютном смысле, так как позднее в новых условиях она может стать реакционной. Например, механистический материализм, когда он впервые возник, был прогрессивной теорией. Но нельзя сказать, что он и в настоящее время все еще прогрессивен. Наоборот, в новых условиях, которые возникли, механистическая теория стала отсталой, реакционной. Механицизм, бывший прогрессивным в период подъема капитализма, идет рука об руку с идеализмом, как часть буржуазной идеологии периода разложения капитализма. Здравый смысл также признает недостаточность метафизического образа мышления. Например, когда человек лыс, здравый смысл признает, что хотя мы можем отличить лысого человека от нелысого, тем не менее облысение происходит в процессе потери волос, и поэтому люди в середине этого процесса вступают в период, когда нельзя утверждать с абсолютной достоверностью, лысы они или нет. Они находятся в процессе облысения. Метафизическое или-или отказывается служить. Во всех этих примерах мы сталкиваемся с различием между объективными процессами, в которых что-то претерпевает изменения, и понятиями, в которых мы пытаемся обобщить отличительные признаки вещей, участвующих в процессе. Такие понятия никогда не соответствуют и никак не могут всегда и во всех отношениях соответствовать своим объектам именно потому, что объекты претерпевают изменения. Так Энгельс пишет, «Разве понятия, господствующие в естественной науке, фикции, потому что они отнюдь не всегда совпадают с действительностью, с того момента, как мы приняли теорию эволюции, все наши понятия об органической жизни только с приближением соответствуют действительности. В противном случае не было бы вообще никаких изменений. В тот день, когда понятия и действительность в органическом мире абсолютно совпадут, наступит конец развития». Энгельс, письмо к Конраду Шмидту 12 марта 1895 года. И он указывал, что подобные соображения относятся ко всем понятиям без исключения. Единство и борьба противоположностей. Когда мы рассматриваем свойства вещей, их взаимосвязи, способы их действия и взаимодействия, процессы, в которые они вступают, то мы находим, что вообще говоря, все эти свойства, взаимосвязи, взаимодействия и процессы разделяются на коренные противоположности. Например, если мы рассматриваем простейшие способы, которыми два тела могут действовать друг на друга, то находим, что это действие может быть или притяжением, или отталкиванием. Если мы рассмотрим электрические свойства тел, то обнаружим положительное и отрицательное электричество. В органической жизни существует ассимиляция и диссимиляция. Далее, в математике существует сложение и вычитание, плюс и минус. И вообще, к какой бы области исследования мы ни обратились, мы найдем, что она содержит такие коренные противоположности. Мы обнаружим, что рассматриваем не просто известное число различных вещей, различных свойств, различных отношений, различных процессов, но пары противоположностей коренных противоположностей. Как это выразил Гегель, противоположность, по которой различающееся определение имеет против себя не другое определение вообще, но свое собственное иное. Так, если мы рассматриваем силы, действующие между двумя телами, то существует не просто некоторое число различных сил, а эти силы делятся на силы притяжения и силы отталкивания. Если мы рассматриваем электрические заряды, то существует не просто некоторое число различных зарядов, а все эти заряды делятся на положительные и отрицательные и так далее. Притяжение противостоит отталкиванию положительное электричество отрицательному электричеству. Эти коренные противоположности не могут быть поняты посредством метафизического образа мышления. Во-первых, метафизический образ мышления пытается игнорировать противоположности, пытается сбросить их со счета. Он стремится понять данный предмет исследования просто, оставаясь в пределах целого ряда различных свойств вещей и различных отношений между ними, игнорируя коренные противоположности, проявляющиеся в этих свойствах и отношениях. Так, например, те люди, которые метафизически мыслят об обществе, разделенном на классы, пытаются рассматривать общество просто как состоящее из большого числа различных индивидов, связанных между собой всеми видами различных социальных отношений, при этом они игнорируют коренную противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, проявляющиеся во всех этих социальных отношениях. Во-вторых, когда, тем не менее, метафизический образ мышления наталкивается на коренные противоположности и не может их больше игнорировать, тогда, верной своей привычке рассматривать каждую вещь изолированно как неизменную величину, он рассматривает эти противоположности изолированно одну от другой, рассматривает их как существующие отдельно и как исключающие друг друга. Так, например, прежние физики привыкли считать положительное и отрицательное электричество просто лишь двумя различными электрическими флюидами. Но, вопреки метафизике, коренные противоположности не только существуют в любом предмете исследования, но эти противоположности взаимно предполагают друг друга, неразрывно связаны вместе и не могут ни существовать, ни быть понятыми вне связи друг с другом. Этот отличительный признак противоположности известен как полярность. Коренные противоположности являются полярными противоположностями. Магнит, например, обладает двумя полюсами северным и южным. Но эти полюсы, противоположные друг к другу и отличные друг от друга, не могут существовать отдельно один от другого. Если магнит разрезать надвое, то не получится так, что северный полюс останется в одной половине, а южный в другой. Но в каждой половине вновь появляются северный и южный полюсы. Северный полюс существует лишь как противоположность южного, и наоборот, один может быть определен лишь как противоположность другого. Вообще коренная противоположность должна быть понята как полярная противоположность, и каждый предмет исследования должен быть понят при помощи полярной противоположности, заключенной в нем. Так в физике мы находим, что притяжение и отталкивание действуют во всяком физическом процессе таким образом, что они не могут быть отделены и изолированы одно от другого. При рассмотрении живых тел мы не обнаруживаем в одних случаях ассимиляцию, а в других диссимиляцию, но всякий жизненный процесс включает как ассимиляцию, так и диссимиляцию. В капиталистическом обществе растущее обобществление труда неотделимо от своей противоположности, от роста централизации капитала. Математика дает яркие примеры этого единства противоположностей. Она служит прекрасным подтверждением того, что в любой области исследования противоположности не могут быть поняты отдельно друг от друга, а только в их неразрывной связи. Основными действиями математики являются две противоположности сложение и вычитание. Причем сложение и вычитание до такой степени не могут быть поняты отдельно одного от другого, что сложение может быть представлено как вычитание и наоборот действие вычитания. А минус B может быть представлено как сложение минус B плюс А. Подобным же образом деление А на B может быть представлено как умножение А, умноженное на единицу, деленную на B. Энгельс, диалектика природы. Единство противоположностей, их неразрывную связь, никоим образом нельзя понимать как гармоничное и постоянное отношение, как состояние равновесия. Наоборот, единство противоположностей условно, временно, переходящее, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно, как абсолютно развитие, движение. Ленин, философские тетради. Коренные полярные противоположности, существующие в любой области природы и общества, проявляются в конфликте и борьбе противоположных сил. Эта борьба, несмотря на периоды временного равновесия, ведет к постоянному движению и развитию, к бесконечному возникновению и уничтожению всего существующего, к резким изменениям состояния и превращениям. Так, например, равновесие сил притяжения и отталкивания в области физических явлений всегда лишь условно и временно. Конфликт и борьба сил притяжения и отталкивания всегда утверждают себя, приводя к физическим изменениям и превращениям или превращениям в пределах атома, химическим изменениям или в крупном масштабе к вспышкам звезд. Диалектика и метафизика. Подведем итог. Метафизика оперирует понятиями законченных вещей, действительные и возможные свойства которых она стремится зафиксировать и определить раз и навсегда. Она рассматривает каждую вещь саму по себе, изолирована от всех других, в рамках неопосредствованных противоположностей, по формуле или-или. Она противопоставляет одну вещь другой, одно свойство другому, одно отношение другому, не рассматривая вещи в их действительном движении и взаимосвязи, и не учитывая того, что каждый предмет исследования представляет единство противоположностей, единство противоположных друг к другу, но неразрывно связанных вместе сил и тенденций. В противоположность метафизики диалектика отказывается рассматривать вещи сами по себе, как наделенные неизменной природой и неизменными свойствами, по формуле или-или. Она считает, что вещи возникают, существуют и уничтожаются в процессе бесконечного изменения и развития. В процессе сложных и постоянно меняющихся взаимоотношений, в процессе, в котором каждая вещь существует лишь в ее связи с другими вещами и претерпевает ряд превращений, и в котором всегда проявляется единство, неразрывная взаимосвязь и борьба противоположных свойств, сторон, тенденций, характеризующих каждое явление природы и общества. В противоположность метафизики целью диалектики является проследить действительные изменения и взаимосвязи в мире и рассматривать вещи всегда в их движении и взаимосвязи. Так, Энгельс пишет. «Мир состоит не из готовых, законченных вещей, а представляет собой совокупность процессов. Нам уже не могут больше внушать чрезмерное почтение для старой метафизики непреодолимой противоположности». Энгельс, Людвиг, Фейербах и конец классической немецкой философии. «Прежние неизменные противоположности и резкие непереходимые разграничительные линии все более и более исчезают». Центральным пунктом диалектического понимания природы является признание той истины, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и абсолютное значение привнесены в природу только нашей рефлексией. Диалектика берет вещи и их умственное отражение главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении. Энгельс, Антидюринг. Ленин писал, что понимание противоречивых частей всякого явления является сутью диалектики. Она состоит в признании, открытии, противоречивых, взаимоисключающих противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы. И духа, и общества в том числе. Ленин, философские тетради. Наконец, Маркс писал, в своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно, также и с ее переходящей стороны она ни перед чем не преклоняется, и по самому существу своему критично и революционно. Карл Маркс, Капитал, том 1. Глава 7. Изменения и взаимосвязь. Марксистский диалектический метод требует, чтобы мы всегда рассматривали вещи не изолированно, а в их взаимосвязи с другими вещами, в связи с действительными условиями и обстоятельствами каждого случая, чтобы мы рассматривали вещи в их изменении и развитии, в их возникновении и исчезновении, обращая всегда внимание особенно на то, что является новым, возникающим и развивающимся. Отсюда следует, что марксистскому диалектическому методу чуждо пользование готовыми, законченными схемами и абстрактными формулами, а наоборот, он требует тщательного, детального исследования процесса во всей его конкретности, основывая свои выводы лишь на таком анализе. Рассмотрение предметов в их взаимосвязи и обусловленности Диалектический метод, прежде всего, требует, чтобы мы рассматривали вещи не каждую саму по себе, а всегда во взаимосвязи с другими вещами. Это кажется очевидным. Тем не менее, это такой очевидный принцип, о котором очень часто забывают, но о котором очень важно помнить. Мы уже рассмотрели этот принцип и несколько примеров его применения при разборе метафизического способа мышления, поскольку сутью метафизики является абстрактное понимание вещей вне связи с другими вещами и конкретными условиями их существования. Принцип рассмотрения вещей в связи с действительными условиями и обстоятельствами, а не в отрыве от этих действительных условий и обстоятельств всегда имеет коренное значение для движения рабочего класса даже при решении простейших вопросов политики. Например, было время, когда английские рабочие боролись за десятичасовой рабочий день. В то время они поступали правильно, не выдвигая восьмичасовой рабочий день в качестве своего непосредственного требования, так как тогда это еще не было осуществимым требованием. Равным образом они поступили правильно, когда, добившись десятичасового рабочего дня, они не удовлетворились достигнутым. Бывают моменты, когда правильным будет, если отряд рабочих начнет стачку, и бывают моменты, когда это не будет правильным. Такие вопросы должны решаться в соответствии с действительными обстоятельствами каждого случая. Подобным же образом бывают моменты, когда правильным будет продолжать и расширять стачку, и моменты, когда будет правильным прекратить ее. Немногого стоит такой вождь рабочего класса, который пытается решать вопросы политики, исходя лишь из общих принципов, не принимая во внимание действительных условий, в которых приходится проводить политику, не понимая того, что та же самая политика может быть правильной в одном случае и неправильной в другом, в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Так Ленин пишет, «Разумеется, в политике, где дело идет иногда о крайне сложных, национальных и интернациональных взаимоотношениях между классами и партиями, очень много случаев будет гораздо более трудных, чем вопрос о законном компромиссе при стачке или о предательском компромиссе Штрейкбрехера, изменника вождя и тому подобное». Сочинить такой рецепт или такое общее правило, которое бы годилось на все случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться. Ленин – детская болезнь ливизны в коммунизме. Эту готовность марксистов приспосабливать политику к обстоятельствам и изменять политику с изменением обстоятельств иногда называют коммунистическим оппортунизмом. Но на деле здесь нет ничего похожего на оппортунизм. Вернее, имеет место прямо противоположное. Это есть применение на практике науки о стратегии и тактике борьбы рабочего класса. В самом деле, что понимают под оппортунизмом в отношении политики рабочего класса. Оппортунизм означает подчинение коренных интересов рабочего класса в целом временным интересам какой-либо одной группы рабочего класса. Принесение в жертву интересов класса ради отстаивания временных привилегий какой-либо отдельной группы. Коммунисты руководствуются тем принципом Маркса, что они всегда являются представителями интересов движения в целом. Карл Маркс – манифест коммунистической партии. А это значит, что анализируя положение в каждом отдельном случае и решая, какой политике придерживаться в данных конкретных условиях, мы должны исходить из интересов движения в целом. В общих вопросах также может возникнуть величайшая путаница из-за бвения диалектического принципа, что вещи должны рассматриваться не изолировано, а в их неразрывной взаимосвязи. Например, английские лейбористские лидеры в свое время утверждали, а многие члены лейбористской партии продолжают утверждать еще и теперь, что национализация есть установление социализма. Они рассматривают национализацию саму по себе, изолировано, вне связи с государством и общественным строем, в которых проводятся меры по национализации. Они упускают из виду тот факт, что если общественная власть, государство остается в руках эксплуататоров, и если их представители заседают в правлениях национализированных отраслей хозяйства и контролируют их, а национализированные отрасли продолжают работать на основе эксплуатации труда одного класса в интересах другого класса, то такая национализация не является социализмом. Социалистическая национализация может осуществляться лишь при том условии, если общественная власть, государство находится в руках рабочих. Далее, в политических спорах люди очень часто обращаются к понятию справедливости, которое заставляет их судить о событиях без малейшего рассмотрения действительного смысла этих событий и обстоятельств, в которых они возникли. Что хорошо для Ивана, то хорошо и для Петра. Вот принцип, применяемый в таких спорах. Так утверждают, что если мы защищаем демократическое право рабочих в капиталистических странах агитировать за то, чтобы покончить с капитализмом и установить социализм, то мы не можем отрицать право других людей в социалистических странах агитировать за то, чтобы покончить с социализмом и восстановить капитализм. Те, которые утверждают нечто подобное, приходят в ужас, когда видят, что контрреволюционные группы в СССР, стремившиеся восстановить капитализм в этой стране, были лишены возможности осуществления своих целей. «Как?» — восклицают они. «Ведь это не демократично, это тирания». Эти утверждения упускают из виду различия между борьбой в интересах огромного большинства за уничтожение эксплуатации и борьбой в интересах небольшой группы за сохранение или восстановление эксплуатации. Они упускают из виду различия между защитой права огромного большинства устраивать свои дела в своих собственных интересах и защитой права небольшого меньшинства удерживать большинство в подчинении. Другими словами, они упускают из виду различия между поступательным и попятным движением, между движением стрелки часов вперед и назад, между революцией и контрреволюцией. «Конечно, если мы боремся за социализм, и если мы его завоевали, то мы будем защищать завоеванное и не дадим ни малейшей возможности какой-либо группе уничтожить это завоевание». Пусть капиталисты и их приспешники кричат о демократии вообще. Если, как сказал Ленин, мы будем иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться, они нас не обманут. В последнее время либеральное понимание справедливости стало поистине излюбленным оружием реакции. В 1949 году и снова в 1950 году, когда фашисты решили провести демонстрацию в Лондоне в день 1 мая, министр внутренних дел поспешил запретить первомайскую демонстрацию рабочих. «Если я запрещаю одну, я должен запретить и другую», объяснял он чтиво. «Вот сколь скрупулезно справедлив он был». Принцип изучения предметов в их взаимосвязи и взаимообусловленности является также очень важным принципом науки. Ученые, которые анализируют предметы и рассматривают их различные свойства, очень часто забывают, что предметы, которые они могут рассматривать изолировано, не существуют изолировано. А это ведет к серьезным недоразумениям. Например, советские биологи, исходя из этого принципа диалектики, подчеркивают единство организма и среды. Они указывают, что нельзя считать, что организм обладает своей собственной природой, изолированной от среды, так как это метафизично. Например, не существует такой вещи, как растение, изолированное от среды, потому что такое растение – просто музейный экземпляр, искусственно сохраняемое мертвое растение. Живые растения произрастают на почве в определенном климате, в определенной среде, и они растут и развиваются, ассимилируя условия существования. Поэтому мичуринцы определяют наследственность или природу организма как его способность требовать определенных условий для жизни и развития и отвечать на разные условия определенным образом. Такое понимание единства организма и среды ведет к важным последствиям, так как оно позволяет ожидать возможности изменить природу организма, заставляя его приспосабливаться к изменившимся условиям и ассимилировать их. И это ожидание подтвердилось на практике. Биологи школы Менделя-Моргана, напротив, рассматривают организм абстрактно, метафизично, в отрыве от действительных условий существования. Они считают природу организма совершенно независимой от условий его жизни. Исходя из этого, они делают вывод в чисто метафизическом духе, что наследственность организма есть то, что она есть, и что бесполезно пытаться изменить ее теми способами, при помощи которых советские биологи уже научились изменять наследственность организмов. Рассмотрение предметов в их движении, их возникновении и исчезновении. Рассмотрим несколько примеров принципа диалектики, который требует рассмотрения предметов в их движении, их изменении, их возникновении и исчезновении. Этот принцип также имеет большое значение для науки. Например, советские биологи, руководствуясь этим принципом, диалектики рассматривают организм в его росте и развитии. На определенной стадии роста природа организма пластична, поэтому если можно изменить его на этой стадии, то очень часто можно изменить его природу, придать ему измененную наследственность. Нечто заново возникает в организме, и в это время это новое нужно воспитывать и придавать ему желательное направление. Но если эта стадия пройдена, то природа организма делается устойчивой, и ее уже нельзя изменить. Если вы желаете изменить наследственность организма, то надо найти именно нужную стадию роста. Биологи школы Менделя-Моргана, наоборот, рассматривают природу организма как данную и неизменную с самого начала. Этот второй принцип диалектики учит нас всегда обращать внимание на то, что является новым, на то, что возникает и растет. Обращать внимание не только на то, что существует в данный момент, а главным образом на то, что возникает. Этот принцип имеет первостепенное значение для революционного сознания, для революционной практики. Русские большевики, например, с самого начала видели, в каком направлении двигалось русское общество. Что было в нем нового, что возникало. Они искали то, что возникало и росло, хотя оно было еще слабо. Рабочий класс. В то время, как другие не смогли оценить роли рабочего класса и кончили тем, что заключили компромисс с силами старого общества, большевики пришли к выводу, что рабочий класс был новой, растущей силой и повели его к победе. Примером именно такой победы, растущего и развивающегося над разлагающимися и отмирающим, является изменение в соотношении сил в течение войны 1941-1945 годов. Когда в ноябре 1941 года немцы были около Москвы, все союзные военные стратеги за пределами Советского Союза считали поражение России делом решенным. Но в то время, как немцы находились на пределе военной мощи, советские силы, наоборот, все еще разворачивались и росли. Поэтому поражение немецких фашистов было предрешено. Точно так же, в настоящее время, когда печать и радио полны хвостливых заявлений и угроз американских империалистов и их приспешников, мы придаем особое значение тому, что растет и развивается во всем мире, народному лагерю мира, который будет продолжать расти и нанесет империалистам сокрушительное поражение. Далее, в борьбе за единство движения рабочего класса в связи с английской лейбористской партией и входящими в ее состав тридюнионами, мы прежде всего обращаем внимание на то, что возникает и растет в движении. Поэтому мы видим гораздо больше, чем только политику правых лидеров и их влияние. Источник силы правых в прошлом, хотя они все еще сильны и господствуют. Но растут силы будущего, полные решимости бороться против капитализма и войны. Так же и в отношении отдельных людей мы должны поддерживать и опираться на то, что зреет в них, что растет и движется вперед. Именно это и делает хороший секретарь-организатор. Подобные примеры показывают, что основой диалектического метода, его наиболее существенной чертой, является изучение и понимание вещей в их конкретной взаимосвязи и движении. Против предвзятых схем истина всегда конкретна. Иногда воображают, что диалектика – это предвзятая схема, под шаблон которой будто бы должно подходить все, что угодно. Это прямо противоположно правде о диалектике. Применять марксистский диалектический метод – это не значит пользоваться предвзятой схемой и пытаться подогнать под нее все, что угодно. Нет, это значит изучать вещи такими, каковыми они являются в действительности, в их действительной взаимосвязи и движении. Ленин писал «Самая суть марксизма – конкретный анализ конкретной ситуации». Это именно то, на чем неоднократно настаивал Ленин. В самом деле он провозгласил это как основное положение диалектики. «Истинная диалектика», – писал Ленин, – «идет путем детальнейшего изучения развития во всей его конкретности». Основное положение диалектики. Абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. Ленин. Шаг вперед, два шага назад. Что имеет в виду Ленин под словами «истина всегда конкретна»? Именно то, что мы не постигнем истинной вещей природы или общества, выдумывая некую общую схему, некую абстрактную формулу, что мы можем познать истину лишь в том случае, если попытаемся выяснить в отношении каждого отдельного процесса, какие именно силы в нем действуют, каково их соотношение, какие из них растут и развиваются, а какие приходят в упадок и отмирают. И на этой основе дадим оценку процессу в целом. Так Энгельс говорит. «Дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней, вывести их из нее. Природа есть пробный камень диалектики». Энгельс антидюринг. Что касается изучения общества и оценки, даваемой людьми действительным общественным изменением, оценки, служащей для обоснования политической стратегии, то Ленин высмеивал тех, кто принимал к руководству какую-то абстрактную, предвзятую схему. Согласно некоторым авторитетам, марксистская диалектика утверждает, что всякое развитие должно происходить в виде триады – тезис, антитезис, синтез. Ленин высмеял это утверждение. «Для всякого очевидно, что центр тяжести аргументации Энгельса лежит в том, что задача материалистов – правильно и точно изобразить действительный исторический процесс, что настаивание на подборе примеров, доказывающих верность триады – ничто иное, как остатки гегельянства. В самом деле, раз заявлено категорически, что доказывать триадами что-нибудь нелепо, какое значение могут иметь примеры диалектических процессов? «Всякий, прочитавший определения и описания диалектического метода у Энгельса, увидит, что отрядах Гегеля и речи нет, а все дело сводится к тому, чтобы рассматривать социальную эволюцию как естественно-исторический процесс развития». Диалектическим методом Маркс и Энгельс называли ничто иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривается как живой, находящийся в постоянном развитии организм, для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследование законов ее функционирования и развития. «Ленин. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» Рассмотрим несколько примеров того, что значит изучение развития во всей его конкретности. И принцип «Истина всегда конкретна» в противоположность тому методу, который пытается составить некую предвзятую схему общественного развития и рассматривает такую схему как основу политики. В свое время в России, в эпоху господства царизма, меньшевики привыкли говорить «У нас должен быть капитализм прежде социализма. Сначала капитализм должен полностью развиться, затем последует социализм». Такова была их схема. Вследствие этого они поддерживали либералов в политике и предписывали рабочим бороться лишь за лучшие условия труда на капиталистических предприятиях. Ленин опроверг эту глупую схему. Он показал, что либералы, напуганные рабочими, пойдут на компромисс с царем и что союз рабочих и крестьян может отнять у либералов руководство революцией, свергнуть самодержавие и затем пойти дальше. Свергнуть капиталистов и построить социализм раньше, чем капитализм будет иметь возможность полностью развиться. После того, как пролетарская революция одержала победу, была выдвинута новая схема. На этот раз Троцким. Троцкий утверждал, что нельзя построить социализм в одной стране и что если не произойдет революции в передовых капиталистических странах, то в России невозможно осуществить социализм. Ленин и вслед за ним Сталин показали, что эта схема также была ложной, потому что, если бы даже не произошло революции в передовых капиталистических странах, Союз рабочих и крестьян в Советском Союзе все же обладал достаточными силами для построения социализма. В западноевропейских странах раньше часто говорили «У нас должен быть фашизм раньше коммунизма». Предполагали, что сначала капиталисты откажутся от демократии и установят фашистскую диктатуру, а затем рабочие свергнут фашистскую диктатуру. Но коммунисты отвечали «Нет, мы будем бороться вместе со всеми демократическими силами, чтобы сохранить буржуазную демократию и разгромить фашистов. И это создаст наилучшие условия для движения вперед, к завоеванию власти рабочего класса и строительству социализма». Наконец, в настоящее время иногда приходится слышать такое утверждение «Капитализм означает войну, следовательно, война неизбежна». Однако эта схема тоже ложна. Империалисты в своей политике неизбежно делают ставку на завоевательные войны. При этом, чем сильнее становится Советский Союз и силы трудящихся во всем мире, тем отчаяннее становятся империалисты. Но они не могут вести войну без народа. Чем больше они готовят войну, чем более явной становится их агрессивность, чем больше одна держава пытается навязать свое господство другой державе, и чем больше бремя налагают империалисты на свои народы, тем больше возможностей объединить народ для борьбы против военных поползновений империалистов. Поэтому мир может быть сохранен. А в борьбе за сохранение мира мы можем заложить основы для ликвидации условий, порождающих угрозу войны. Итак, война не является неизбежной. Планы империалистов можно сорвать. Их можно сорвать, если рабочий класс сплотит вокруг себя все миролюбивые силы. И если мы сорвем империалистические планы войны, это будет лучший путь для ликвидации самого капитализма и построения социализма. Нельзя ожидать, что империализм рухнет сам собой в результате войн. С империализмом можно покончить, лишь объединяя миролюбивые силы для борьбы против осуществления империалистических военных планов. Все эти примеры показывают, что следование некоторой готовой схеме, некоторой абстрактной формуле означает пассивность, поддержку капитализма, предательство в отношении рабочего класса и социализма. Диалектический же метод, который рассматривает вещи в их конкретной взаимосвязи и движении, показывает нам, как двигаться вперед, как бороться, каких союзников привлекать на свою сторону. В этом неоценимое значение марксистского диалектического метода для движения рабочего класса. Глава 8. Законы развития Чтобы понять развитие, нужно понять различие между количественными изменениями, увеличением и уменьшением, и качественными изменениями, превращением в новое состояние, возникновением чего-то нового. Количественные изменения в определенном критическом пункте всегда ведут к качественным изменениям. И точно так же качественные различия и качественные изменения всегда основаны на количественных различиях и количественных изменениях. Следовательно, развитие надо понимать не как простой процесс роста, а как такой процесс, в котором количественные изменения ведут к открытым, коренным качественным изменениям. Далее это превращение количественных изменений в качественные изменения происходит в результате конфликта или борьбы противоположных тенденций, которые действуют на основе противоречий, внутренне присущих всем вещам и процессам. Поэтому марксистский диалектический метод учит нас понимать процесс развития как превращение количественных изменений в качественные и искать основу и объяснение такого характера развития в единстве и борьбе противоположностей. Что мы понимаем под развитием? Подчеркивая, что необходимо изучать действительные процессы в их движении и во всех их взаимосвязях Сталин указывал, что процессы природы и общества всегда находятся в состоянии обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век. Сталин. Вопросы ленинизма. Когда возникающие и развивающиеся достигают зрелости, а разрушающиеся и отживающие окончательно исчезает, возникает нечто новое. Поэтому, как мы видели, критикуя механистический материализм, процессы не повторяют все время один и тот же цикл изменений, но переходят от одной стадии к другой по мере того, как непрерывно возникает нечто новое. Таков действительный смысл слова «развитие». Мы говорим о развитии в том случае, когда шаг за шагом возникает что-то новое. Таким образом, существует различие между простым изменением и развитием. Развитие – это изменение, происходящее от одной ступени к другой в соответствии со своими собственными внутренними законами. Равным образом существует различие между ростом и развитием. Это различие известно, например, биологам. Так, рост означает увеличение, чисто количественное изменение. Развитие же означает не увеличение, а переход к качественно новой ступени, приобретение иного качества. Например, гусеница растет, делаясь длиннее и толще. Затем она окукливается и, наконец, превращается в бабочку. Это является развитием. Гусеница вырастает в большую гусеницу. Она развивается в бабочку. Процессы, происходящие в природе и обществе, свидетельствуют не просто о перемещении и не просто о росте, но и о развитии. В таком случае, можем ли мы сделать какие-либо выводы об общих законах развития? Это является следующей задачей материалистической диалектики. Установить, какие общие законы проявляются во всяком развитии, и, следовательно, дать нам метод подхода к пониманию, объяснению и контролированию развития. Количество и качество. Закон перехода количественных изменений в качественные. Это приводит нас к тому принципу марксистского диалектического метода, который может быть назван законом перехода количественных изменений в качественные. Что это значит? Всякое изменение имеет количественную сторону, то есть сторону, которая характеризуется простым увеличением или уменьшением, которая не меняет природы того, что изменяется. Но количественное изменение, увеличение или уменьшение не может продолжаться бесконечно. В определенной точке оно всегда ведет к качественному изменению. И в этой критической точке, или узловой точке, как называл ее Гегель, качественное изменение наступает относительно внезапно, так сказать, скачком. Например, если нагревать воду, то она не будет бесконечно становиться горячее. При определенной критической температуре она начинает превращаться в пар, претерпевая качественное превращение из жидкости в газ. К веревке, употребляемой для поднятия тяжестей, можно привешивать все больший и больший груз. Но веревка не может выдержать бесконечно большой груз. В определенный момент веревка должна оборваться. Паровой котел может выдерживать все большее и большее давление пара, вплоть до той точки, где он взрывается. Разновидность какого-либо растения может подвергнуться многим изменениям на протяжении ряда поколений. Такие изменения, например, могут произойти в условиях более низкой температуры. Эта разновидность остается неизменной, пока не наступает момент, когда внезапно происходит качественное изменение. Изменение в наследственности растения. Таким же образом, в результате накопления ряда количественных изменений, яровая пшеница превращается в азимую пшеницу. И наоборот. Этот закон перехода количественных изменений в качественные имеет силу также и для развития общества. Так, раньше, чем возникла система промышленного капитализма, происходил процесс накопления богатства в денежной форме в немногих частных руках, в значительной степени путем колониального грабежа и образования неимущего пролетариата путем огораживания и изгнания крестьян с земли. На определенной стадии этого процесса, когда было накоплено достаточно денег, чтобы составить капитал для промышленной деятельности, когда было пролетаризировано достаточное количество людей, чтобы предоставить необходимый труд, созрели условия для возникновения промышленного капитализма. В этом пункте накопление количественных изменений привело к возникновению качественной ступени в развитии общества. Вообще качественные изменения происходят относительно внезапно, в виде скачка. Новое рождается внезапно, хотя его возможность уже содержалась в постепенном эволюционном процессе непрерывного количественного изменения, происходившего до этого. Таким образом, мы находим, что непрерывное, постепенное, количественное изменение в определенной точке ведет к прерывному, внезапному, качественному изменению. Мы уже отметили в предыдущей главе, что большинство из тех, кто рассматривал законы развития природы и общества, видели это развитие только с его непрерывной стороны. Это значит, что они рассматривали развитие лишь со стороны процесса роста, количественного изменения и не видели его качественной стороны. Именно того, что в определенной точке постепенного процесса роста внезапно появляется новое качество, происходит качественное превращение. Тем не менее, постоянно происходит именно так. Когда вы разогреваете чайник, вода внезапно закипает, когда достигнута точка кипения. Если вы жарите яичницу, то смесь на сковородке неожиданно зажаривается. Внезапное появление нового качества в определенный момент постепенного процесса роста происходит при преобразовании общества. Капиталистическое общество будет преобразовано в социалистическое общество только тогда, когда господство одного класса будет заменено господством другого класса. А это является радикальным преобразованием, скачком к новому состоянию общества, революцией. Если с другой стороны мы обратим внимание на качественную сторону дела, то увидим, что качественные изменения всегда возникают в результате накопления количественных изменений, и что качественные различия основаны на количественных различиях. Поскольку количественные изменения должны в определенном пункте привести к качественному изменению, то мы, если хотим добиться качественного изменения, должны изучать его количественную основу и знать, что нужно увеличить и что уменьшить, чтобы произвести требуемое изменение. Естество знания учит нас, каким образом чисто количественное различие, прибавление или убавление, приводит к качественным различиям в природе. Например, прибавление одного протона в ядре атома приводит к превращению одного элемента в другой. Атомы всех элементов образуются из комбинаций одних и тех же протонов и электронов. И лишь различие в количестве протонов и электронов, комбинируемых в атоме, дает различные виды атомов, атомы различных элементов с различными химическими свойствами. Так, атом, состоящий из одного протона и одного электрона, это атом водорода. Но если добавить еще один протон и один электрон, то это будет атом гелия и так далее. Точно так же в химических соединениях прибавление одного атома к молекуле приводит к различию между веществами, обладающими различными химическими свойствами. Вообще различные качества коренятся в количественных различиях. Энгельс выразил это в следующих словах. В природе качественные изменения, точно определенным для каждого отдельного случая способом, могут происходить лишь путем количественного прибавления, либо количественного убавления материи или движения. Все качественные различия в природе основываются либо на различном химическом составе, либо на различных количествах или формах движения, либо, что имеет место почти всегда, на том и другом. Таким образом, невозможно изменить качество какого-нибудь тела без прибавления или отнятия материи, либо движения, то есть без количественного изменения этого тела. Энгельс. Диалектика природы. Эта черта диалектического закона, связывающая качество с количеством, знакома читателям популярной литературы об атомных бомбах. Для производства урановой бомбы необходимо иметь изотоп урана с атомным весом 235. Более обычный изотоп урана с атомным весом 238 не годится. Разница между этими двумя изотопами чисто количественная. Разница в атомном весе, зависящем от числа нейтронов, имеющихся в каждом изотопе. Но эта количественная разница атомных весов 235 и 238 приводит к качественному различию между веществом, обладающим свойствами, необходимыми для бомбы, и веществом, лишенным этих свойств. Далее, при наличии некоторого количества урана 235, необходима определенная критическая масса его, чтобы произошел взрыв. Если его масса недостаточна, то цепная реакция, вызывающая взрыв, не произойдет. Когда критическая масса достигнута, реакция происходит. Таким образом, мы видим, что количественные изменения в определенный момент переходят в качественные изменения, и что качественные различия основываются на количественных различиях. Это всеобщая черта развития. Что является причиной такого развития? Развитие происходит через единство и борьбу противоположностей. Вообще говоря, причина того, почему в каждом отдельном случае количественные изменения приводят к качественному изменению, заключается в самой природе, в содержании этих отдельных процессов. Поэтому в каждом отдельном случае можно при наличии достаточных знаний объяснить, почему именно качественное изменение является неизбежным, и почему оно происходит именно в определенный момент. Чтобы дать такое объяснение, нужно изучить фактические обстоятельства данного случая. Этого объяснения нельзя найти при помощи одной только диалектики. Но знание диалектики помогает в том смысле, что оно указывает нам, где его искать. В каком-либо отдельном случае мы можем еще не знать, как и почему происходит изменение. В таком случае перед нами стоит задача выяснить это путем исследования фактических обстоятельств дела. И такую задачу мы всегда можем решить в каждом отдельном случае. Потому что возникновение нового качества не содержит в себе чего-либо непознаваемого и таинственного, какого-нибудь сокровенного секрета. Рассмотрим, например, случай качественного изменения, происходящего при кипячении воды. Когда нагревается масса воды, находящейся в чайнике, то в результате увеличивается скорость движения молекул, из которых состоит вода. До тех пор, пока вода сохраняет жидкую форму, силы притяжения между молекулами остаются достаточными для того, чтобы вся масса молекул была связана воедино. Как масса воды в чайнике, хотя отдельные молекулы с поверхности воды постоянно улетучиваются. Но в точке кипения движение молекул становится достаточно сильным, чтобы они в большом числе начали отрываться от всей массы молекул. Следовательно, наблюдается качественное изменение. Вода бурно закипает, и вся масса быстро превращается в пар. Очевидно, что это изменение происходит в результате борьбы противоположностей, действующих внутри массы воды, то есть тенденции молекул двигаться отдельно и отрываться друг от друга, вопреки силам притяжения между ними. Первая тенденция усиливается до той точки, где она преодолевает вторую, в данном случае в результате внешнего добавления тепла. Другой пример – с веревкой, рвущейся, когда груз делается слишком большим. Мы уже рассматривали. Здесь опять качественное изменение происходит в результате действия противоположности, возникающей между крепостью веревки и силой тяжести груза. Далее, когда яровая пшеница превращается в азимую, то это является результатом действия противоположности между консерватизмом растения и изменяющимися условиями роста и развития, которые воздействуют на это растение. В определенный момент воздействие второго преодолевает первое. Эти примеры подготавливают нас к общему выводу о том, что, как говорит Сталин, внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные составляет борьба противоположностей, противоположных тенденций, противоположных сил в рассматриваемых вещах и процессах. Таким образом, закон о том, что количественные изменения переходят в качественные изменения, и что качественные различия основываются на количественных различиях, приводит нас к закону единства и борьбы противоположностей. Вот как формулирует Сталин этот закон, эту черту диалектики. В противоположность метафизике диалектика исходит из того, что предметам природы, явлением природы, свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся. Что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам, явлениям, в порядке борьбы противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. Сталин. Вопросы ленинизма. Чтобы понимать развитие, чтобы понимать, как и почему количественные изменения ведут к качественным изменениям, как и почему совершается переход от старого качественного состояния к новому, для этого нужно понимать противоречия, внутренне присущие каждой рассматриваемой вещи и каждому рассматриваемому процессу. И понимать, каким образом на основе этих противоречий возникает борьба противоположных тенденций. Понимать это мы должны конкретно. В каждом отдельном случае, помня указание Ленина, что основное положение диалектики истинно всегда конкретно. Нельзя выводить законы развития в каждом конкретном случае из общих принципов диалектики. В каждом отдельном случае их нужно открыть путем фактического исследования, а диалектика подсказывает нам, что искать. Диалектика общественного развития. Противоречия капитализма. Диалектическое понимание развития, учение о единстве и борьбе противоположностей, наиболее полно разработано в марксистском учении об обществе. Здесь, с точки зрения борьбы рабочего класса, на основе опыта рабочего класса, можно очень точно разработать учение о диалектике противоречий капитализма и их развитии. Но принципы, характеризующие развитие общества, не противоположны принципам, характеризующим развитие природы, а по существу являются теми же самыми, хотя форма их проявления в каждом случае различна. Так, Энгельс пишет, что у него не было никаких сомнений в том, что в природе, сквозь хаос бесчисленных изменений, пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий. Энгельс антидюринг. Марксистское понимание противоречий капитализма и их развития, этого завершающего триумфа диалектического метода, было следующим образом разъяснено Энгельсом. Основное противоречие капитализма заключается не просто в антагонизме двух классов, которые противостоят друг другу, как две внешние силы, вступившие в антагонизм. Нет, это противоречие внутри самой общественной системы, на основе которого возникает и действует классовый антагонизм. Капитализм осуществил концентрацию средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их, по сути дела, в общественные средства производства. С этими общественными средствами производства и продуктами продолжали, однако, поступать так, как будто они по-прежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор собственник орудий труда присваивал продукт, потому что это был, как правило, его собственный продукт, а чужой вспомогательный труд был исключением, то теперь собственник средств труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не его трудом, а исключительно чужим трудом. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто на самом деле приводил в движение средства производства, и в действительности был производителем этих продуктов, а капиталистом. Энгельс. Антидюринг. Основное противоречие капитализма, следовательно, это противоречие между обобщественным производством и капиталистическим присвоением. Именно на основе этого противоречия развивается борьба между классами. Это противоречие заключало в зародыше все коллизии современности. Противоречия между общественным производством и капиталистическим присвоением вступают наружу как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Энгельс. Антидюринг. Это противоречие может быть разрешено лишь победой рабочего класса, когда рабочий класс установит свою собственную диктатуру и вместо частной собственности и присвоения введет общественную собственность и присвоение в соответствии с общественным производством. Этот пример очень точно иллюстрирует смысл того, что сказал Сталин о борьбе противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. Классовая борьба существует и действует на основе противоречий, свойственных самой общественной системе. Именно в результате борьбы противоположных тенденций, противоположных сил, возникающих на основе противоречий, свойственных общественной системе, происходит общественное преобразование, скачок к качественно новой фазе общественного развития. Этот процесс имеет свою количественную сторону. Рабочий класс растет численно и организационно. Капитал все более концентрируется и централизуется. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Маркс. Капитал. Том. Первый. Вот каким образом законы диалектики, обобщенные в принципе перехода количественных изменений в качественные и в единстве и борьбе противоположностей, действуют в развитии общества. Следовательно, для того, чтобы осуществить преобразование общества, рабочий класс должен научиться понимать социальную обстановку в свете законов диалектики. Руководствуясь этим пониманием, он должен основывать тактику и стратегию своей классовой борьбы на конкретном анализе действительного положения на каждой стадии борьбы. Глава девятая. Противоречия. В процессах, когда в них имеется единство и борьба противоположных тенденций, существует противоречия. Противоречия, внутренне присущи процессам, они выступают просто как результат случайных и внешних причин. Разрешение противоречий, внутренне присущих процессам природы и общества, ведет к качественным изменениям и является движущей силой таких изменений. Противоречия присущи всем процессам, происходящим в мире, но законы каждого отдельного процесса можно понять только путем изучения конкретных противоречий, существенных для каждого отдельного процесса и специфических форм, которые принимают эти противоречия в специфических случаях. Противоречия, внутренне присущи процессам. В предыдущей главе мы рассмотрели, каким образом происходят качественные изменения путем борьбы противоположных сил. Это было показано на примере изменения жидкого состояния тела в твердое или газообразное, а также на примере изменения общества, на примере его перехода от капитализма к социализму. В каждом случае действуют противоположные тенденции, борьба которых завершается определенным коренным преобразованием, качественным изменением. Эта борьба не является внешней и случайной. Эту борьбу нельзя правильно понять, если мы будем считать, что речь идет о силах или тенденциях, возникающих совершенно независимо друг от друга, которые случайно встречаются, сталкиваются и приходят в конфликт друг с другом. Напротив, эта борьба является внутренней и необходимой, ибо она возникает и проистекает из природы процесса в целом. Противоположные тенденции не являются независимыми друг от друга. Напротив, они неразрывно связаны между собой как части или стороны единого целого. И они действуют и приходят в конфликт на основе противоречия, внутренне присущего процессу в целом. Движение и изменение происходит на основе причин, внутренне присущих вещам и процессам, на основе внутренних противоречий. Так, например, старая механистическая концепция движения состояла в том, что движение происходит только тогда, когда одно тело сталкивается с другим. Для механистической концепции не существует никаких внутренних причин движения, то есть самодвижения, а существуют только внешние причины. Однако в действительности противоположные тенденции, которые действуют в ходе изменения состояния тела, действуют на основе противоречивого единства сил притяжения и отталкивания, внутренне присущего всем физическим явлениям. Подобно этому, классовая борьба в капиталистическом обществе возникает на основе противоречивого единства обобществленного труда и частного присвоения, внутренне присущего капиталистическому обществу. Она возникает не в результате внешних причин, а в результате противоречий, заключенных в самой сущности капиталистического строя. В противоположность этому, теоретики консервативной партии и правого крыла лейбористской партии доказывают, что классовая борьба вызывается внешним вмешательством, коммунистическими агитаторами и советскими агентами. Они полагают также, что если только можно было бы остановить это внешнее вмешательство, то капиталистический строй мог бы прекрасно преуспевать в том виде, как он есть. Внутренняя необходимость борьбы противоположных сил, а также внутренняя необходимость ее исхода, необходимость, базирующаяся на противоречиях, внутренне присущих процессу в целом, не является просто тонкостью философского анализа. Она имеет очень большое практическое значение. Например, буржуазные теоретики вполне могут признавать факт классовых столкновений в капиталистическом обществе. Однако они не признают необходимости такого столкновения. Они не признают того, что этот факт основывается на противоречиях, присущих самой природе капиталистического строя, и что поэтому эта борьба, достигнув своей высшей точки, может завершиться только крушением самой системы и заменой ее новой, высшей системой общества. Таким путем они пытаются смягчить классовую борьбу, ослабить ее и примирить противоположные друг другу классы или затушить эту борьбу, и таким образом сохранить систему целой и невредимой. Именно такой буржуазный взгляд на классовую борьбу вносится в рабочее движение социал-реформистами. Именно в противоположность такому узкому метафизическому способу понимания классовой борьбы Ленин указывал «Главное в учении Маркса есть классовая борьба», так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист – лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого, да и крупного буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма. Ленин, государство и революция. Вообще противоречия внутренне присущи данному процессу. Борьба, которая является характерной для процесса, представляет собой не внешнее столкновение случайно противоположных факторов, а разрешение противоречий, принадлежащих самой природе процесса. И эта борьба обуславливает исход процесса. Противоречия есть единство и борьба противоположностей. Коренным представлением в диалектике является именно такое представление о противоречии, внутренне присущем самой природе вещей, которое состоит в том, что движущая сила качественных изменений лежит в противоречиях, находящихся внутри всех процессов природы и общества, и что для того, чтобы понять вещи и явления, контролировать их и господствовать над ними на практике, мы должны исходить из конкретного анализа их противоречий. Что именно мы подразумеваем под противоречием? Согласно обычной метафизической концепции, противоречия возникают в наших понятиях о вещах, а не в самих вещах. Мы можем высказывать противоречивые положения о вещи, и, следовательно, в том, что мы говорим об этой вещи, имеется противоречие, однако в самой вещи не может быть никакого противоречия. При такой точке зрения противоречие рассматривается просто и исключительно как логическое отношение между отдельными положениями, и при этом оно не берется как действительное отношение между вещами. Такая точка зрения основывается на рассмотрении вещей в статике, как затвердевших и замороженных, и не принимает во внимание их движений и динамических взаимосвязей. Если мы будем рассматривать реальные сложные движения и взаимосвязи действительных сложных вещей, то мы найдем, что противоречивые тенденции могут существовать и действительно существуют в них. Например, если силы, действующие в теле, сочетают в себе тенденции притяжения и отталкивания, то это есть реальное противоречие. И если движение общества объединяет в себе тенденцию к обобществлению производства с тенденцией к сохранению частного присвоения продукта, то это также является реальным противоречием. Существование противоречий в вещах представляет собой очень хорошо знакомое нам явление. В этом, по крайней мере, нет ничего непонятного, и об этом часто упоминается в будничных разговорах. Например, мы говорим о человеке, что у него противоречивый характер или что он полон противоречий. Это означает, что этот человек проявляет противоположные тенденции в своем поведении, как, например, мягкость и жестокость, отвагу и трусость, эгоистичность и самопожертвование. Или еще, противоречивые отношения являются предметом будничных сплетен, когда мы говорим о супружеской паре, которая вечно ссорится, но никогда не будет счастлива порознь. Подобные примеры указывают на то, что когда мы в марксистской философии говорим о противоречиях в вещах, мы не изобретаем некую искусственную философскую теорию, а имеем в виду нечто такое, что хорошо известно каждому. Мы не употребляем также слова противоречия в каком-то новом, необычном, исключительно нашем смысле, а пользуемся им в его обычном повседневном значении. Действительное противоречие есть единство противоположностей. Существует реальное противоречие, внутренне присущее, как мы говорим, самой природе вещи, процесса или отношения. Когда в этой вещи, процессе или отношении объединяются вместе противоположные тенденции таким образом, что ни одна из этих тенденций не может существовать без другой. В единстве противоположностей обе противоположные стороны находятся в отношении взаимной зависимости, где одна противоположность является условием существования другой противоположности. Например, классовое противоречие между рабочими и капиталистами в капиталистическом обществе является как раз таким единством противоположностей, потому что в капиталистическом обществе ни рабочие не смогут существовать без капиталистов, ни капиталисты без рабочих. Природа капиталистического общества такова, что эти противоположности находятся в нем вместе в неразрывном единстве. Это единство противоположностей принадлежит самой сущности общественной системы. Капитализм есть система, при которой капиталисты эксплуатируют рабочих, а рабочие эксплуатируются капиталистами. Именно единство противоположностей в противоречии делает неизбежной и необходимой борьбу противоположностей. Поскольку противоположные стороны неразрывно объединены, постольку существует борьба. Так, например, вследствие того, что противоположные классы объединены в капиталистическом обществе, развитие этого общества происходит и не может не происходить в форме классовой борьбы. Мы можем также говорить о взаимопроникновении противоположностей в противоречии. Ибо в любой фазе борьбы каждая из противоположных тенденций, объединенных между собой в процессе борьбы, по своему действительному характеру и действию во многих отношениях подвержена влиянию, изменению или проникновению со стороны другой тенденции. На каждую сторону противоречия всегда воздействует ее связь с другой стороной противоречия. Разрешение противоречий Мы можем понять процессы природы и общества, контролировать эти процессы и господствовать над ними, только благодаря пониманию их противоречий и следствии этих противоречий, только благодаря пониманию способа разрешения этих противоречий. Противоречия являются движущей силой изменения. Так, если мы хотим понять, каким образом изменяются вещи, и контролировать и использовать эти изменения, мы должны понять их противоречия. Почему мы можем сказать, что противоречия есть движущая сила изменения? Потому что только наличие противоречий в процессе создает те внутренние условия, которые с необходимостью вызывают изменения. Процесс, в котором не содержалось бы никаких противоречий, просто продолжался бы все время одним и тем же образом до тех пор, пока какая-нибудь внешняя сила не прекратила бы или не видоизменила бы его. Движение без противоречий представляло бы собой беспрестанное повторение одного и того же движения. Именно наличие противоречий, то есть противоречивых тенденций движения или единства и борьбы противоположностей вызывает изменение движения в ходе процесса. Представьте себе, если сможете, общество без противоречий. Это было бы общество, где люди, постоянно выполняя одни и те же операции, одним и тем же способом удовлетворяли бы все свои потребности. Такое общество никогда не изменялось бы. В этом обществе постоянно бы происходило движение, поскольку люди все время выполняли бы известные операции. Однако это движение всегда было бы тем же самым. Происходил бы процесс, но это был бы процесс повторения. Однако подобное общество не существует и не могло бы никогда существовать, потому что вследствие самой природы условий человеческой жизни всегда должны быть противоречия в обществе. Удовлетворяя свои потребности, люди создают новые неудовлетворенные потребности, а развивая свои производительные силы, они создают такое положение дел, когда им необходимо изменить свои общественные отношения и учреждения в соответствии с этими производительными силами. Вот почему происходят изменения в обществе. Общественный процесс не есть процесс повторения, напротив, он представляет собой процесс, в котором происходят новые вещи и явления. Далее некоторые метафизические материалисты пытаются представить Вселенную как систему частиц, сталкивающихся друг с другом и отлетающих друг от друга. Такая Вселенная была бы Вселенной постоянного движения частиц, однако она была бы Вселенной, где постоянно повторяется одно и то же движение. Действительная Вселенная не похожа на такую Вселенную, потому что она полна противоречий. Противоречий притяжения и отталкивания, изучаемых физикой, соединения и разъединения атомов, изучаемых химией, противоречий процессов жизни и взаимоотношения организма со средой, изучаемых биологией. Именно разрешение этих противоречий в их специфических формах, в специфических процессах, составляет действительные изменяющиеся процессы, действительного изменяющегося мира. Это показывает, что там, где существуют противоречия, происходит разрешение этих противоречий, разрешение борьбы противоположностей, возникающей из единства противоположностей. Процесс есть разрешение его собственных существенных противоречий. Всеобщность и специфичность противоречия Противоречия есть всеобщая черта всех процессов. Однако каждый специфический вид процесса имеет свои собственные специфические противоречия, которые являются для него характерными и отличаются от противоречий, присущих другим процессам. Это положение было подчеркнуто Мао Цзэдуном в его работе «Относительно противоречия», в которой он дал наиболее полное из имеющихся до сих пор в марксистской литературе исследований этой концепции. Мао Цзэдун проводит различия между всеобщностью и специфичностью противоречия. Из всеобщей идеи о противоречии никогда нельзя вывести то, что случится в любом специфическом случае, или то, каким образом можно контролировать специфический процесс. Как уже подчеркивалось, диалектический метод не состоит в приложении некой предвзятой схемы к объяснению всего. Напротив, он состоит в том, чтобы основывать выводы только на конкретном анализе конкретной ситуации. Каждый вид процесса имеет свою собственную диалектику, которую можно постичь только путем тщательного изучения этого специфического процесса. Диалектика мира атомов не является точно такой же, как диалектика тел, непосредственно доступных восприятию наших чувств. Диалектика живых организмов не является точно такой же, как диалектика процессов неорганической материи. Диалектика человеческого общества есть новый закон движения, а каждая фаза развития человеческого общества снова несет с собой свою собственную специфическую диалектику. Так, например, противоречия между тенденциями притяжения и отталкивания в физическом движении и противоречия между интересами классов в обществе оба являются противоречиями. Это свидетельство всеобщности противоречия. Однако каждое противоречие имеет свой собственный отличительный характер, иной, чем у другого противоречия. Это свидетельство специфичности противоречия. Нельзя изучить законов физики или законов общества, если пытаться вывести их из всеобщей идеи о противоречии. Их можно изучить только путем исследования физических и общественных процессов. Физические движения и движения людей в обществе являются совершенно разными формами движения. И таким образом противоречия, изучаемые социологией, являются иными, чем противоречия, изучаемые физикой. И разрешаются они иным способом. Общественные и физические процессы являются подобными в том отношении, что каждый процесс содержит в себе противоречия. Однако они различаются теми противоречиями, которые содержат в себе каждый процесс. Противоречия, характерные для каждого вида процесса, можно назвать существенными противоречиями этого вида процесса. Например, противоречия между силами притяжения и отталкивания являются существенными противоречиями физических процессов, а противоречия между производительными силами и производственными отношениями являются существенными противоречиями общественных процессов. Если мы будем далее рассматривать существенные противоречия, характерные для разных видов процессов, то мы сможем сказать, что эти противоречия проявляются специфическими способами в специфических случаях процессов данного вида. Например, существенные противоречия общественных процессов проявляются специфическими способами в каждой специфической общественной формации. Противоречия между производительными силами и производственными отношениями принимают специфические формы в различных формациях общества. Так, в капиталистическом обществе оно принимает специфическую капиталистическую форму противоречия между все возрастающим общественным характером производства и сохранением частного присвоения. С другой стороны, отношения между любым видом живого организма и его средой являются противоречивыми. Организм живет только благодаря своей среде, и в то же самое время его среда содержит угрозу для его жизни, которую угрозу он должен постоянно преодолевать. У человека это противоречие принимает форму специфического противоречивого отношения между человеком и природой, а само это отношение принимает еще более специфические формы на каждой ступени общественного развития человека. Человек есть часть природы и живет благодаря природе. Человек также живет, противопоставляя себя природе и подчиняя природу своей воле. Само это противоречивое отношение развивается и принимает специфические формы вместе с развитием человека. Оно, например, имеется налицо как при первобытно-общинном строе, так и при коммунизме. Однако оно представляет при коммунизме иную сторону, чем при первобытно-общинном строе. Следовательно, для того, чтобы понять процесс и изучить, каким образом контролировать его и господствовать над ним, мы должны узнать его существенные противоречия и исследовать специфические формы, которые эти противоречия принимают в специфических случаях. Глава десятая. Старое и новое. Качественное изменение происходит тогда, когда старое единство противоположностей, в котором одна сторона была господствующей, заменяется новым единством, в котором отношение к господству изменилось. Характер такого изменения определяется характером внутренних противоречий, результатом которых является это изменение, хотя оно часто может быть вызвано и всегда обуславливается внешними причинами. Появление нового качества всегда происходит внезапно, в то время как завершение качественного изменения, вытеснение старого качества новым, представляет собой постепенный процесс, занимающий большее или меньшее время в соответствии с характером действующих сил и с теми обстоятельствами, в которых эти силы действуют. Борьба, путем которой происходят изменения, принимает различные формы, а в обществе возникает различие между антагонистическими и неантагонистическими формами борьбы внутри противоречия. Поступательное развитие имеет место тогда, когда разрешение ряда противоречий в процессе продвигает этот процесс от одной ступени к другой. Подобное развитие происходит посредством преодоления и замены старого новым. Для того, чтобы понять это развитие, мы должны понять основное противоречие процесса на каждой ступени его развития, а также понять, что является главной силой разрешения основного противоречия и продвижения процесса на следующую ступень развития. Поступательное движение может происходить только путем отрицания старого новым, а не путем сохранения старого. Результат разрешения противоречий. Единство противоположностей в противоречии характеризуется определенными отношениями главенства и подчиненности или отношениями господства между противоположностями. Например, в физическом единстве притяжения и отталкивания известные элементы притяжения или отталкивания могут преобладать в отношениях друг к другу. Единство таково, что одна сторона преобладает над другой или в известных случаях обе стороны могут быть равными. Любое качественное состояние процесса соответствует определенному отношению господства одной стороны противоречия над другой. Так, твердому, жидкому и газообразному состояниям тел соответствуют определенные отношения господства в единстве притяжения и отталкивания, характерные для молекул тел. Подобно этому, в противоречиях капиталистического общества элемент частного присвоения играет господствующую роль в отношении своей противоположности, общественного производства, а класс капиталистов господствует над рабочим классом. Если эти отношения господства становятся обратными, тогда это означает качественное изменение, конец капиталистической ступени развития общества и начало новой ступени развития. Отношения господства ввиду самой своей природы очевидно являются непостоянными и подвержены изменению, даже если в некоторых случаях они остаются неизменными в течение длительного времени. Если отношения принимают форму равенства или равновесия, то подобное равновесие по природе своей непрочно, ибо внутри его происходит борьба противоположностей, которая способна привести к господству одной стороны противоречия над другой. Следовательно, также если одна сторона противоречия господствует над другой, то борьба противоположностей содержит в себе возможность перемены этого положения. «Единство противоположностей», писал Ленин, «условно, временно, переходяще, релятивно, борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно. Ленин, философские тетради. Это положение является бесспорно истинным. Какие бы не могли быть отношения господства в единстве противоположностей, они всегда подвержены изменениям, в результате которых прежнее единство противоположностей исчезает и на его место заступает новое единство противоположностей. Результатом разрешения противоречий является, стало быть, изменение в отношении господства, которое было характерно для первоначального единства противоположностей. Такое изменение составляет изменение в самой природе вещи, переход от одного состояния к другому, превращение одной вещи в другую, изменение, влекущее за собой не просто внешнюю перемену, а изменение во внутреннем характере и законах движения вещи. Именно такое изменение мы подразумеваем под качественным изменением. Например, если перекрасить кусок железа из черного цвета в красный, то это будет просто внешняя перемена, оказывающая воздействие на способ отражения этим куском железа света и, следовательно, на то, каким он является в зрительном восприятии. Однако это не является качественным изменением в том смысле, как мы его здесь определили. С другой стороны, если железо раскалить до точки плавления, тогда это есть качественное изменение, соответствующее нашему его определению. И оно осуществляется именно как изменение в отношениях притяжения и отталкивания, характерных для внутреннего молекулярного состояния металла. Металл превращается из твердого состояния в жидкое, его внутренний характер и законы движения становятся в известном отношении иными. Он претерпевает качественное изменение. Качественное изменение есть результат изменения в соотношении противоположностей. Такое изменение подготавливается рядом количественных изменений, затрагивающих отношения господства в единстве противоположностей. Поскольку изменяется отношение господства, постольку количественное изменение переходит в качественное. Когда в результате исчезновения старой формы единства противоположностей и возникновения новой формы единства происходит такое коренное или качественное изменение, тогда изменяются сами противоположности. Та сторона какого-либо процесса, которая из подчиненной становится господствующей, изменяется в этом процессе. Точно так же обстоит дело и с другой стороной, которая из господствующей становится подчиненной. Следовательно, в новом качественном состоянии существуют не те же самые старые противоположности в изменившемся отношении, но вследствие того, что отношения изменились, противоположности, вместе находящиеся в этом отношении, также изменяются. Появляется новое единство противоположностей, новое противоречие. Когда, например, рабочий класс становится сильнее класса капиталистов и из подчиненного класса становится господствующим классом, тогда в новом качественном состоянии общества исчезает класс капиталистов, ибо господствующий класс лишает его условий для существования. А рабочий класс, находясь в совершенно новых условиях, становится фактически новым классом. Поэтому противоречия общества изменяются. Специфические противоречия старого состояния исчезают и нарождаются новые противоречия. Борьба между рабочим классом и капиталистами приходит к концу, и начинается новый вид борьбы. Внешние и внутренние причины качественных изменений Насколько переход от количественных изменений к качественным определяется разрешением противоречия, внутренне присущего самому процессу или внутренними причинами, и насколько этот переход определяется внешними или случайными причинами? Переход от количественных изменений к качественным определяется как тем, так и другим, однако различными способами. Как в природе, так и в обществе различные вещи всегда взаимодействуют и влияют друг на друга. Следовательно, внешние причины всегда должны принимать участие в изменениях, которые происходят в вещах. В то же самое время характер изменений всегда зависит от внутренних причин. Эта проблема была рассмотрена Мао Цзэдуном в его работе относительно противоречия. Мао Цзэдун писал, «Противоречия, внутренне присущие вещам и явлениям, служат коренной причиной их развития, тогда как взаимная связь и взаимодействие одной вещи или явления с другими вещами или явлениями представляют собой причины второго порядка. Внешние причины являются условием изменений, а внутренние причины – основой изменений, причем внешние причины действуют через внутренние. Рассмотрим, к примеру, такое явление, как развитие цыпленка из зародыша. Зародыш, не получая тепла извне, не будет развиваться внутри яйца в цыпленка. Однако то, что развивается в яйце, что вылупляется из него, зависит от того, что находится внутри яйца. Как отмечает Мао Цзэдун, яйцо, получив соответствующее количество тепла, превращается в цыпленка. Но тепло не может превратить камень в цыпленка, потому что основа у них различна. С другой стороны, вода не будет кипеть, если ее не греть. Однако процесс кипения, происходящий вследствие нагревания, происходит на основе внутреннего противоречия, притяжения и отталкивания, характерного для молекул воды. Подобно этому, в обществе революция происходит в определенной внешней обстановке. Однако характер революции, ее исход и сам факт того, что она происходит, зависят от внутренних причин. Так, основа русской революции 1917 года находилась внутри русского общества. Это сделало революцию неизбежной и определило ее характер. Однако то, что в действительности подтолкнуло революцию в 1917 году, представляло собой нечто внешнее, обстановку, вызванную империалистической войной. Вообще, если мы рассмотрим качественные изменения, то их качественный характер можно будет объяснить только действием внутренних причин, специфические противоречия, на которых основывалось старое качество, определяют, какое возникнет новое качество. Внешние причины оказывают влияние только на количественные изменения вещей, на время и место их начала, на скорость их течения. Чисто внешние причины способны вызвать лишь изменения объема и количества, но ими нельзя объяснить, почему вещам и явлениям присуще бесконечное качественное многообразие и переход одного качества в другое. Так, например, классовая борьба в капиталистическом обществе может быть ускорена или замедлена рядом специфических внешних причин. Однако наличие классовой борьбы, ее продолжение, направление и конечный исход определяются противоречиями, внутренне присущими капиталистической системе. Внезапность и постепенность качественных изменений Если качественное изменение является результатом разрешения противоречий, то, следовательно, весь процесс борьбы противоположностей можно рассматривать как процесс замены одного качества другим, старого качества новым. Старое качество соответствует преобладанию одной стороны в единстве противоположностей. Когда эта сторона утрачивает свою главенствующую роль, то наступает замена старого качества новым. В этом смысле, каждая составляющая сторона в единстве противоположностей является носителем определенного качества. Борьба одной составляющей стороны за сохранение своего господства сохраняет и старое качество. Борьба другой составляющей стороны за аннулирование этого господства вызывает к жизни новое качество, сменяющее старое. Например, вся жизнь есть единство противоположностей, Единство процессов созидания и разрушения живой материи. До тех пор, пока созидание удерживает свои позиции в этом единстве, продолжается жизнь. Однако, когда начинает преобладать разрушение, наступает смерть. С другой стороны, если мы будем рассматривать противоречия капиталистического общества, то будет очевидно, что состояние общества при капитализме зависит от господства частного присвоения над общественным производством и от господства класса капиталистов над рабочим классом. Именно борьба рабочего класса против класса капиталистов и его борьба за освобождение общественного производства от оков частного присвоения создадут, когда произойдет ликвидация старого состояния общества, новое социалистическое состояние общества. Уже указывалось, что каждое противоречие имеет свои собственные специфические отличительные черты. И точно так же борьба противоположностей имеет в каждом отдельном случае свои собственные специфические особенности в зависимости от специфического противоречия, из которого она возникает. Следовательно, процессы качественного изменения, замена старого качества новым также имеют свои собственные специфические особенности в соответствии с данными качествами. Качественные изменения совершаются в результате разрешения противоречий, как результат количественных изменений. Это положение представляет собой всеобщую истину. Однако эта всеобщая истина не говорит нам о том, каким образом будет разрешаться всякое специфическое изменение. Мы можем обнаружить это, только изучив каждый специфический случай. Так, рассматривая разрешение общественных противоречий, приводящих к качественным изменениям в обществе, Мао Цзэдун отмечал, что каждое противоречие разрешается по-разному. Качественно различные противоречия могут разрешаться лишь качественно различными методами. Например, противоречие между пролетариатом и буржуазией разрешается методом социалистической революции. Противоречие между народными массами и феодальным строем разрешается методом демократической революции. Противоречие между колониями и империализмом разрешается методом национально-революционной войны. Противоречие между рабочим классом и крестьянством в социалистическом обществе разрешается методом коллективизации и механизации сельского хозяйства. Противоречия внутри коммунистической партии разрешаются методом критики и самокритики. Противоречия между обществом и природой разрешаются методом развития производительных сил. Каким бы ни был метод разрешения различных противоречий, всегда наступает момент, когда количественная сторона борьбы противоположностей внутри противоречия изменяется в достаточной мере для того, чтобы начало возникать новое качество. Это момент, когда начинается качественное изменение. Каким образом продолжается это изменение, зависит целиком от специфического характера противоречия, результатом которого является это изменение, зависит от способа, каким продолжается борьба противоположностей. Качественное изменение происходит всегда внезапно, и оно не может не быть внезапным в том смысле, что в известный момент количественного изменения возникает новое качество, которого раньше не было. В этот момент, так сказать, начинают происходить новые вещи и явления, действуют новые причины и вытекают новые следствия, приходят в действие новые законы движения. Это есть так называемый качественный скачок, первое появление нового, которого раньше здесь не было. Этому качественному изменению предшествует процесс, подготовляющий возникновение нового качества. В течение этого процесса противоречия разрешаются, так сказать, невидимо, не проявляясь в качественном изменении. В конце этой фазы внезапно начинается фаза возникновения нового качества, и она не может не начинаться внезапно. Например, при нагревании воды происходит движение, которое внезапно переходит в процесс кипения. При развитии ребенка в чреве матери происходит движение, которое внезапно переходит в процесс рождения. В обществе происходит движение классов, обостряются конфликты, вызревают взгляды людей, и внезапно начинается решающее революционное изменение. После того, как происходит качественное изменение, быстрота или медленность и вообще способ его завершения, будет ли старое качество уничтожено одним ударом, как во взрыве, или же оно будет заменено новым качеством более постепенно, всецело зависят от обстоятельств каждого отдельного случая. Когда возникает новое качество, когда оно скачкообразно приобретает существование, тогда начинается процесс нового качественного характера, в котором новое качество постепенно заменяет старое. Следовательно, в то время как качественное изменение начинается внезапно, процесс продолжения этого изменения и его завершения представляет собой процесс, занимающий более или менее длительное время. Насколько быстро или насколько медленно новое заменяется старым, и каким образом это происходит, насильственно или нет, зависит от характера процесса и условий, при которых он происходит. Например, физические изменения состояния тела, такие как кипение воды, являются внезапными, потому что внезапно наступает момент, когда начинает возникать новое вещество – пар. Однако превращение воды в пар является постепенным процессом. То же самое имеет место и в отношении химических превращений, и в отношении качественных изменений в обществе. В разрешении общественных противоречий наступает момент, когда начинается качественное изменение – переход власти из рук одного класса в руки другого класса, переход от одной системы производственных отношений к другой системе производственных отношений, после чего для завершения этого изменения может потребоваться больший или меньший период времени. Возьмем, например, политическую сторону социальной революции, то есть завоевания государственной власти. Во время русской социалистической революции это произошло в результате единого удара, то есть сравнительно быстро. В несколько дней все решающие позиции власти перешли в руки рабочего класса. В следующий тур социалистических революций, в период революции в странах народной демократии, завоевание власти происходило более медленно, путем ряда шагов, когда последовательно одна за другой завоевывались позиции государственной власти. Если мы обратимся к революциям, путем которых буржуазия в прошлом вырвала власть у феодальной знати, то эти революции происходили еще более медленно, часто растягиваясь на многие годы. Или если мы будем рассматривать экономические изменения, то эти изменения имеют тенденцию происходить сравнительно медленно, через ряд последовательных ступеней. Например, капиталистические отношения, возникнув в феодальном обществе, расширяли свою сферу шаг за шагом в течение длительного периода. С другой стороны, замена капитализма социализмом, которая уже началась, представляет собой другой постепенный процесс, хотя он происходит более быстро, чем замена феодализма капитализмом. Этот процесс происходит более быстро вследствие определенных причин, а именно потому, что социализм не может прийти на смену капитализму до тех пор, пока рабочий класс не завоюет государственную власть, и пока эта государственная власть не будет направлять и ускорять экономические изменения. Напротив, переход от феодализма к капитализму начинается вообще задолго до того, как государственная власть переходит в руки класса капиталистов, а тем временем феодальное государство действует в направлении скорее замедления, чем ускорения экономических изменений. Эти примеры показывают, что у качественных изменений существует количественная сторона, а именно сила и скорость, с которыми эти изменения завершаются. И естественно, что при известных неблагоприятных обстоятельствах подобное изменение может никогда не завершиться совсем. В известных случаях возможно, что начавшееся изменение затем прекращается, а его следы исчезают. Концепция диалектического материализма о противоречии включает в себя как внезапность, так и постепенность качественных изменений. Различие между этой концепцией об изменении и концепциями многих других философских течений состоит не в том, что диалектический материализм считает, что все качественные изменения внезапны, в то время как остальные говорят, что они происходят постепенно. Это отличие состоит в том, что диалектический материализм рассматривает изменения как происходящие в результате борьбы противоположностей, в результате разрешения противоречий, в то время как другие философские направления не видят этого или отрицают это. Эти философские течения полагают, что изменения происходят всегда плавно без конфликтов, или в крайнем случае только путем внешних конфликтов. Антагонизм и неантагонизм в противоречии Разрешение противоречий всегда влечет за собой борьбу одной стороны противоречия с другой и преодоление одной стороны другой. Однако в соответствии с природой противоречия этот процесс может происходить различными способами. Различие между противоречиями, разрешение которых влечет за собой подавление или разрушение одной стороны противоречия другой и такими противоречиями, разрешения которых не требуют подобных методов, особенно следует проводить в отношении общества. Переход от капитализма к социализму, например, происходит путем свержения рабочим классом класса капиталистов. Однако последующий переход от социализма к коммунизму не требует свержения кого-либо. Первый переход осуществляется посредством борьбы между взаимно антагонистическими силами, в то время как никаких подобных антагонизмов не нужно преодолевать для того, чтобы осуществить переход от социализма к коммунизму. Вообще общественные противоречия являются антагонистическими тогда, когда они влекут за собой конфликты экономических интересов. В подобных случаях одна группа навязывает свои собственные интересы другой группе, и одна группа свергает другую. Однако, когда нет конфликтов экономических интересов, тогда не существует антагонизма, и поэтому не существует необходимости в свержении какой-либо одной группы другой. Поскольку в социалистическом обществе покончено с классовыми антагонизмами, то все общественные вопросы можно урегулировать путем обсуждения и дискуссий, путем критики и самокритики, путем убеждения и соглашения. Следовательно, антагонизм и противоречие не одно и то же. Антагонизм и борьба противоположностей внутри противоречия также не одно и то же. Борьба противоположностей является всеобщей, необходимой чертой каждого противоречия, и она может принять или не принять антагонистическую форму в зависимости от специфического характера отдельного противоречия. Так, Ленин отмечал, что антагонизм и противоречие совсем не одно и то же. Первое исчезнет, второе останется при социализме. Ленинский сборник номер 11. Как указывает Мао Цзэдун, антагонизм является лишь одной из форм борьбы противоположностей, а не всеобщей ее формой. Различие между антагонизмом и неантагонизмом в противоречиях общества имеет большое практическое значение. В обществе имеется много противоречий, и практически важно различать, какие противоречия являются антагонистическими, а какие таковыми не являются, для того, чтобы найти правильный метод их разрешения. Если противоречие одного вида будет принято за противоречие другого вида, то последуют неправильные действия, которые не смогут привести к желаемым результатам. Например, социалисты-реформисты считают, что нет нужды для рабочего класса брать власть и использовать ее, для подавления класса капиталистов. В то время как марксисты признают, что покончить с капитализмом и достичь социализма нельзя никаким другим методом. Однако, когда устанавливается социализм, исчезают классы и классовые антагонизмы. И тогда, следовательно, методы борьбы, пригодные для преодоления классовых антагонизмов, становятся непригодными для последующей борьбы за переход от социализма к коммунизму. Противоречия остаются. Однако, так как они больше не принимают форму антагонизма интересов, они для своего решения не требуют насильственных мер для того, чтобы навязать интересы одной части общества другой. Различия между антагонизмом и неантагонизмом в противоречиях внутри общества есть различия между теми противоречиями, которые можно разрешить только путем использования материальной силы одной стороной против другой. И такими противоречиями, которые можно разрешить полностью в результате обсуждений среди членов общества и согласованных решений, принимаемых после подобных обсуждений. Противоречия этого последнего вида являются особым видом противоречия, которое может возникнуть только среди разумных человеческих существ и только тогда, когда они объединены ради общих интересов. Они разделены антагонистическими интересами. В подобных противоречиях появляется новый элемент разумного, целенаправленного, сознательно контролируемого разрешения противоречий в противоположность слепому разрешению противоречий в природе, новый элемент человеческой свободы, противостоящей естественной необходимости. Поступательный характер развития. Во многих процессах разрешение их противоречий ведет к направленному и поступательному развитию, причем, как говорит Энгельс, поступательное развитие при всей кажущейся случайности и вопреки временным отливам в конечном счете пробивает себе дорогу. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Процесс идет вперед от одной ступени к другой, причем каждая ступень является переходом к чему-то новому, а не возвратом к какой-то уже пройденной ступени. Однако другие процессы не характеризуются таким поступательным движением. Например, если охладить или разогреть воду, то она, претерпевая качественные изменения, переходит в новое состояние – лед или пар. Однако такое движение нельзя назвать ни прогрессивным, ни регрессивным. Если, к примеру, мы готовим чай, то мы могли бы назвать шагом вперед превращение воды в пар. Если же мы приготовляем напиток со льдом, тогда превращение воды в лед является шагом вперед. Факт состоит в том, что лед может превратиться в воду, а вода в пар и обратно. И этому движению внутренне не присущ какой-либо порядок. Ни направленность от низшего к высшему, ни наоборот. Однако, когда мы рассматриваем такое движение, как движение общества, то мы обнаруживаем, что этому движению присущ такой порядок. Общество движется вперед от первобытно-общинного строя к рабству, от рабства к феодализму, от феодализма к капитализму, от капитализма к коммунизму. Это есть движение, имеющее направленность. Это есть поступательное движение. Например, движение от капитализма к социализму является движением в поступательном и прогрессивном направлении. Шаг от социализма к капитализму означал бы шаг назад, регресс. Гегель обычно считал, что все процессы природы относятся к процессам, не имеющим направленности. Подобно процессу – лед, вода, пар, вода, лед. И что направленность может появиться в процессах только тогда, когда в них действует дух или сознание. При всем бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе, в них обнаруживается лишь круговращение, которое вечно повторяется. В природе ничто не ново под луной, лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, появляется новое. Гегель. Философия истории. Однако это различие в действительности не зависит ни от какого различия между природой и духом. Движение может иметь направленность тогда, когда никакое сознание не направляет его. Сам дух или сознание является продуктом природы. Биологические изменения в природе, которые привели к возникновению человека, имеют направленность, имеют ее и геологические изменения, имеют ее и процессы в эволюции звезд и тому подобное. Вообще направленность в процессах имеет естественное объяснение. Если некоторые процессы имеют направленность, а некоторые не имеют, то это зависит исключительно от особого характера самих процессов и от условий, при которых они происходят. Вообще, так как качественные изменения в процессе всегда следуют за количественными изменениями, то они имеют направленность в том случае, когда эти количественные изменения возникают из условий, постоянно действующих внутри самого процесса, а в противном случае они не имеют направленности. Движение является ненаправленным, когда оно происходит только при условиях, вызванных внешними причинами. Движение имеет направленность в том случае, когда оно, хотя и обусловленное внешними факторами, побуждается внутренними причинами. В этом случае та направленность, которую оно принимает, является его собственной направленностью, именно потому, что она возникает из внутренних причин. Что же, следовательно, является основой направленности в процессах? Основой внутренних причин поступательного движения развития. Ее можно найти в существовании и длительном действий в этих процессах коренных противоречий, которые разрешаются, принимая ряд специфических форм. Вот что порождает ряд ступеней развития. Вот что порождает длительные процессы развития в определенном направлении. Так, например, если общественное развитие имеет направленность, то она возникает потому, что человек находится в постоянном противоречивом отношении к природе. Постоянное существование этого противоречия порождает постоянное стремление улучшать свои производительные силы. И поскольку это стремление действует в таком направлении, шаг за шагом возникают противоречия между общественными производительными силами и производственными отношениями. Направленность общественной эволюции человека есть направленность господства человека над природой. И движение общества принимает эту направленность просто вследствие естественных условий человеческой жизни, вследствие побуждений к изменениям и развитию, которые люди испытывают вследствие необходимости удовлетворять свои потребности. Подобно этому, если такие тела, как звезды, проходят ряд эволюционных стадий, то это происходит потому, что противоречивые условия их развития порождают постоянные процессы, как, например, радиацию, существование которых вызовет ряд качественных ступеней развития в их истории. Мы, конечно, не можем сказать, как это делают некоторые философы, что в течение вечного времени бесконечная Вселенная развивалась от ступени к ступени в предопределенном направлении. Для любых подобных утверждений нет никаких оснований, и в самом деле в них нет никакого смысла. Нельзя говорить о направленности, которую якобы принимает все. Можно говорить только о направленности развития отдельных вещей, которыми мы интересуемся. Направленное развитие вещей и явлений происходит не вследствие того, что в них действует Бог или Дух. Оно также не является проявлением каких-то таинственных космических законов. Напротив, оно возникает и следует из специфических противоречий отдельных вещей и явлений. Отдельные вещи и явления характеризуются специфическими противоречиями, в результате которых движение этих вещей и явлений принимает определенное направление. Противоречия между старым и новым, между прошедшим и будущим. Когда происходит поступательное движение в процессах, то шаг за шагом совершается, как говорит Сталин, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию. Сталин. Вопросы ленинизма. Замена старого качества новым качеством. Новая ступень развития наступает в результате разрешения противоречия, присущего старой ступени развития. А сама новая ступень развития содержит в себе новое противоречие, так как эта ступень появляется на свет, содержа в себе нечто от прошлого, из которого она возникает, и от будущего, к которому она ведет. Поэтому она имеет свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся. На этой основе возникает борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся. Таким образом, поступательное движение развития есть постоянное разрешение ряда противоречий. Развитие постоянно стремится вперед, к новому развитию. Весь процесс на каждой ступени развития является по существу борьбой между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся. Для того, чтобы понять законы развития какого-либо явления, мы должны, стало быть, понять его противоречия, а также то, каким образом они разрешаются. Процесс обычно содержит в себе не одно, а много противоречий. Он представляет собой клубок противоречий. И таким образом, для того, чтобы понять, как протекает развитие процесса, нужно принять во внимание все его противоречия и понять их взаимоотношения. Прежде всего, это большей частью означает, что мы должны понять главное противоречие процесса в его общем характере и в той специфической форме, которую оно принимает на каждой ступени развития. Главное противоречие – это такое противоречие, внутренне присущее самой природе процесса, который определяет его направление. Так, например, в обществе главным противоречием является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. И это противоречие принимает специфическую форму на каждой ступени развития общества. В капиталистическом обществе это есть противоречие между общественным производством и частным присвоением. Это основное противоречие есть тот фактор, который определяет направление развития, а именно переход от капитализма к социализму, переход к общественному присвоению, соответствующему общественному производству. Процесс, обусловленный основным противоречием характеризуется, кроме этого, рядом крупных и малых последующих противоречий, характер и влияние которых зависят от основного противоречия. Действия и разрешение этих противоречий составляют всеобщий процесс разрешения основного противоречия по направлению к возникновению новой ступени процесса, нового качества. Основное противоречие разрешается посредством всей борьбы, возникающий из всех последующих противоречий. Однако здесь одно специфическое противоречие вообще играет ключевую или главную роль. Другими словами, среди всех элементов тенденций или сил, вступающих в различные формы борьбы, в сплетении противоречий существует вообще одно противоречие, играющее главную роль в доведении основного противоречия до его разрешения, в достижении новой ступени и в замене старого качества новым. Например, в любой капиталистической стране существует много противоречий. Кроме противоречия между рабочим классом и классом капиталистов, существуют другие противоречия между другими классами — между городской мелкой буржуазией, крестьянами, помещиками и так далее, а также противоречия внутри самого класса капиталистов. Имеются также противоречия международного порядка, как противоречия между данной капиталистической страной и другими странами и противоречия между империалистами и колониальными народами. Однако внутри всего этого клубка противоречий именно борьба рабочего класса с классом капиталистов играет в каждой данной стране ключевую или главную роль в движении общества вперед, от капитализма к социализму. Ибо это есть единственное противоречие, разрешение которого выльется в такой переход от господства одной стороны противоречия к господству другой его стороны, который вызовет коренное изменение в качественном состоянии всех явлений. Так, например, противоречия между крупными капиталистами и мелкой буржуазией всегда принимают форму господства крупных капиталистов. Причем, если сила господства крупных капиталистов над мелкой буржуазией постоянно растет, то последняя становится все слабее, и ее роль во всех сферах общественной жизни все более отходит на последний план. Следовательно, мелкая буржуазия не может быть главной революционной силой в капиталистических странах, и ее противоречие с крупными капиталистами не может быть главным противоречием. Напротив, рабочий класс становится все сильнее вместе с развитием капитализма и представляет собой такую силу, находящуюся под господством капиталистов, которая сможет в конечном счете сбросить это господство. Вот почему рабочий класс есть главная революционная сила, и вот почему противоречие между рабочим классом и капиталистами есть главное противоречие. Следовательно, для того, чтобы понять законы развития процессов, нужно не только понять основное противоречие процесса на каждой ступени развития, необходимо также понять и то, что представляет собой главную силу в разрешении основного противоречия и в движении процесса вперед к следующей ступени развития. Мао Цзэдун указывал, что при изучении любого процесса необходимо стремиться отыскать главное противоречие. Это может оказаться сложной задачей, так как то, что является главным противоречием в известных обстоятельствах, при других обстоятельствах может оказаться неглавным. Определив это главное противоречие, легко решать все проблемы, в то время как если мы не определим главного противоречия, то мы не сможем найти главного звена, а потому не сможем найти и метода разрешения противоречий. Таков метод, указанный нам Марксом при изучении им капиталистического общества, писал Мао Цзэдун. Маркс показал, каким образом в своей борьбе с классом капиталистов рабочий класс сможет найти союзников и воспользоваться обстоятельствами, возникающими из всего сплетения общественных противоречий. Для того, чтобы повести общество вперед от капитализма к коммунизму. Роль отрицания в развитии Поступательное движение, как бы сложно оно ни было, в каждом отдельном случае всегда совершается путем борьбы нового и старого, и путем преодоления старого и умирающего новым и возникающим. Так, в общественном развитии при переходе от капитализма к социализму новое, которое возникает в экономической жизни капиталистического общества, общественный характер производства противоречит старому и унаследованному от прошлого, частному характеру присвоения. Возникает новая сила, рабочий класс, борьба которого против класса капиталистов, есть борьба за осуществление новой ступени развития против защитников старого. Эта диалектическая концепция развития противоположна старой либеральной концепции, приятной сердцу буржуазных теоретиков. Либералы признают развитие и утверждают, что прогресс является всеобщим законом природы и общества, но они рассматривают развитие как гладкий процесс, и если они иногда признают, что существует борьба, то они смотрят на этот факт как на неудачный перерыв, способный скорее помешать развитию, чем способствовать ему. Для них существующее не может быть заменено возникающим, старое не может быть преодолено новым, а должно быть сохранено с тем, чтобы оно могло постепенно улучшаться и стать более высокой формой существующего. Социал-реформисты, верные этой философии, которую они переняли от капиталистов, стремились сохранить капитализм, рассчитывая на то, что он может врасти в социализм. Стремясь таким образом сохранить капитализм, они кончили не борьбой за социализм, а борьбой против него. Эти поборники социального мира и классового сотрудничества не могут избежать борьбы, они просто принимают в ней участие как представители противоположной стороны. Сравнивая диалектика материалистическую или революционную концепцию развития с этой либеральной реформистской концепцией развития, можно сказать, что первая концепция признает и содержит в себе отрицание, в то время как вторая не признает и не способна признать роль отрицания в развитии. Диалектика учит нас понимать, что новое должно бороться против старого и преодолевать его, что старое должно уступить место новому и старое должно быть заменено новым, другими словами, что новое должно подвергнуть отрицанию старое. Либерал, который мыслит метафизически, понимает отрицание как простое нет. Для него отрицание означает просто конец чего-нибудь. Вместо движения вперед оно означает отступление, вместо приобретения – потерю. Напротив, диалектика учит нас не бояться отрицания, а понять, каким образом оно становится условием прогресса, средством для положительного продвижения вперед. Глава одиннадцатая. Отрицание – отрицание. Диалектическое учение о развитии благодаря признанию роли отрицания противоположно либеральному представлению о развитии. Для либерала отрицание означает просто удар, разрушающий что-то. Дело же обстоит как раз наоборот. Отрицание является условием положительного прогресса, в котором старое уничтожается лишь после того, как оно создало условия для перехода к новому. А все положительные приобретения, принадлежавшие старой ступени, переносятся в новое. Более того, уже пройденная ступень развития может быть воспроизведена на более высоком уровне в результате двойного отрицания. В результате отрицания – отрицание. Согласно либеральному представлению о развитии, если данной ступени развития и суждено подняться на более высокий уровень, то это должно произойти постепенно и мирно, без процесса отрицания. Но дело обстоит как раз наоборот. Высшая ступень развития может быть достигнута лишь путем двойного отрицания. Повторение старой ступени развития на более высоком уровне, происходящее посредством отрицания-отрицания, есть всеобщий и важный закон развития, действие которого подтверждается многими процессами природы, общества и мышления. Положительный характер отрицания В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет», – писал Энгельс. Антидюринг Когда в процессе развития старая ступень отрицается новой, то, во-первых, эта новая ступень может появиться, лишь возникая из старой, и в противоположность ей. Условия существования нового рождаются и созревают внутри старого. Отрицание есть положительный процесс, осуществляемый лишь путем развития того, что отрицается. Старое не просто ликвидируется, оставляя вещи в том состоянии, как если бы оно никогда не существовало. Оно уничтожается лишь после того, как оно само создает условия для новой ступени развития. Во-вторых, старая ступень развития, которая отрицается, сама представляет собой прогрессивную ступень в поступательном процессе развития в целом. Она отрицается, но прогресс, осуществимый в ней, не отрицается. Напротив, этот прогресс находит продолжение на новой ступени, которая вбирает в себя и развивает дальше все достижения прошлого. Например, социализм сменяет капитализм. Первый отрицает второй. Но условия возникновения и победы социализма были порождены капитализмом, и социализм появляется как следующее за капитализмом ступень общественного развития. Все достижения, весь прогресс производительных сил, также и все культурные достижения, имевшие место при капитализме, не уничтожаются, когда уничтожается капитализм, а наоборот сохраняются и умножаются. Либералы не понимают этого положительного содержания отрицания. Для них отрицать – значит просто сказать «нет». Более того, они представляют себе отрицание лишь как приходящее извне, как внешнее. Нечто превосходно развивается, а затем что-то приходит извне и отрицает его, уничтожает. Такова их концепция. То, что нечто в силу своего собственного развития приводит к своему собственному отрицанию и тем самым к более высокой ступени развития – это выше их понимание. Так либералы представляют себе социальную революцию не только как катастрофу, как конец упорядоченного прогресса, но они считают, что такая катастрофа может быть произведена лишь внешними силами. Если революция угрожает опрокинуть капиталистическую систему, то это происходит не вследствие развития противоречий самой этой системы, а по вине агитаторов. Конечно, бывает отрицание и в форме просто внешнего удара, который что-либо разрушает. Например, если я иду по дороге, и меня сбивает автомобиль, то я испытываю отрицание чисто отрицательного рода. Такие случаи часто в природе и обществе. Но не так должны мы понимать отрицание, если хотим понять положительную роль отрицания в процессе развития. На каждой ступени развития возникает борьба старого с новым. Новое возникает и усиливается в рамках старых условий. И когда оно становится достаточно сильным, оно побеждает и уничтожает старое. Это является отрицанием прошедшей стадии развития, отрицанием старого качественного состояния. Это означает появление новой и более высокой ступени развития, нового качественного состояния. Это приводит нас к следующей диалектической черте развития. Согласно либеральной идее о том, что отрицать, значит просто сказать «нет». Согласно этой идее, если отрицание отрицается, то снова восстанавливается первоначальное положение без изменений. Согласно этой идее, отрицание есть просто отрицание, устранение. Поэтому если отрицание, устранение само отрицается, то это просто означает восстановление того, что было устранено. Если вор крадет мои часы, а затем я отнимаю их у него, мы возвращаемся к исходной точке. Часы снова у меня. Совершенно так же, если я говорю «будет хороший день», а вы говорите «нет, будет дождливый день», на что я отвечаю «нет, день не будет дождливым». Я просто, отрицая ваше отрицание, восстановил свое первоначальное утверждение. Это выражено в принципе формальной логики, не «не а» равно «а». Согласно этому принципу, отрицание отрицание является бесплодной операцией. Оно попросту возвращает вас к отправной точке. Рассмотрим, однако, действительный процесс развития и совершающееся в нем диалектическое отрицание. Общество развивается от первобытного коммунизма к рабовладельческой системе. Следующая ступень – феодализм. Следующая за ней – капитализм. Каждая ступень возникает из предшествующей и отрицает ее. Пока наблюдается простая последовательность ступеней, каждая выступает как отрицание другой и представляет собой более высокую ступень развития. Но что же дальше? Коммунизм. Здесь происходит возврат к началу, но на более высоком уровне развития. Вместо первобытного коммунизма, основанного на крайне низких производительных силах, возникает коммунизм, основанный на высокоразвитых производительных силах и содержащий в себе новые огромные возможности развития. Старое первобытное бесклассовое общество превратилось в новое бесклассовое общество более высокого типа. Оно, так сказать, поднято к более высокому могуществу, вновь появляется на более высокой ступени. А случилось это лишь потому, что с появлением классов и развитием классового общества старое бесклассовое общество подверглось отрицанию. Потому что в конце концов классовое общество, после того, как оно полностью проделало свое развитие, само в конечном счете подверглось отрицанию. Когда рабочий класс взял власть в свои руки, покончил с эксплуатацией человека человеком и установил новое бесклассовое общество, основывающееся на всех достижениях всего предшествующего развития. Это и является отрицанием отрицания. Это отрицание отрицания не возвращает нас к первоначальному исходному пункту. Оно приводит нас к новому исходному пункту, который является первоначальным исходным пунктом, поднятым посредством своего отрицания и отрицания отрицания на более высокую ступень. Таким образом, мы видим, что в ходе развития в результате двойного отрицания более поздняя ступень может повторить более раннюю ступень, но повторить ее на более высоком уровне развития. Происходит развитие, как бы повторяющие пройденные уже ступени, но повторяющие их иначе на более высокой базе развития. Так сказать, по спирали, а не по прямой линии. Ленин, Карл Маркс. Таково учение о развитии, которое, как и концепцию диалектического отрицания, либеральный взгляд не может усвоить. Либеральному взгляду развитие представляется гладким восходящим движением, совершающимся путем ряда мелких изменений. Если данной ступени развития и суждено подняться на более высокий уровень, то это должно произойти постепенно и мирно посредством гармоничного развертывания всех высших потенций, скрытых на первоначальной ступени развития. Однако факты показывают, что дело обстоит как раз наоборот. Высокая ступень достигается лишь путем борьбы и отрицания. Развитие происходит не как гармоничное развертывание, а как раскрытие противоречий, в котором низшая ступень отрицается, уничтожается, в котором развитие, следующее за ее отрицанием, само отрицается, в котором более высокая ступень развития достигается лишь в результате этого двойного отрицания. Как говорит Гегель, высшая цель развития достигается лишь через страдание, терпение и труд отрицания. Гегель. Феноменология духа. Предисловие. Отрицание. Отрицание. Как всеобщий и важный закон развития. При рассмотрении закона отрицания-отрицания следует еще раз подчеркнуть сказанное ранее, а именно, что суть диалектики заключается в изучении процесса во всей его конкретности, в выяснении того, как он происходит на самом деле, а не в том, чтобы выдумывать какую-то предвзятую схему и затем пытаться доказать необходимость существования действительного процесса, воспроизводящего эту идеальную схему. Мы не станем утверждать заранее, что всякий процесс является примером отрицания-отрицания. Еще в меньшей степени станем мы пользоваться понятием этого закона для доказательства чего бы то ни было. Ссылаясь на указания Маркса о наличии отрицания-отрицания в истории, Энгельс говорит, Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательства его исторической необходимости. Напротив того, после того, как он доказал исторически, что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершиться, только после этого характеризует он его как такой процесс, который происходит при том по известному диалектическому закону. Вот и все. Энгельс-Антидюринг. Диалектика учит нас, что можно понять законы развития всякого отдельного процесса путем изучения самого этого процесса в его развитии. Но поступая таким образом, мы обнаружим повторение старой ступени на более высоком уровне, совершающееся посредством отрицания-отрицания. Итак, что такое отрицание-отрицание, пишет Энгельс, чрезвычайно общий и именно потому чрезвычайно широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления. Само собой понятно, что я еще ничего не говорю о том особом процессе развития, когда говорю, что это отрицание-отрицание. Когда я обо всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание-отрицание, то я охватываю их всем одним этим законом движения и именно потому оставляю без внимания особенности каждого специального процесса в отдельности. Диалектика же есть не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Энгельс-Анти-Дюринг. Сколь чрезвычайно широко действующим и важным является этот закон развития, может быть показано на многочисленных примерах. Мы уже видели, каким образом в истории происходит отрицание-отрицание в развитии от первобытного коммунизма к коммунизму. Оно происходит также в развитии индивидуальной собственности. Маркс указывал, что докапиталистическая индивидуальная частная собственность, основанная на труде собственника, отрицается, ликвидируется капиталистической частной собственностью. Ибо капиталистическая частная собственность возникает лишь путем разорения и экспроприации докапиталистических индивидуальных производителей. Индивидуальный производитель имел право собственности на свои орудия производства и свой продукт. И то, и другое было отнято у него капиталистам. Но когда капиталистическая частная собственность сама отрицается, когда экспроприаторов экспроприируют, тогда индивидуальная собственность производителей снова восстанавливается, но в новой форме и на более высоком уровне. Отрицание капиталистической частной собственности не восстанавливает частной собственности для производителей, а создает им индивидуальную собственность, но на основании приобретений капиталистической эры, кооперации свободных работников и их общинного владения землей и произведенными ими средствами производства. Маркс Капитал, том 1. Производитель в качестве участника общественного процесса производства располагает теперь как своей индивидуальной собственностью долей в общественном продукте по труду на первой стадии коммунистического общества и по потребностям в полностью развитом коммунистическом обществе. Когда появился капитализм, единственным путем вперед был путь через отрицание-отрицание. Некоторые из английских чартистов в своей аграрной политике выдвигали требования, направленные на то, чтобы остановить новые капиталистические процессы и восстановить старую индивидуальную частную собственность производителей. Но напрасно. Единственным путем вперед для производителей является путь борьбы против капитализма за социализм, не восстанавливать старую индивидуальную собственность, уничтоженную капитализмом, а уничтожить капитализм и таким образом создать снова индивидуальную собственность на новой социалистической основе. Далее в истории мышления первоначальный стихийный материализм древних философов отрицается философским идеализмом, а современный материализм возникает как отрицание этого идеализма. Этот современный материализм, отрицание-отрицание, представляет собой непростое воскрешение старого материализма, а к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания. Энгельс антидюринг. Отрицание-отрицание, как на это также указывал Энгельс, явление очень хорошо знакомое растение и воду. Если у растений и вода есть какие-то семена, и он хочет получить из них лучшие семена, то он должен взрастить эти семена в определенных условиях, что означает, что семена отрицаются, из них вырастают растения, а затем он должен контролировать условия развития растений, пока они не произведут свое собственное отрицание, дав большее, чем имелось в начале количество семян. Правда, некоторые эксперты предлагали в последнее время пойти другим путем, прямым и более коротким путем в этом деле, а именно, изменять семена непосредственно, подвергая их воздействию химических препаратов или X-лучей. Однако результатом этого явилось некоторое число случайных изменений свойств семян, а не контролируемый процесс развития. Далее, вся геология представляет ряд отрицаний, подвергшихся, в свою очередь, отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложений новых горных формаций. Но результат этого процесса весьма положителен. Это образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов и находящейся в состоянии механической измельченности, которое делает возможной в высшей степени массовую и разнообразнейшую растительность. То же самое мы видим в математике, продолжает Энгельс. Если вы хотите получить более высокую степень числа А, то это можно сделать сначала таким действием над А, которое дает минус А. И затем путем дополнительного действия умножение минус А на само себя, что дает А в квадрате. Таким образом, А в квадрате, вторая степень от А, получена путем отрицания отрицания. В данном случае также можно получить А в квадрате из А путем одного действия, именно умножая А на А. Тем не менее, как указывает Энгельс, отрицание, подвергшееся уже отрицанию, так крепко пребывает в А в квадрате, что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня, а именно плюс А и минус А. Энгельс антидюринг. Закон отрицания отрицания можно проследить на рядах химических элементов, в которых свойства элементов с более низким атомным весом исчезают и затем появляются вновь в элементах с большим атомным весом. Да и само развитие жизни подчинено закону отрицания отрицания. Простейшие живые организмы являются, образно выражаясь, бессмертными. Они увековечивают себя путем постоянного деления. Развитие более высоких организмов с половым размножением стало, возможно, лишь ценой смерти. Организм становится смертным. Более высокое развитие жизни достигается ценой своего собственного отрицания – смерти. Но развитие этих смертных организмов идет дальше. Начинается процесс эволюции видов растений и животных. С появлением человека начинается общественное развитие. Весь процесс общественного развития от первобытного коммунизма через его отрицание – классовое общество к бесклассовому коммунистическому обществу. Более того, человек начинает подчинять себе природу. И когда при коммунизме он ставит свою собственную общественную организацию под свой сознательный контроль, тогда открывается совершенно новая эпоха в развитии жизни. Глава 12. Критика и самокритика Развитие через борьбу противоречий, борьба между новым и старым останется законом и для развития будущего коммунистического общества. Но с уничтожением всякой эксплуатации человека человеком это развитие будет происходить уже не через насильственные социальные конфликты и перевороты, а при помощи рационального метода критики и самокритики, который станет новым рычагом развития. Из всего, что было сказано о марксистском диалектическом методе, вытекает, что марксизм является творческой наукой, которая должна постоянно обогащаться в применении к новым условиям развития. Критика и самокритика составляют самую душу марксистского диалектического метода. Новый тип развития Каким же будет развитие общества в будущем, когда будет достигнута высшая стадия коммунизма? Можно ли считать, что будут продолжать действовать те же самые диалектические законы развития или это развитие прекратится? Развитие не прекратится. Наоборот, лишь с построением коммунистического общества действительно начнется человеческое развитие в полном смысле, то есть развитие, сознательно планируемое и контролируемое самими людьми. Все остальное было лишь мучительным приготовлением к этому, родовыми муками человечества. Когда все средства производства будут полностью поставлены под плановое общественное руководство, тогда следует ожидать, что господство человека над природой возрастет в огромной степени, а подчинение и преобразование природы человека, в свою очередь, будут означать глубокие изменения в образе жизни человека. Например, ясно, что способность производить абсолютное изобилие продуктов при минимальной затрате человеческого труда, ликвидация противоположности между городом и деревней, противоположности между физическим и умственным трудом, безусловно, несет в себе глубокие изменения в общественной организации, во взглядах, привычках, в образе жизни людей вообще. Но осуществление этих изменений не может не повлечь за собой на каждой ступени развития преодоление форм общественной организации, взглядов и привычек, принадлежащих прошлому. Следовательно, развитие будет по-прежнему происходить через раскрытие противоречий, борьбу между старым и новым, будущим и прошедшим. Как иначе могли бы мы представить себе движение вперед? На каждой ступени развития из существующих условий будут вырастать новые тенденции, которые станут в противоречии с существующими условиями и поэтому поведут к их отмиранию и замене их новыми условиями. Однако нет никаких оснований предполагать, что это развитие, как и прежде, будет происходить посредством насильственных конфликтов и социальных переворотов. Напротив, вместе с наступлением коммунизма произойдет, по выражению Энгельса, скачок человечества из царств необходимости в царство свободы. А это значит, что стихийные конфликты, характерные для царства необходимости, уступят место планируемым и контролируемым изменениям. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству. Общественное бытие людей, противостоявшее им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю. Энгельс Антидюринг Когда люди поймут законы их собственной общественной организации и поставят их под свой объединенный контроль, когда не будет эксплуатации человека человеком, когда люди полностью научатся понимать, что является новым и растущим, и в чем его противоречие со старым, тогда будет возможно устранять старые условия и создавать новые условия преднамеренным и планомерным образом, без конфликтов и переворотов. Противоречия и преодоление старого новым остаются, но элемент антагонизма и конфликта между людьми в обществе исчезает и уступает место подлинно человеческому методу решения дел путем разумного обсуждения, при помощи критики и самокритики. Этому методу общественного развития уже сейчас положено начало в Советском Союзе. «В нашем советском обществе, говорит Жданов, где ликвидированы антагонистические классы, борьба между старым и новым и, следовательно, развитие от низшего к высшему происходит не в форме борьбы антагонистических классов и катаклизмов, как это имеет место при капитализме, а в форме критики и самокритики, являющейся подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии. Это, безусловно, новый вид движения, новый тип развития, новая диалектическая закономерность». Жданов. Выступление на дискуссии по книге Александрова «История западноевропейской философии» 2 июня 1947 года. Перспективы человечества На первой фазе перехода от социализма к коммунизму развитие происходит путем постоянной борьбы против старых пережитков капитализма. Что будет, когда последние следы старого классового общества будут уничтожены во всем мире? Мы можем во всяком случае предсказать некоторые основные черты развития мирового коммунистического общества, ассоциированного человечества. Так государственная организация и правительственная партия отживут, партия и государство исчезнут. Это уже предвидели Маркс и Энгельс. Далее Ленин указывает. «Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций, человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, то есть их свободы отделения». Доклад Ленина. «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». На четвертом конгрессе Коминтерна. «Когда социализм войдет в быт народов, когда нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными языками, тогда национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому языку». Сталин. Национальный вопрос и ленинизм. «Что касается более отдаленного будущего, то у нас нет данных для предсказаний, хотя мы можем быть совершенно уверены, что в этом будущем произойдут огромные изменения и что люди будущего, хозяева природы, не знающие угнетение человека человеком, будут вполне способны позаботиться о судьбах человеческого рода». Бернард Шоу в сочинении «Назад к Мафусаилу» рассуждает о возможности значительного увеличения продолжительности человеческой жизни, в конечном счете о возможности ее безграничного удлинения. Правда, он думал, что это произойдет благодаря действию таинственной жизненной силы. И все-таки это глубокое рассуждение, так как к такому результату вполне может привести развитие физиологических знаний и медицинской науки. Шоу был совершенно прав, предполагая, что такое развитие коренным образом изменит весь образ жизни человека и все социальные учреждения. Это действительно одно из тех средств, с помощью которых развитие науки и усиление человеческого господства над природой, в данном случае над нашей собственной природой, могут повести к изменениям широкого, преобразующего значения для человеческой жизни и общества. Во всяком случае, мы не можем ставить пределы возможностям человеческих достижений. Памятуя об этом, мы можем с полным основанием считать, что наши потомки, спустя несколько сот поколений, будут по своему образу жизни напоминать нас в гораздо меньшей степени, чем мы напоминаем наших предков, первобытных дикарей. Творческий характер марксизма Теперь можно попытаться подытожить главные выводы относительно диалектики. Диалектика обращает внимание на взаимосвязь, изменения и развитие. Толкуемая материалистически, диалектика — это наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Диалектический метод — это такой метод подхода к явлениям, применяя который мы обогащаем свое материалистическое понимание природы и истории и всех отдельных процессов природы и истории. Это метод, а не общая формула и не абстрактная философская система. Он служит руководством при изучении вещей с целью их изменения. Если таков характер диалектики и диалектического метода, то должно быть ясно, что сама диалектика как наука растет и развивается, и что метод крепнет и обогащается в результате каждого нового применения. Каждое новое явление общественного развития и всякий прогресс науки и искусства дают базу для обогащения и расширения понимания диалектики и диалектического метода. Нельзя осмыслить новый материал и овладеть им путем простого повторения того, что уже известно. Наоборот, мы узнаем больше, расширяем, исправляем и обогащаем наши представления в свете новых проблем и нового опыта. Таким образом, марксизм – это развивающаяся прогрессивная наука. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит усвоить существо этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении практических вопросов революционного движения в различных условиях классовой борьбы пролетариата. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит уметь обогащать эту теорию новым опытом революционного движения, уметь обогащать ее новыми положениями и выводами, уметь развивать ее и двигать вперед, не останавливаясь перед тем, чтобы, исходя из существа теории, заменить некоторые ее положения и выводы, ставшие уже устаревшими, новыми положениями и выводами, соответствующими новой исторической обстановке. История ВКПБ. Краткий курс. Марксизм творческий является прямой противоположностью ревизионизма. Это следует подчеркнуть, так как ревизионизм обыкновенно начинает с заявления о том, что марксизм не должен быть догмой. Ревизионизм означает отступление от марксизма. Под флагом борьбы с догмами он изменяет марксизму в пользу догм буржуазной теории. Марксизм творческий оберегает и хранит сущность марксистской материалистической теории. Сталин говорил о Ленине. Ленин был и остается самым верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса, целиком и полностью опирающимся на принципы марксизма. Но Ленин не был только лишь исполнителем учения Маркса и Энгельса. Он был вместе с тем продолжателем учения Маркса и Энгельса. Он развил дальше учения Маркса и Энгельса применительно к новым условиям развития. Сталин. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1937 года. Критика и самокритика как один из рычагов прогресса. Значит, чтобы овладеть методом марксизма-ленинизма, диалектическим методом, нужно применять его и, применяя, развивать. А это требует критики и самокритики во всех областях теоретической и практической деятельности. Критика и самокритика, составляющие самую душу марксистского диалектического метода, означают, что теория и практика должны всегда идти рука об руку. Нельзя допускать, чтобы теория отставала от практики. Теория должна не только держаться наравне с практикой, но и идти впереди нее, чтобы служить верным и надежным путеводителем. Нельзя позволить, чтобы практика блуждала в потемках, лишенная света теории, или чтобы ее уводила в сторону ложная и устаревшая теория. А этого единства теории и практики можно достигнуть лишь путем постоянной бдительности, постоянной готовности критиковать и учиться, путем постоянной проверки идей и действий не только сверху, но и снизу, путем готовности признавать новое и исправлять или отбрасывать, что уже старо и более неприменимо, путем честного признания ошибок. Ошибки неизбежны. Но путем проверки, которая вовремя вскрывает ошибки, критического изучения корней этих ошибок и их исправления путем обучения на ошибках, мы идем к новым успехам. Ошибки редко бывают чисто случайными ошибками суждения. Большей частью ошибки возникают в результате того, что мы цепляемся за старые привычки и за старые формулы, которые устарели и неприменимы к новым условиям и новым задачам. Когда это случается и когда в результате этого вещи оказываются не такими, как они предполагались, тогда, если мы готовы критически установить, что было неправильно, мы приобретаем знания о чем-то новом, растем, приобретая новые силы и опыт. Глава 13. Диалектический материализм и наука Диалектический материализм является научным мировоззрением. Его научный характер проявляется особенно в том, что он превращает социализм в науку и, развивая науку об обществе, показывает, каким образом вся наука может развиваться на пользу человечества. Вообще, диалектический материализм является научным мировоззрением в том смысле, что он не стремится установить какую-либо философию над наукой, а основывает свои представления о мире на научных открытиях. Весь прогресс науки — это непрерывный ряд побед материализма в борьбе против идеализма. Кроме того, наука показывает также, что наше материалистическое мировоззрение должно быть диалектическим. Такие великие открытия прошлого, как закон превращения энергии, теория эволюции Дарвина и клеточная теория продемонстрировали диалектический характер природы. Но наука в капиталистическом мире находится в состоянии кризиса в силу главным образом первое — подчинение научных исследований капиталистическим монополиям и военным целям, и второе — конфликта между новыми открытиями и старыми идеалистическими и метафизическими взглядами. Диалектический материализм является не только обобщением достижений науки, но также орудием научной самокритики и дальнейшего развития науки. Диалектический материализм как научное мировоззрение Диалектический материализм — мировоззрение марксистско-ленинской партии является поистине научным мировоззрением, ибо его основу составляет рассмотрение вещей такими, как они есть, беспроизвольных, предвзятых допущений, идеалистических выдумок, потому что он требует, чтобы наши представления о вещах основывались на фактическом исследовании и опыте и постоянно проверялись и перепроверялись в свете практики и последующего опыта. В самом деле, понятие «диалектический материализм» означает понимание вещей такими, как они есть, материализм, в их действительной взаимосвязи и движении, диалектика. Нельзя сказать того же самого о других философских учениях. Все они создают произвольные предпосылки того или иного рода и на основе этих предпосылок пытаются создать систему. Однако такие предпосылки произвольны лишь по видимости. На деле они выражают различные предрассудки и иллюзии определенных классов. «Научный характер марксизма особенно проявляется в том, что он превращает социализм в науку. Мы не основываем наш социализм, как это делали утописты, на идее абстрактной человеческой природы. Утописты разрабатывали схемы идеального общества, но не могли показать, как построить социализм на практике. Марксизм, основывая социализм на анализе действительного развития истории, экономического закона движения капиталистического общества в особенности, превратил его в науку и, следовательно, показал, каким образом возникает социализм, как необходимая следующая ступень в развитии общества и каким образом он может осуществиться лишь путем развертывания классовой борьбы рабочего класса, свержения класса капиталистов и установления диктатуры пролетариата. Таким образом, марксизм рассматривает самого человека, общества и историю научно. Социализм, с тех пор, как он стал наукой, требует, чтобы с ним и обращались, как с наукой», писал Энгельс, «то есть, чтобы его изучали. Приобретенное таким образом все более проясняющееся сознание необходимо распространять среди рабочих масс со все большим усердием и все крепче сплачивать организацию партии и организацию профессиональных союзов. Научное изучение общества показывает, что человеческая история развивается от стадии к стадии в соответствии с определенными законами. Сами люди представляют собой действующую силу в этом развитии. Познавая законы развития общества, мы, следовательно, можем направлять нашу собственную борьбу и творить наше собственное социалистическое будущее. Таким образом, научный социализм есть величайшее и важнейшее из всех наук. В настоящее время специалисты естественных наук охвачены беспокойством, потому что они чувствуют, что правительство не знает, как надлежащим образом использовать их открытие. И у них имеются основательные причины беспокоиться по этому поводу. Наука открывает, например, секреты атомной энергии, а ее открытие используется для создания оружия разрушения. Многие люди начинают даже полагать, что было бы лучше, если бы у нас вообще не было науки, так как ее открытия делают возможными такие ужасающие бедствия. Что нужно сделать для того, чтобы открытия науки находили должное применение на благо человечества? Только научный социализм, марксизм-ленинизм отвечает на этот вопрос. Он показывает, каковы силы, творящие историю. Тем самым он показывает, каким образом люди сами могут теперь творить свою собственную историю, изменять общество и определять свое собственное будущее. Следовательно, марксизм-ленинизм учит тому, как развивать науку на благо человечества, как вывести ее из нынешнего кризиса. Физика может научить тому, как освободить атомную энергию, но она не может научить тому, как контролировать общественное использование этой энергии. Ибо для этого нужна не наука об атоме, а наука об обществе. Наука и материализм Диалектический материализм ни в коем случае не является философией, стоящей над наукой. Другие философские направления ставили философию над наукой в том смысле, что они думали, что могут выяснить то, каков мир, просто размышляя о нем, не опираясь на данные конкретных наук, на практику и опыт, и затем пытались высокомерно диктовать ученым, указывать им, в чем они были неправы, каково было действительное значение их открытий и так далее. Марксизм кладет конец старой философии, которая претендовала на то, чтобы стоять над наукой и объяснять мир в целом. Энгельс пишет, «Современный материализм не нуждается больше в стоящей над прочими науками философии. Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, какая-либо особая наука об этой всеобщей связи становится излишней». Энгельс антидюринг. «Диалектический материализм», пишет он дальше, «уже больше не философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить себя не в некой особой науке наук, а в реальных науках. Философия таким образом одновременно преодолена и сохранена, преодолена по форме, сохранена по своему действительному содержанию». Энгельс антидюринг. «Наше представление об окружающем нас мире, о природе, о предметах и процессах природы, их взаимосвязях и законах движения должно быть результатом не философской спекуляции, а естественно научного исследования». Научная картина мира и его развитие не является полной и никогда не будет таковой. Но она продвинулась достаточно далеко, чтобы мы могли понять, что философская спекуляция поверхностна, и мы отказываемся заполнять пробелы научного знания при помощи спекуляции. Например, мы знаем, что жизнь есть способ существования определенных органических тел, белковых тел, но мы еще не знаем точно того, как возникли эти тела, как возникла жизнь. Бесполезно спекулировать по этому поводу, это можно выяснить трудным путем, путем интенсивного научного исследования. Лишь таким путем придем мы к познанию тайны жизни. Наука уже может управлять жизнью, может управлять мертвым и живым белком, но сказать окончательно, что такое белок и что такое жизнь, как производная от него, наука пока еще не может. Почему? В свое время Энгельс прекрасно сказал в антидюринге, что для того, чтобы действительно исчерпывающе узнать, что такое жизнь, мы должны пройти все формы ее проявления, от самых низших до самых высших. Так вот, для того, чтобы понять и узнать, что такое белок, необходимо тоже пройти все формы его проявления, от низших до высших. А для этого требуется эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент. Развивающаяся картина мира, которую развертывает перед нами естество знания, является материалистической картиной, вопреки многочисленным попыткам буржуазных философов представить дело наоборот. Ибо по мере того, как наука развивается, она шаг за шагом показывает, каким образом богатое разнообразие вещей, процессов и изменений, обнаруживаемые в действительном мире, может быть объяснено и понятно при помощи материальных причин, без помощи Бога, Духа и любой другой сверхъестественной силы. Всякий прогресс науки это победа материализма в борьбе против идеализма. Это завоевание материализма, хотя изгоняемый с одной позиции идеализм всегда переходил на другую позицию и вновь проявлялся в новой форме. Так что в прошлом науке никогда не были последовательно материалистическими. Ибо всякий успех науки означает объяснение порядка и развитие материального мира, исходя из самого материального мира. Наука и диалектика По мере развития науки не только эта материалистическая картина мира становится менее туманной, более определенной и более убедительной. Но, указывал Энгельс, с каждым составляющим эпоху открытием, даже в естественно-исторической области, материализм неизбежно должен изменять свою форму. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Открытия естественных наук на протяжении прошлых ста или более лет имеют то значение, что материалистическая картина, которую они нарисовали, стала диалектической. Энгельс пишет, что революция, к которой теоретическое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать массу накопляющихся чисто эмпирических открытий, должна привести даже самого упрямого эмпирика к осознанию диалектического характера процессов природы. Энгельс Антидюринг Природа есть пробный камень диалектики, и современное естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым доказало, что в природе в конце концов все совершается диалектически. Энгельс Антидюринг Как указывал Энгельс, больше всего содействовали диалектико-материалистическому взгляду на природу три великих научных открытия, сделанных в XIX веке. Это открытие того, что клетка является той единицей из размножения и дифференциации, которой развивается все тело растения и животного. Провозглашено Шваном в 1839 году. Закон превращения энергии. Провозглашен Майером в 1845 году. Теория эволюции Дарвина. Провозглашена в 1859 году. Рассмотрим вкратце диалектический смысл этих открытий. Прежде всего, закон превращения энергии. Раньше принято было считать, что тепло, например, является особой субстанцией, которая входит в тела и выходит из них. Что электричество, магнетизм и так далее являются отдельными силами, действующими на тело. Таким образом, физические процессы различного рода рассматривались отдельно, изолировано друг от друга. Каждый из них помещался на отдельную полку как проявление особой субстанции или силы, а их существенная взаимосвязь не была понята. Но в XIX веке наука с открытием принципа сохранения и превращения энергии показала, что механическая сила, теплота, лучеиспускание, свет и лучистая теплота, электричество, магнетизм, химическая энергия представляют собой различные формы проявления универсального движения, которые переходят одна в другую в определенных количественных отношениях, так что, когда исчезает некоторое количество одной, на ее место появляется определенное количество другой, и все движение в природе сводится к непрерывному процессу превращения из одной формы в другую. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Ключ к этому открытию был найден ни какой-либо абстрактной философии и не в процессе чистого мышления. Нет, это открытие было тесно связано с развитием паровых машин и разработкой принципа их действия. В паровой машине при сжигании угля освобождается тепловая энергия. Она нагревает пар, который затем под давлением направляется в цилиндр, где он движет поршень вперед и вращает колеса машины. Тепло превращается в механическое движение. Откуда взялась энергия, освобожденная из угля? Мы теперь знаем, что она была получена от солнечного излучения, накоплена в растениях, образовавших угольные пласты и, наконец, освобождена при сжигании угля. Ее выделяют в больших количествах солнечные атомы в процессе образования более тяжелых элементов из водорода во внутренних слоях Солнца. Это открытие сначала было сформулировано как закон сохранения энергии. Энергию нельзя создать или уничтожить. Количество, исчезающее в одной форме, вновь появляется в другой форме. Но, как указывал Энгельс, в основном это закон превращения. Одна форма движения материи превращается в другую. Так, физика становится наукой о превращениях. Она перестала изучать различные типы физических процессов или формы движения, каждую изолирована, а начала изучать их взаимосвязи. И то, каким образом одна форма превращается в другую. Законы превращения являются законами движения и взаимосвязи, относящимися к взаимосвязи форм движения материи и их превращению одной в другую. Они не являются законами перехода количества в качество. В отдельных случаях знание законов превращения важно для понимания перехода количества в качество. Например, знание законов превращения тепла в механическое движение показывает, сколько тепловой энергии должно быть освобождено для создания достаточного давления пара, чтобы двигать поршень. Теория эволюции Дарвина также является диалектической и материалистической. Вместо отдельных видов, каждый из которых якобы создан Богом, Дарвин показал нам картину эволюционного развития видов путем естественного отбора. Абсолютно резкие, разграничительные линии были уничтожены, было показано, как связаны виды между собой и как происходит превращение в живой природе. Например, плавательный пузырь рыб стал легкими сухопутных животных, чешуя присмыкающихся превратилась в птичьи перья и так далее. Подобную картину мы наблюдаем в развитии геологии, которая также стала наукой о развитии, наукой, изучающей образование земной коры. Наконец, открытие того, что клетка является той единицей из размножения и дифференциации, которой развивается весь организм растения и животного, заменило старое представление о теле как состоящим из отдельных тканей. Клеточная теория была также теорией о движении и взаимосвязи, показывающей, как все ткани и органы живого тела, возникают путем дифференциации. Таким образом, мы видим, как естество знания шаг за шагом раскрывает картину диалектики природы. Когда мы говорим «картина», мы должны добавить, что эта картина в том смысле, что она, так сказать, представляет собой верное изображение. Но мы составляем себе данную картину не путем одного лишь наблюдения природы и фиксирования того, что мы видим. Эта картина не является также предметом обожания, объектом созерцания и интеллектуального наслаждения. Иногда говорят, что существенной чертой науки является то, что она основана на наблюдении. Конечно, наука основана на наблюдении, но не это является ее самой существенной чертой. Основу науки составляет не простое наблюдение, а опыт. Наука основана на деятельности, которая вмешивается в природу и изменяет ее. Мы познаем вещи не только наблюдая, но и изменяя их. Так наука никогда не открыла бы секреты превращения тепла в механическое движение путем одного наблюдения природы. Этот секрет был раскрыт в результате производства паровых машин. Тайны процессов природы раскрываются людям в такой степени, в какой они сами научаются воспроизводить эти процессы. Точно так же Дарвин не смог бы написать происхождение видов лишь на основании наблюдений, которые он сделал во время путешествия на корабле «Бигль». Для этого он воспользовался практическим опытом и результатами английских животноводов и растениеводов. Научная картина мира основана не просто на наблюдении вещей, но прежде всего на изменении их. И мы проверяем ее, совершенствуем ее, а также пользуемся ею при изменении природы. Наука не догма, а руководство к действию. С другой стороны, если оторвать науку от практики, она выродится в догму. Следовательно, естествознание доказывает, что процессы природы носят диалектический характер и дает нам все более конкретную и подробную картину действительного диалектического движения и взаимосвязи в природе. Кризис науки в капиталистическом мире. Однако, отмечая значение естественных наук для формирования правильного диалектического взгляда на природу, Энгельс указывал также на великую путаницу, существовавшую в науках. Он писал, но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей. Энгельс антидюринг. Эта путаница стала в настоящее время намного больше. В самом деле, по мере того, как развивался и обострялся общий кризис капитализма, вместе с ним развивались и возрастали путаница в научной теории и извращении научной практики. Наука, своими открытиями, раскрывающая истинную диалектику природы, тем не менее в капиталистическом мире, находится в состоянии кризиса. Какова природа этого кризиса? Она двоякого рода. Во-первых, наука — это деятельность исследования и открытия. В капиталистическом обществе она выросла в огромной степени вместе с другими производительными силами. Научные исследования не могут больше вестись отдельными лицами на свой страх и риск. Они требуют крупных институтов, разнообразного оборудования, умелой организации, крупных финансовых расходов. Но чем более расширяются научные исследования и растут эти требования, тем более попадают они под контроль монополий и их правительств, в особенности же под контроль военщины. При капитализме наука должна способствовать увеличению прибыли и подготовки войны. Наука, которая не способствует этому, все в большей степени лишается ресурсов, необходимых для ее существования. Например, вся важная область растительной физиологии остается относительно неразвитой. И это, грубо говоря, потому что в нее не вложены деньги. Состояние сельского хозяйства при капитализме таково, что не создается усилий для основательных исследований в этой области. Интересно также отметить, что в то время, как некоторые области науки находятся в заброшенном состоянии потому, что в них не вложено денег, другие страдают от того, что их вложено слишком много. Так, например, развитию геохимии мешает то, что в интересах чрезвычайно могущественных нефтяных объединений подобные исследования поставлены в условия секретности. От науки требуют решения только тех частных проблем, в которых заинтересованы капиталистические монополии, что ни в коем случае не совпадает с решением проблем, связанных с дальнейшим развитием науки и с интересами народа. Это вредит всему делу развития науки. Таким образом, наука все более и более подчиняется целям торговли и войны. В результате наука все более и более дезорганизуется и извращается. Именно это и происходит с наукой в капиталистическом мире. Наука важна не только тем, что она приносит знания, но и тем, что знания, которые она дает, способствуют росту благосостояния людей, развитию производительных сил, ликвидации болезней. И, однако, при капитализме она не развивается в этом направлении в той степени, в какой это возможно. Как преодолеть эту дезорганизацию и извращение науки? Мы можем и должны вести повседневную борьбу с неправильным применением науки. Но лишь переход к социализму может обеспечить полное развитие и использование науки на благо человечества. Социализм означает, что развитие всех производительных сил может быть планируемо и организовано на благо человечества, а не в целях прибыли и войны. Таким же образом при социализме обстоит дело в частности и в науке. Вторая сторона кризиса науки в капиталистических странах теоретическая – кризис научных идей. Как он возникает? Главной задачей науки является открытие взаимосвязей и законов, действующих в мире, чтобы вооружить людей знанием, необходимым для развития производства, и чтобы сделать жизнь лучше и совершеннее. Но для обобщения исследований и формулирования открытий необходимы идеи. Чтобы разрабатывать науку и направлять ее общее развитие, необходима теория. А в этой области идей и теорий великие открытия науки в капиталистическом обществе вступают в противоречие с традиционными формами буржуазной идеологии. Как говорит Энгельс, возникает конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления. Короче, идеализм и метафизика, характеризующие буржуазную идеологию и прочно укоренившиеся в ней, глубоко проникли в научные идеи и теории. Благодаря тому, что в одной области за другой научные открытия раскрывают действительную диалектику природы, дальнейшее развитие научного исследования требует, как говорит Энгельс, диалектического обобщения. Но это увело бы теорию далеко за рамки, навязываемые ей буржуазным мировоззрением. Борьба нового и старого в науке Итак, мы видим, что буржуазная наука в одной области за другой отворачивается от своих собственных достижений, сдает завоеванные позиции и вместо того, чтобы идти вперед, терпит теоретический крах. В самом деле здесь имеет место борьба нового против старого, прогрессивных научных открытий против старых идей, при помощи которых формулируется научная теория. Поэтому, понимая это, можно быть совершенно уверенным в том, что регрессивное течение окажется лишь временным, и что развитие науки преодолеет преграды старых идей и изживших догм. Возьмем биологию. Здесь судьба теории Дарвина была такова, что ей навязали догму, теорию гена. То же случилось с клеточной теорией. Ей навязали догму Верхова о том, что клетка может произойти только от клетки. В каждом случае диалектической теории развития была навязана метафизическая догма, отрицавшая развитие. В физике великие открытия, касающиеся электрона, атомного ядра, кванта действия, физических превращений, были истолкованы и не только философами-идеалистами, но и физиками-теоретиками, как означающие, что материя исчезла и что достигнуты пределы исследования. В родственной науке, космологии, ученые, узнав столь многое о Вселенной и ее развитии, стали прибегать к помощи идеи сотворения. Во всех этих случаях науке навязывается догма, тормозящая ее дальнейшее развитие. Отсюда кризис. Преступление советской науки заключается в том, что она с успехом бросает вызов таким догмам и устраняет их. В Советском Союзе ученые борются за процветание той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которые имеют смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки. Когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки. Сталин. Речь на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 года. Заключение. Итак, мы вкратце рассмотрели основные черты марксистского материалистического понимания мира и марксистского диалектического метода. Какие выводы можем мы теперь сделать? Первое. Мировоззрение диалектического материализма – это совокупность последовательных и обоснованных взглядов, которые черпают свою силу из того факта, что они возникают непосредственно из стремлений разрешить важнейшие вопросы нашего времени. Эпоха капитализма. Это эпоха бурного общественного развития. Она отмечена революционным прогрессом производительных сил и научных открытий и вытекающим отсюда непрерывным потрясением всех условий общественной жизни. Это ставит теоретическую задачу первостепенной важности, а именно выработать правильное понимание законов изменения и развития природы и общества. К этой теоретической задаче и обращается диалектический материализм. Второе. Задача заключается не в том, чтобы выработать философскую систему в старом смысле. Нужна не система идей, выведенных из головы философов, которой затем можно было бы восхищаться и которую можно было бы созерцать в качестве системы абсолютной истины. Капиталистическое общество – это общество, раздираемое противоречиями, и чем более оно развито, тем более угрожающими и нетерпимыми становятся последствия этих противоречий для трудящихся. Новые производительные силы используются не для блага всего общества, а в целях увеличения прибыли эксплуататорского меньшинства. Вместо того, чтобы вести к всеобщему изобилию, рост производительных сил ведет к периодически повторяющимся экономическим кризисам, к безработице, к нищете и страшно разрушительным войнам. Поэтому философская проблема разработки правильного понимания законов изменения и развития в природе и обществе становится для трудящихся практическим политическим вопросом о том, как изменить общество с тем, чтобы новые могущественные производительные силы могли быть использованы на благо человечества. Впервые в истории существует возможность полной и зажиточной жизни для всех. Задача состоит в том, чтобы найти путь превращения этой возможности в действительность. Именно решением этой практической задачи и занимается теория диалектического материализма. Третье. Обращаясь к этой задаче, диалектический материализм является и может быть лишь партийной философией, философией партии, а именно партией рабочего класса, цель которой – повести миллионы трудящихся к социалистической революции и построению коммунистического общества. Четвертое. Диалектический материализм не может быть не противоположен различным современным школам буржуазной философии. Что могут предложить эти различные школы философии в настоящее время? Куча систем и аргументов, среди которых, кстати сказать, нет ни одного оригинального или убедительного, если постараться внимательно вникнуть в них, нет никакого решения вопросов, волнующих народы капиталистических стран и колоний. Как положить конец нищете? Как покончить с войной? Как использовать производство для всеобщего блага? Как покончить с угнетением одной нации другой? Как покончить с эксплуатацией человека человеком? Как установить братство среди людей? Таковы наши проблемы. Мы должны оценивать философские учения, исходя из того, показывают они нам или нет, путь решения этих проблем. При помощи этого критерия, каждая в отдельности и все вместе буржуазные философские школы должны быть оценены по их заслугам и признаны негодными. Господствующие буржуазные философские направления при всех их различиях имеют общее, выражающееся в отказе от великих положительных идей, которые вдохновляли прогрессивные движения прошлого. Правда, в рядах буржуазных философов остаются те, кто в соответствии со своими взглядами пытаются сохранить и отстоять некоторые из этих положительных идей. Ибо эти идеи являются такими, которые нельзя уничтожить никакими средствами. Однако господствующие философские течения подчеркивают беспомощность и ограниченность. Они говорят о таинственности Вселенной. Они внушают или веру в Бога, или же безнадежную покорность судьбе и слепому случаю. Почему так? Потому что основой всех этих философских направлений является признание и одобрение капитализма. И все они не могут видеть что-либо за пределами капитализма. Сначала до конца они отражают неразрешимый кризис капиталистического мира. И функция их заключается в том, чтобы помогать опутывать людей паутиной лжи. Пятое. Диалектический материализм предлагает судить о нем. И о нем будут судить в соответствии с тем, указывает ли он практически осуществимый выход из капиталистического кризиса и войны. Указывает ли он трудящимся осуществимый путь к завоеванию и удержанию политической власти и к построению социалистического общества, в котором не будет больше эксплуатации человека человеком, и в котором люди во все возрастающей степени будут становиться хозяевами природы. Диалектический материализм есть философия практики, неразрывно связанная с практикой борьбы за социализм. Эта философия родилась из великого движения нашего времени, из движения людей, которые работают, которые создают все блага жизни и кормят, и одевают весь мир, чтобы встать, наконец, во весь свой рост. Она полностью, целиком служит этому движению. В этом источник всех ее положений и источник постоянного испытания, проверки и развития этих ее выводов. Без такой философии это движение не может достичь осознания самого себя и своих задач, не может достичь единства, не может одержать победу в борьбе. Так как величайшая задача, стоящая перед нами, это задача разрушения капитализма и построения социализма, то отсюда следует, что главной проблемой, к которой обращается диалектический материализм и на решение которой направлена вся философия диалектического материализма, является проблема раскрытия движущих сил развития общества. Главная задача в том, чтобы достигнуть такого понимания общества, общественной деятельности людей и развития человеческого сознания, которое показывало бы нам, как создать новое социалистическое общество и сформировать новое социалистическое сознание. Материалистическое понимание и диалектический метод, который мы рассмотрели в этом томе, применяются к решению этой задачи в материалистическом истолковании истории. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok